Жюль Верн Жан Гада Читает Юрий Гуржи Часть первая Глава первая Лесной стражник С, Г, У, Ч, П, В, Э, Л, Л, З, И, Р, Т, Е, П, Н, Д, Н, Ф, Г, И, Н, Б, О, Р, Г, И, У, Г... Человек, державший в руке документ, последние строчки которого представляли собой этот нелепый набор букв, внимательно пересчитал его и глубоко задумался. В документе было около сотни таких строк, даже не разделенных на слова. Как видно, он был написан много лет назад, ибо плотный лист бумаги, усеянный этими непонятными письменами, уже пожелтел от времени. Однако на основе какого принципа были расставлены буквы? Ответить на такой вопрос мог только этот человек. Мы знаем, что существуют тексты, зашифрованные так же, как замки на современных несгораемых шкафах. Они открываются одинаковым способом, но чтобы найти к ним ключ, пришлось бы проделать миллиарды комбинаций, на что не хватило бы целой жизни от гадчика. Надо знать слово, чтобы открыть замок с секретом, надо знать шифр, чтобы прочесть такого рода криптограмму. Вот почему, как мы увидим дальше, понять этот листок никому не удавалось, несмотря на самые хитроумные догадки, и при том при таких обстоятельствах, когда прочесть его было особенно важно. Человек, перечитывавший документ, был простым лесным стражником. В Бразилии лесными стражниками называют агентов полиции, разыскивающих беглых негров. Такая должность была установлена с 1722 года. В ту пору мысль о недопустимости рабства приходила в голову только редким человеколюбцам. Лишь более столетия спустя цивилизованные народы усвоили ее и стали проводить в жизнь. И хотя право быть свободным, принадлежать только себе, казалось бы, первое естественное право человека, однако прошли тысячелетия, прежде чем некоторые народы решились провозгласить эту благородную идею, В 1852 году, когда происходило действие нашей повести, в Бразилии еще были рабы, а следовательно и лесные стражники, которые за ними охотились. Особые экономические условия на время задержали здесь полное освобождение рабов, но негры уже имели право выкупать себя у хозяина. А дети их рождались свободными. И так уж недалеко был день, когда в этой прекрасной стране величиной с три четверти Европы среди десяти миллионов жителей не останется ни одного раба. Несомненно, и должности лесного стражника суждено было скоро исчезнуть. Вот почему доходы, получаемые за поимку беглых негров, значительно уменьшились. И если в течение долгого времени, пока этот промысел был достаточно выгоден, в лесные стражники шли всевозможные авантюристы, главным образом из вольноотпущников, отщепьянцев, недостойных уважения, то понятно, что теперь тем более охотники на рабов принадлежали к последним отбросам общества. И, вероятно, человек, читавший документ, тоже не служил украшением малопочтенного отряда лесной полиции. Торос, так его звали, не был ни метисом, ни индейцем, ни негром, как большинство его сотоварищей, а белым, родившимся в Бразилии. Он получил кое-какое образование, чего, впрочем, не требовала его теперешняя профессия. Однако его нельзя было считать одним из тех людей, без роду, без племени, каких немало встречается в далеких уголках Нового Света. Если в те времена, когда бразильские законы еще запрещали занимать некоторые должности мулатом и вообще людям в смешанной крови, на Тороса и мог распространиться этот запрет, но отнюдь не за происхождение, а лишь за его пороки. Впрочем, сейчас Торос находился не в Бразилии. Совсем недавно он перешел ее границу и вот уже несколько дней бродил по лесам Перу, раскинувшимся в верховьях Амазонки. Торос, человек лет 30, был крепко сложен, и три волнения довольно беспорядочной жизни не отразились на его внешности, ибо он обладал исключительной выносливостью и железным здоровьем. Он был среднего роста, широкоплечь, с твердой походкой, с резкими чертами лица, сильно загоревшего под жгучим тропическим солнцем и обрамленного густой черной бородой. Его глубоко сидящие глаза под сросшимися бровями бросали быстрые и холодные взгляды, выдававшие врожденную наглость. Даже в те времена, когда жаркий климат еще не покрыл его кожу медным загаром, вы не увидели бы краски стыда у него на лице, его лишь искажала злобная гримаса. Торос был одет весьма неприхотливо, как все лесные бродяги. Платье его истрепалось от долгой носки, на голове криво сидела широкополая кожаная шляпа, грубые шерстяные штаны он заправлял в высокие крепкие сапоги, самую прочную часть его туалета, а на плечах носил желтоватый, выленявший плащ, пуншо, который скрывал, во что превратилась его куртка и что стало жилетом. Но если прежде Торос и состоял лесным стражником, то теперь он, несомненно, оставил это занятие. Во всяком случае, не служил в настоящее время, на что указывало отсутствие у него средств защиты и нападения, необходимых для поимки негров. Никакого огнестрельного оружия, ни оружия, ни пистолета, только за поясом длинный нож, так называемая маншетта, больше похожая на саблю, чем на охотничий нож. Кроме того, у Тороса была еще эншада, нечто вроде мотыги, обычно употребляемой для ловли броненосцев, неносцев и агути. В лесистых верховьях Амазонки их водится множество, но почти не встречается крупных хищников. Как бы то ни было, но в тот день, 4 мая 1852 года, наш искатель приключений был либо слишком поглощен чтением документа, который держал перед глазами, либо, привыкнув бродить по южноамериканским лесам, оставался совершенно равнодушен к их красотам. И верно, ничто не могло отвлечь Тороса от его занятий, ни громкие вопли обезьян-ревунов, которые Сент-Иллер удачно сравнил с гулкими ударами топора-дровосека по ветвям деревьев, ни сухое потрескивание колец гремучей змеи, правда, редко нападавшей на человека, но чрезвычайно ядовитой, ни пронзительный крик рогатой жабы, по своему уродству напоминавшей первое место в классе земноводных, ни даже громкое басовитое кваканье древесной лягушки, которое, правда, по величине не способно тягаться с валом, но зато может сравниться с ним силой голоса. Торос не слышал этого оглушительного гомона, как бы сливавшегося в единый голос лесов нового света. Он лежал у подножья великолепного железного дерева, но даже не любовался могучей кроной этого гиганта, покрытого темной корой и твердого, как металл, вместо которого он и служил индейцам при изготовлении оружия и орудий труда. Нет. Углубившись в свои мысли, лесной стражник рассматривал со всех сторон странный документ. С помощью известного ему тайного шифра он находил значение каждой буквы, он читал, проверяя скрытый смысл этих строк, понятных ему одному, и лицо его кривилось в злобной усмешке. Затем он не удержался и пробормотал в полголоса несколько слов, которые, впрочем, в этом диком уголке девственного леса никто не мог подслушать, да никто и не мог бы понять. — Да, — сказал он, — вот сотня очень четко написанных строк, и я знаю человека, для которого они имеют огромное значение, а ведь этот человек богат, а для него это вопрос жизни или смерти, а за жизнь всегда дорого платят. Он смотрел на документ жадным взглядом. — Если взять по конту рейс за каждое слово одной последней фразы, и то уже получится кругленькая сумма. — Ох, и дорого же стоит эта фраза. Она подводит итог всему документу. Она называет настоящие имена настоящих участников. Но прежде чем пытаться ее понять, надо разбить ее на слова. А, впрочем, если бы это и удалось, все равно никому не докопаться до смысла. Тора замолчал и принялся считать в уме. — Здесь сорок четыре слова, — воскликнул он. — Это составило бы сорок четыре конта. С такими деньгами можно жить и в Бразилии, и в Америке. Да где угодно, жить припеваючи и ничего не делать. А что, если б я получил такую плату за каждое слово всего документа? — Ведь тогда я считал бы конта сватними. Тысяча чертей у меня в руках целое состояние, и я буду последним дураком, если упущу его. Казалось, руки Тороса уже ощупывают это богатство, а пальцы сжимают груды золотых монет. Тут мысли его вдруг приняли иное направление. — Наконец-то я близок к цели! — вскричал он. — И ничуть не жалея о трудностях долгого пути от берегов Атлантического океана до верховьев Амазонки. Ведь этот человек мог уехать из Америки, поселиться далеко за морями. И тогда как бы я до него добрался? Но нет, он здесь. Стоит мне влезть на вершину любого из этих деревьев, и я увижу крышу дома, где он живет со всей своей семьей. Затем, снова схватив листок и возбужденно помахивая им, он продолжал. — Сегодня же вечером я буду у него. Сегодня же вечером он узнает, что его честь, его жизнь заключены в этих строчках. А когда он захочет получить шифр, чтобы их прочитать, ну что ж, тогда пускай раскошеливается. Если я потребую, он отдаст за него все свое состояние, как отдал бы даже свою кровь. Эх, тысяча чертей! Мой товарищ по отряду, который доверил мне эту бесценную бумагу, объяснил ее тайну, да еще сказал, где я могу разыскать его бывшего сослуживца, и под каким именем тот скрывается столько лет. Этот мой почтенный сотоварищ и не подозревал, что сделает меня богачом. Торрес последний раз взглянул на пожелтевший листок и, бережно сложив его, спрятал в крепкую медную коробку, служивший ему также кошельком. По правде сказать, если все состояние Торреса умещалось в этой коробочке величиной спортсигар, то нигде в мире его не сочли бы богатым. Он хранил тут разные монеты из всех граничивших с Бразилией стран. Два двойных кондора из Соединенных Штатов Колумбии, каждый стоимостью примерно по 100 франков, венесуэльские боливары франков на 100, перуанские соли на такую же сумму, несколько чилийских эскуладос, самое большее на 50 франков, и еще кое-какую мелочь. Эти деньги составляли круглым счетом не более 500 франков, к тому же Торрес был бы в большом затруднении, если бы его спросили, где и каким образом он их раздобыл. В одном, не приходилось сомневаться, несколько месяцев назад Торрес вдруг бросил свою должность лесного стражника, ушел из провинции Пара, поднялся вверх по бассейну Амазонки и, перейдя границу Бразилия, вышел на территорию Перу. Впрочем, этому искателю приключений требовалось весьма немного денег, чтобы прожить. Какие были у него расходы? Он ничего не платил ни за квартиру, ни за одежду. Лес снабжал его пищей, а готовил он сам кое-как, без всяких затрат, подобно всем лесным бродягам. Ему хватало нескольких рейсов на табак, который он покупал в миссиях или деревушках по пути, и на водку, чтобы наполнить флягу. Он мог проделать большой путь, почти ничего не тратя. Положив в бумагу металлическую коробку с герметически запирающейся крышкой, Торрес, вместо того, чтобы снова спрятать ее в карман, куртки под плащом, перестарался в своих заботах о ней и, растянувшись под деревом, положил коробку рядом с собой в дупло у корневища. Эта неосмотрительность чуть не обошлась ему очень дорого. Стоял палящий зной, тяжелый воздух как будто застыл. Если бы на церковной колокольне в ближайшей деревне были часы, они пробили бы два часа пополудни, и даже слабый ветерок донес бы их бой до Торреса, который лежал не более чем в двух милях от нее. Но время, как видно, его не интересовало. Бродяге, привыкшему определять час дня только по высоте солнца над горизонтом, незачем размерять свои действия с особой точностью. Он завтракает и обедает, когда ему захочется или когда удастся поесть, а засыпает где придется, когда его сморит сон. Если для него не всегда накрыт стол, зато всегда готова постель под тенистым деревом в глухой чаще леса. Торрес был совсем не требователен по части комфорта. К тому же он все утро шагал по лесу, а теперь немного перекусил и был не прочь соснуть. Часика-два отдохнув, можно с новыми силами пуститься в дорогу. И так он улегся поудобнее на траве и собрался вздремнуть. Однако Торрес был не из тех, кто сразу засыпает, не сделав предварительно кое-какие приготовления. Он привык сначала пропустить глоток другой чего-нибудь покрепче, а потом закурить трубочку. Водка возбуждает мозг, а табачный дым навевает туманные грезы. Во всяком случае, так считал Торрес. И так он начал с того, что поднес к губам флягу из выдолбленной тыквы, висевшей у него на боку. В ней был налит напиток, известный в Перу под названием «шика», о верховьях Амазонки, чаще именовавшейся «кайсума». Его гонят из корней сладкого маниока, после чего дают перебродить. Однако наш лесной стражник-человек с луженной глоткой считал необходимым прибавлять к нему еще изрядную дозу тафии. Отхлебнув несколько глотков этого напитка, он встряхнул флягу и с огорчением убедился, что она почти пуста. «Надо долить», — заключил он. Затем, вытащив короткую трубку из древесного корня, набил ее крепким и едким бразильским табаком, принадлежащим к старинному сорту «петен», завезенному во Францию «Нико», которому мы обязаны внедрением самого доходного и самого распространенного из посленовых растений. Табак Тороса не имел ничего общего с современным первосортным «Скаферлатти», изготовленным на французских табачных фабриках, но Торос в этом вопросе, как и во многих других, не был привиледлив. Он достал огниво, высек огня, разжег немного липкого вещества, известного под названием «муравьиного трута», и раскурил трубку. После десятой затяжки глаза его закрылись, трубка выскочила из пальцев, и он уснул, или вернее впал в забытье, которое нельзя назвать настоящим сном. Вор и обворованный Торос проспал около получаса, когда под деревьями послышался легкий шорох. Казалось, кто-то шел босиком, стараясь ступать осторожно, чтобы его не услышали. Если бы наш бродяга не спал, он бы сразу насторожился, так как всегда избегал нежелательных встреч. Но чуть слышные шаги не могли его разбудить, и тот, кто пробирался в чаще, подошел и остановился в десяти метрах от дерева, под которым лежал Торос, не потревожив его сон. То был не человек, а гуариба. В лесах Верхней Амазонки водится множество цепкохвостых обезьян, легкие и изящные сахиусы, рогатые сапажу, моносы с серой шерстью, сагуины, строящие такие рожи, что порой кажется, будто они в масках, но из всех обезьян самые своеобразные, бесспорно, гуарибы. У них общительный и вовсе не злобный нрав, в отличие от свирепых и мерзких мукур. К тому же в них силен общественный инстинкт, и они чаще всего живут стаями. Они дают о себе знать еще издали монотонным гулам голосов, напоминающим церковный хор, поющий псалмы. Однако, если от природы гуарибы и не злобливо, то нападать на нее все же небезопасно. Во всяком случае, как мы увидим дальше, уснувший путешественник подвергается некоторой опасности, если гуариба застанет его врасплох в таком беспомощном состоянии. А гуариба, называемая в Бразилии также барбадо, была крупным животным. Ее гибкое и крепкое тело свидетельствовало о том, что этот сильный зверь может сражаться на земле не хуже, чем перебрасываться с ветки на ветку на вершинах лесных исполинов. Но сейчас гуариба двигалась вперед осторожно мелкими шажками. Она бросала взгляды то налево, то направо, беспокойно помахивая хвостом. Этим представителям обезьяньего племени природа дала не только четыре руки, отчего их и называют четверорукими, но и проявила еще большую щедрость, добавив им сверх того и пятую, ибо кончик их хвоста обладает такой же способностью хватать, как и руки. Гуариба бесшумно приближалась к спящему, размахивая толстым суком, который в ее могучих руках мог стать грозным оружием. Должно быть, несколько минут назад она заметила лежащего под деревом человека, а его неподвижность, как видно, успокоила обезьяну, и ей захотелось рассмотреть его поближе. Итак, она подошла с некоторой опаской, остановилась в трех шагах от него. Ее бородатое лицо исказило гримаса, обнажив острые зубы, белые, как слоновая кость, и она, угрожающе подняла свой сук, движение, не сулившее ничего хорошего лесному стражнику. Без сомнения, вид спящего Тороса не вызывал у Гуариба никакой симпатии. Были ли у нее особые причины питать враждебные чувства к представителю рода человеческого, который по воле случая оказался в ее власти? Весьма возможно. Известно, что некоторые животные долго не забывают причиненных им обид, и, быть может, это Гуариба затаила злобу против лесных бродяг? Дело в том, что для местных жителей, особенно для индейцев, обезьяны — лакомая добыча, к какой бы породе они не принадлежали, и охотники преследуют их с особым пылом не только из любви к охоте, но и ради мяса. Как бы то ни было, но если Гуариба и не собиралась поменяться с охотником ролями, если она не помнила, что природа создала ее животным травоядным и не помышляла сожрать лесного стражника, то все же она, видимо, твердо решила разделаться с одним из своих исконных врагов. Некоторое время она пристально разглядывала его, а потом тихонько двинулась вокруг дерева. Шла она очень медленно, задерживая дыхание, но понемногу все приближалось к спящему. Движения ее были угрожающие, и выражение лица свирепо. «Я ничего не стоило убить этого неподвижно лежащего человека одним ударом дубины, и без сомнения жизнь Торреса в ту минуту висела на волоске». Гуариба остановилась сбоку у самого дерева и занесла свой сук над головой спящего, готовясь нанести удар. Но если Торрес поступил неосторожно, положив в дупле под для себя коробку, в которой лежал документ и все его богатство, то именно эта неосторожность спасла ему жизнь. Луч солнца, проникнув сквозь ветви, скользнул по металлической коробке, и ее полированная поверхность сверкнула, как зеркало. Обезьяна со свойственной ее природе непостоянством тотчас отвлеклась. Ее мысли, если у животного могут быть мысли, сразу приняли иное направление. Она нагнулась, схватила коробку, попятилась и, поднеся ее к глазам, принялась вертеть в руках с удовольствием, разглядывая, как она блестит на солнце. Быть может, ее еще больше удивил звон лежащих в коробке монет. Как видно, ее пленила эта музыка. Точь-в-точь, погремушка в руках у ребенка. Потом обезьяна сунула находку в рот, и зубы ее скрипнули, скользнув по металлу. Однако она не пыталась его прокусить. Должно быть, Гуариба подумала, что нашла какой-то неведомый плод, что-то вроде громадного миндаля, у которого ядро болтается в скорлупе. Но если обезьяна вскоре поняла, что ошибается, она все же не захотела бросить коробку. Напротив, она крепче сжала ее в левой руке и выпустила дубину, которая, падая, обломила сухую ветку. Этот треск разбудил Тороса. И как человек, привыкший быть всегда на чеку и мгновенно переходить от сна к бодрствованию, он в ту же секунду вскочил на ноги. С первого взгляда он узнал, кто перед ним. «Гуариба!» — вскричал он. Рука его схватила, лежавшую возле него маншету, и он принял оборонительное положение. Испуганная обезьяна тотчас попятилась и, чувствуя себя менее уверенно перед проснувшимся человеком, чем перед спящим, сделала три быстрых прыжка и скользнула в чащу. «Вот что называется вовремя!» — воскликнул Торос. «Эта абразина, не раздумывая, прикончила бы меня!» Обезьяна остановилась в шагах в двадцати и глядела на него отчаянно гримасничая, как будто насмехаясь. Тут Торос вдруг увидел у нее в руках свою драгоценную коробку. «Мерзавка!» — закричал он. «Убить она меня не убила, а выкинула штуку почище, она меня обокрала!» Сначала мысль, что в коробке лежат все его деньги, не слишком огорчила Тороса, но, вспомнив, что там спрятан документ, с потерей которого безвозвратно погибнут все его надежды, он так и подскочил. «Тысяча чертей!» — завопил он. Теперь, желая во что бы то ни стало вернуть свою коробку, он бросился вслед за обезьяной. Торос прекрасно понимал, что догнать этого ловкого зверя будет совсем нелегко. По земле обезьяна бегала слишком быстро и по деревьям прыгала слишком высоко. Только меткая пуля могла достигнуть ее на земле или в воздухе. Но у Тороса не было никакого огнестрельного оружия. Его охотничий нож и мотыга послужили бы ему лишь в том случае, если бы он догнал гуарибу. Торос сразу убедился, что взять обезьяну можно только обманом. Стало быть, надо постараться перехитрить умное животное. Спрятаться за деревом, скрыться в густой чаще, разжечь ее любопытство и заставить либо остановиться, либо вернуться назад. Ничего другого не придумаешь. Так он и поступил. Некоторое время Торос проделал все эти маневры, но когда он скрывался, обезьяна терпеливо дожидалась, пока он появится вновь. И Торос только попусту тратил силы. Он устал, но ничего не добился. «Проклятая гуариба!» Вскоре воскликнул он. «Этак я ее не выманю, а она от чего доброго заведет меня обратно к бразильской границе. Если бы она хоть бросила мою коробку, так нет же. Ей нравится звон золотых монет. Ворюга, попадись ты мне в руки!» И Торос вновь пустился в погоню, а обезьяна с такой же ловкостью ускользала от него. Прошел целый час, но ничего не изменилось. Торос продолжал преследовать гуарибу с вполне понятным упорством. Как же он добудет себе состояние без этого документа? Постепенно им овладело бешенство. Он ругался, топал ногами, осыпал гуарибу угрозами и проклятиями. Обезьяна отвечала ему только насмешливыми гримасами, выводившими его из себя. И Торос снова бросался к ней. Он бежал вовсю прыть, задыхаясь, путаясь в высокой траве, продираясь сквозь густой кустарник, цепляясь за переплетающиеся лианы, сквозь которые гуариба проскальзывала со скоростью призового скакуна. В траве кое-где прятались толстые корни, преграждавшие ему путь. Он спотыкался, падал и снова вскакивал, и вскоре, сам того не замечая, он принялся кричать «На помощь! Ко мне! Держи вора!» Как будто кто-нибудь мог его услышать. В конце концов, силы ему изменили, он совсем задохнулся и вынужден был остановиться. «Вот дьявол!» — вырыгался он. «Когда я охотился в зарослях за беглыми неграми, и то было легче, а все-таки я поймаю эту проклятую обезьяну. Я не отстану от нее, пока меня носят ноги. Она еще увидит!» Заметив, что лесной стражник прекратил погоню, Гуариба остановилась. Она тоже отдыхала, хотя не была так измучена, как Торос, который не мог пошевелиться от усталости. Она простояла на месте минут десять, жуя какие-то корешки, вырванные ею из земли, и порой помахивала над ухом коробкой, звеня монетами. Взбешенный Торос стал швырять в обезьяну камнями, и даже не раз попадал в нее, но на таком расстоянии не мог причинить ей вреда. Однако пора было принимать какие-то меры. С одной стороны, продолжать гоняться за Гуарибой без надежды ее поймать было попросту бессмысленно. С другой, окончательно примириться с нелепой случайностью, погубившей все его хитроумные замыслы, признать себя не только побежденным, но обманутым и одураченным глупой обезьяной, было бы уж очень обидно. И все же Торос понимал, что когда стемнеет, воровка без труда скроется от него, а он, обворованный, пожалуй, не сможет даже выбраться на дорогу из этой чащи. Погоня завела его на несколько миль в сторону, от берега реки, и теперь ему будет нелегко вернуться назад. Торос заколебался. Он постарался хладнокровно обдумать свое положение, и, выкрикнув последнее проклятие, уже готов был отказаться от мысли вернуть себе свою коробку, как вдруг снова вспомнил о похищенном документе, о связанных с ним планах будущей жизни, и решил, что должен сделать еще одну, последнюю попытку. Он встал. У Гуариба тоже встала. Он сделал несколько шагов вперед, Гуариба сделала столько же шагов назад, но на этот раз, вместо того, чтобы углубиться в чащу, она остановилась у подножья громадного фикуса. Разнообразные виды этого дерева широко распространены во всем бассейне Верхней Амазонки. Обхватить ствол четырьмя руками, вскарабкаться вверх с ловкостью акробата, или, вернее, обезьяны, обвиться цепким хвостом за горизонтальные ветви в сорока футах над землей и взметнуться на самую вершину дерева, все это было для ловкой Гуарибы, сущей забавой, и заняло несколько секунд. Усевшись поудобнее на тонких, сбивавшихся под ее тяжестью ветвях, она продолжила прерванную трапезу, срывая теперь плоды, висевшие у нее под рукой. По правде говоря, Торосу тоже не мешало бы подкрепиться и промочить горло, но, увы. Сумка его совсем опустела, а флягу он давно осушил до дна. Однако он не повернул назад, а направился к дереву, хотя сейчас обезьяна стала и вовсе недоступной для него. Нечего было и думать о том, чтобы забраться на фикус, воровка тотчас перескочила бы на соседнее дерево. Она по-прежнему позванивала над ухом монетами в заветной коробке. В бессильной ярости Торос разразился бешеной бранью. Невозможно передать, какими словами он поносил Гуарибу. Но обезьяну, которая была всего лишь четвероруким животным, нисколько не трогала то, что возмутило бы представителя человеческой породы. Тогда Торос принялся ошвырять в нее камни, обломки корней, все, что попадалось ему под руку. Неужто он надеялся серьезно ранить обезьяну? Нет. Он просто не соображал, что делает. От бессильной злобы у него помутилось в голове. Быть может, в первую минуту он подумал, что Гуариба, перепрыгивая с ветки на ветку, нечаянно выронит коробку, или что она, не желая оставаться в долгу у противника, вдруг запустит коробку ему в голову. Но нет, Гуариба не хотела расставаться с добычей. И хотя она крепко сжимала коробку в одной руке, у нее оставалось еще три руки для передвижения. Торос совсем отчаялся. Он собирался уже бросить бесплодные попытки и вернуться к Амазонке, когда невдалеке вдруг послышались голоса. Да, звуки человеческой речи. Кто-то разговаривал в шагах в двадцати от того места, где стоял лесной стражник. Первым побуждением Тороса было спрятаться в густых зарослях. Как человек осторожный, он не хотел показаться, пока не узнает, с кем ему придется иметь дело. Взволнованный, настороженный, он ждал, прислушиваясь, когда вдруг раздался выстрел. Затем послышался крик, и смертельно раненая обезьяна рухнула на землю, по-прежнему сжимая в руке коробку. «Черт побери!» вскричал Торос. «Эта пуля прилетела весьма кстати!» Теперь он выскочил из чащи, не боясь, что его заметят, и увидел под деревьями двух молодых людей. Они оказались бразильцами и были одеты в охотничьи костюмы. Кожаные сапоги, легкие шляпы из пальмового волокна, блузы, или, скорее, куртки, стянутые у пояса, и более удобные, чем национальные пуншо. По чертам и цвету лица легко было узнать, что родом они португальцы. Оба держали в руках длинные ружья, какие изготавливаются в Испании, и немало напоминают арабские, с верным и довольно дальним боем. Жители лесов Верхней Амазонки хорошо владеют такими ружьями. Это подтверждало и только что прозвучавший выстрел. Гуариба была убита пулей в голову с расстояния более 80 шагов. За поясом у молодых людей виднелись особые кинжалы, называемые в Бразилии фока, с которыми охотники бесстрашно нападают на ягуаров и других хищников, хоть и не очень опасных, но довольно многочисленных в здешних местах. По-видимому, Торосу нечего было бояться этой встречи, и он бросился к трупу обезьяны. Но молодые люди шли туда же, а так как они были ближе к убитой гуарибе, то, пройдя несколько шагов, оказались лицом к лицу с Торосом. Лесной стражник уже вполне овладел собой. «Благодарю вас, господа!» — весело сказал он, приподнимая шляпу. «Убив этого злого зверя, вы оказали мне огромную услугу!» Охотники с недоумением переглянулись, не понимая, за что он их благодарит. Но Торос в нескольких словах рассказал им суть дела. «Вы думали, что убили просто обезьяну?» — закончил он. «А на самом деле убили хитрого вора!» «Если мы вам помогли,» ответил младший из охотников, «то, поверьте, сами того не зная. Тем не менее, мы очень рады, что нам удалось выручить вас». Отойдя на несколько шагов, он наклонился над обезьяной и, не без труда, разжав ей пальцы, вынул коробку из ее сведенной руки. «Должно быть, это и есть нужная вам вещь?» — спросил он. «Она самая!» — ответил Торос, схватив коробку. Из груди его вырвался вздох облегчения. «Кого же мне благодарить, господа? Кто оказал мне эту услугу?» — спросил он. «Мой друг Мануэль военный врач на службе бразильской армии», — ответил молодой человек. «Хоть я и застрелил обезьяну,» — заметил Мануэль, «но показал мне ее ты, милый Бенито». «В таком случае, господа, я обязан вам обоим, как господину Мануэлю, так и господину...» — «Бенито Горалю», — закончил Мануэль. «Лесной стражник должен был сделать большое усилие, чтобы не вздрогнуть, услышав это имя, особенно когда молодой человек любезно добавил, «Ферма моего отца, жаома Гораля, всего в трех милях отсюда, и если господин...» «Торос», — подсказал искатель приключений, «если господин Торос пожелает нас навестить, он встретит радушный прием». «Это вряд ли возможно», — ответил Торос. Смущенный этой неожиданной встречей, он колебался, не зная, как поступить. «Боюсь, право, что не смогу воспользоваться вашим приглашением, из-за происшествия, о котором я вам только что рассказал, я потерял много времени. А теперь мне надо поскорее вернуться к Амазонке. Я собираюсь спуститься до провинции Пара». «Ну что ж, господин Торос, возможно, мы встретимся с вами на этом пути», — сказал Бенито. «Отец тоже меньше, чем через месяц, собирается со всей нашей семьей спуститься вниз по течению Амазонки». «Вот как», — живо откликнулся Торос, «ваш отец думает пересечь бразильскую границу». «Да, он намерен отправиться в путешествие на несколько месяцев», — ответил Бенито. «Во всяком случае, мы надеемся его уговорить». «Верно, Мануэль?» Мануэль молча кивнул головой. «Ну что ж, господа», — заключил Торос, «тогда весьма возможно, что мы и правда встретимся по дороге. Но сейчас я, к сожалению, не могу принять ваше приглашение. Тем не менее, еще раз благодарю вас и считаю себя вдвойне вашим должником». И Торос поклонился молодым людям, а они ответили ему тем же и, повернувшись, отправились на ферму. Он же продолжал стоять, глядя им вслед. Наконец, потеряв их из виду, Торос пробормотал. «Ага, значит, он собирается перейти границу. Так пусть же переходит, тогда я буду еще крепче держать его в руках. Счастливого пути, Жоам Гараль!» С этими словами лесной стражник направился к югу, чтобы выйти на левый берег к Амазонке и кратчайшим путем. А вскоре скрылся в чаще леса. Глава третья. Семья Гараль. Деревня Икитос расположена на левом берегу Амазонки, приблизительно на 74-м меридиане, в той части Великой реки, где она еще называется Маранью, и где ее русло отделяет Перу от республики Эквадор, в 55 лье к западу от бразильской границы. Икитос была основана миссионерами, как и все городки-деревни, и самые маленькие поселки, встречающиеся в бассейне Амазонки. До 1817 года индейцы племени Икитос, бывшие некоторое время единственными обитателями этого края, селились в глубине страны и довольно далеко от реки. Но однажды, после извержения вулкана, все источники на их земле иссякли, и жители были вынуждены переселиться на левый берег Амазонки. Вскоре племя их слилось с индейцами прибрежной полосы Тикуна и Амага, и теперь в деревне Икито смешанное население. В состав его вошли несколько испанцев и две-три семьи метисов. Четыре десятка крытых солом и хижин, таких убогих, что только по крышам можно догадаться, что это человеческое жилье, вот и вся деревня, однако она очень живописно раскинулась на небольшом плато, возвышающемся футов на шестьдесят над рекой. К деревне ведет лестница из цельных бревен, укрепленных на склоне. Но пока путник не взберется по ее ступеням, он не может увидеть селение, так как снизу не хватает перспективы. Поднявшись, путник оказывается передалеко преодолимой живой изгородью из кустарников и древовидных растений, переплетенных длинными лианами, а над ними кое-где высится банановые деревья и струйные пальмы. В ту пору индейцы племени и кита сходили почти на гии, впрочем, надо полагать, мода не скоро изменит их первобытную одежду. Только испанцы и метисы, с пренебрежением относившиеся к своим темнокожим согражданам, носили простые рубашки, легкие хлопчатобумажные брюки и соломенные шляпы. Все они жили довольно бедно, к тому же мало общались между собой и собирались все вместе лишь тогда, когда колокол миссии взывал их в обельшалый домик, служивший им церковью. Однако, если условия жизни в деревушке и китос были почти первобытными, как, впрочем, в большинстве селений Верхней Амазонки, то стоило пройти меньше одного лье вниз по реке, и вы встречали на том же берегу богатую усадьбу, где жизнь протекала со всевозможным комфортом. То была ферма Жоама Гараля, к которой направлялись двое молодых людей, недавно повстречавших лесного стражника. Эта ферма или хутор, а по местному Фазенда, была построена много лет назад на излучине Амазонки шириной в 500 футов у места впадения в нее притока Риунаной, и теперь всячески процветала. К северу земли ее тянулись на целую милю вдоль правого берега Риунаной, а к востоку на такое же расстояние вдоль левого берега Амазонки. На западе маленькие речушки, впадавшие в Наной и несколько небольших в озер, отделяли ее от саванны и лугов, служивших пастбищем для скота. В 1826 году, за 26 лет до начала событий, описанных в нашем рассказе, Жоам Гараль впервые вошел в дом к владельцу этой фазенды. Ее хозяин португалец по имени Магальянс жил только тем, что добывал в окрестных лесах, и его недавно построенная усадьба занимала тогда не более полумили вдоль берега реки. Здесь Магальянс, гостеприимный, как все португальцы, старой закваски, жил с дочерью Екитой, которая после смерти матери вела его хозяйство. Магальянс был настоящим тружеником, упорным и неутомимым, но ему не хватало образования. Он еще мог руководить кучкой рабов и дюжиной наемных индейцев, но когда ему приходилось иметь дело с торговцами, он пасовал. И так, из-за недостатка у него знаний, хозяйство Магальянса не развивалось, и дела были немного запущены. Вот при таких обстоятельствах Жоам Гораль, которому исполнилось тогда всего 22 года, встретился с Магальянсом. Гораль попал в эти края измученный, без средств к существованию. Магальянс нашел его в лесу еле живого от голода и усталости. У португальца было доброе сердце, он не спрашивал молодого человека, откуда он пришел, а спросил только, в чем он нуждается. Благородное и гордое, хоть и измученное лицо Жоама Гораля тронуло Магальянса. Он приютил юношу, поставил на ноги и предложил остаться у него на несколько дней. Тот согласился и остался на всю жизнь. Вот при таких обстоятельствах Жоам Гораль поселился на ферме в Икитосе. Бразилец родом, Жоам Гораль, не имел ни семьи, ни состояния. Несчастье, говорил он, заставили его покинуть родину без надежды вернуться обратно. Гораль попросил у хозяина разрешения не рассказывать о постигших его бедах, столь же тяжких, сколь и незаслуженных. Он жаждал начать новую жизнь, жизнь полную труда. Он пришел сюда на удачу, думаю, устроиться на какой-нибудь фазенде в глубине страны. Он был умен и образован, во всем его облике было что-то внушавшее доверие и говорившее, что он человек честный и прямой. Проникшись к нему симпатии, Магалес предложил ему остаться на ферме, где своими знаниями он мог восполнить то, чего не хватало ее достойному хозяину. Жоам Гораль согласился, не раздумывая. Раньше у него было намерение устроиться в Серенгаль на добычу каучука, где умелый рабочий зарабатывал в то время пять-шесть пиастров в день и мог надеяться, что со временем, если ему повезет, сам станет фермером. Однако Магальянс правильно заметил, что хотя плата там и высока, зато работу можно получить только на время сбора каучука, то есть всего на несколько месяцев. А это не дает человеку прочного положения, к какому стремился Жоам Гораль. Португалец был прав. Жоам сразу согласился и без колебаний пошел работать на фазенду, решив посвятить ей все свои силы. Магальянсу не пришлось раскаиваться в своем великодушном поступке. Дела его стали поправляться. Торговля лесом, который он сплавлял по Амазонке в провинцию Пара с помощью Жоама Гораля, значительно расширилась. Фазенда постепенно росла и вскоре протянулась по берегу реки до самого устья Наной. Старое жилище перестроили и оно превратилось в прелестный двухэтажный дом, окруженный верандой, скрывавшийся в тени великолепных деревьев смоковниц мемоз, баугиний, паулиний, стволы которых были покрыты сеткой ползучих страста цветов, увиты бромелиями, с пунцовыми цветами, причудливыми лианами. Вдали за гигантским кустарником в густой чаще прятались различные постройки, где жили слуги фазенды. Хижины негров, шалаши индейцев и службы. Но с берега реки, заросшего тростником и водяными растениями, виден был только хозяйский дом. Широкая луговина, старательно очищенная от кустарника по берегам лагун, представляла собой прекрасное пастбище. Там паслось множество скота. Это служило новым источником дохода, ибо в этой богатой стране за четыре года стадо удваивается, да еще приносит десять процентов прибыли от продажи шкур забитого скота, мясо которого идет на пищу скотоводам. Кое-где на месте лесных вырубок были возделаны плантации маниока и кофе. Посадки сахарного тростника вскоре потребовали постройки мельницы для перемалывания стеблей, из которых потом изготовляли патоку, тафию и ром. Короче говоря, через десять лет после появления Жоама Гораля на ферме Икитос она стала одной из самых богатых фазент на Верхней Амазонке. Благодаря правильному ведению хозяйства молодым управляющим и его умению вести торговые дела, благосостояние фазенды росло с каждым днем. Но Магальянсу не требовалось так много времени, чтобы понять, чем он обязан Жоаму Горалю. Желая наградить его по заслугам, португалец сначала выделил ему долю доходов со своей фермы, а затем четыре года спустя сделал Гораля своим компаньоном, пользующимся равными правами и равной долей дохода. Однако он задумал сделать еще больше. Его дочь Якито, как и он сам, открыла в этом молчаливом юноше, мягком, с другими и строгом к себе, редкое сердце и недюжинный ум. Она его полюбила. Но хотя Жоам не остался равнодушным к достоинствам и красоте этой прелестной девушки, то ли из гордости, то ли из скромности он не думал просить ее руки. Несчастный случай ускорил его решение. Однажды Магальянс, распоряжавшийся на рубке леса, был смертельно ранен упавшим на него деревом. Его перенесли почти недвижимого на ферму, чувствуя, что конец его близок, он подозвал рыдавшую у его постели Якито и, соединив руки дочери и Жоама Гараля, заставил его поклясться, что он женится на ней. «Ты вернул мне мое состояние», «И я не умру спокойно, пока не упрочу этим союзом будущее моей дочери. Я могу оставаться ее преданным слугой, ее братом и защитником, не будучи ее мужем», возразил Жоам Гараль. «Я вам обязан всем, Магальянс, и никогда этого не забуду, а награда, которой вы одариваете меня, превышают все мои заслуги». Отец настаивал, близкая смерть не позволяла ему ждать, он требовал обещания, и Жоам Гараль дал ему слово. Яките было тогда 22 года, а Жоаму 26. Они любили друг друга и обвенчались за несколько часов до смерти Магальянса, у которого еще хватило сил благословить их союз. Вот каким образом Жоам Гараль в 1830 году стал владельцем Фазенды в Икитосе к радости всех ее обитателей. Ведь его союз с Якитой, союз их умов и сердец сулил лишь дальнейшее процветание фермы. Год спустя после свадьбы Якита подарила мужу сына, а еще через два года дочь. Бенито и Минья, внуки старого португальца, должны были стать достойными своего дедушки. Дети Якиты и Жоама достойными своих родителей. Маленькая Минья превратилась в прелестную девушку. Она ни разу не покидала Фазенды. Девочка выросла в чистой и здоровой среде на лоне великолепной тропической природы, а данного ей матерью воспитания и полученных от отца знаний было для нее вполне достаточно. Чему бы еще научили ее в монастырской школе Банауса или Беллена? Где нашла бы она лучшие примеры семейных добродетелей? Разве ее сердце и ум стали бы тоньше и отзывчивее вдали от родного дома? Если ей не суждено стать после матери хозяйкой Фазенды, то она будет достойно занять любое положение в другом месте. Что до Бенито, то тут другое дело. Его отец разумно считал, что ему нужно получить такое основательное и полное образование, какое давали в ту пору только в больших бразильских городах. К этому времени богатый владелец Фазенды мог ни в чем не отказывать сыну. У Бенито были недюжины способности, пытливый и живой ум и высокие душевные качества. В 12 лет его отправили в Белен, и там под руководством прекрасных педагогов были заложены основы, благодаря которым он стал впоследствии выдающимся человеком. Ему не были чуждые ни наука, ни литература, ни искусство. Учился он так усердно, как будто состояние его отца не позволяло ему ни минуты сидеть без дела. Он был не из тех, кто считает, что богатство избавляет от труда. Напротив, честный, прямой и решительный юноша был убежден, что тот, кто уклоняется от своих обязанностей, не достой называться человеком. В первые годы жизни в Белене Бенито познакомился с Мануэлем Вальдесом, сыном купца из Парра, с которым учился в одном учебном заведении. Сходство характеров и вкусов сблизило их, они крепко подружились и вскоре стали неразлучны. Мануэль, родившийся в 1832 году, был на год старше Бенито. Он жил с матерью на скромное наследство, доставшееся ей после смерти мужа. Закончив среднюю школу, Мануэль поступил в медицинский институт. Его всегда привлекала медицина, и он избрал себе благородную профессию военного врача. В то время, когда мы встретили двух друзей, Мануэль уже получил звание врача и приехал погостить несколько месяцев на Фазенде, где обычно проводил каникулы. Этот молодой человек с приятными манерами, благородным лицом и врожденным чувством собственного достоинства сделался вторым сыном для Жоама и Екиты. Но если став им сыном, он и считал себя братом Бенито, то по отношению к Миньи звание брата казалось ему недостаточным, ибо вскоре он почувствовал к ней гораздо более нежную привязанность, чем братскую любовь. В 1852 году, к началу нашей истории, прошло уже четыре месяца этого года, Жоаму Гаралю исполнилось сорок восемь лет. В изнурительном климате, который так быстро подтачивает здоровье, Гараль, благодаря своей воздержанности, умеренным вкусам и скромной трудовой жизни, сохранил силы, хотя многие люди здесь преждевременно старились. Коротко остриженные волосы и длинная борода его уже серебрились, придавая ему строгий вид уританина. Неподкупная честность, которой славились бразильские купцы и землевладельцы, была словно написана на его лице, отличавшимся искренностью и прямотой. В этом внешне спокойном человеке угадывался внутренний огонь, сдерживаемый твердой волей, в ясном взгляде светилась живая сила и чувствовалось, что на него может положиться всякий, кто обратится к нему за помощью. А между тем, в этом спокойном человеке с крепким здоровьем, который как будто всего добился в жизни, можно было заметить какую-то затаенную грусть, и победить ее не могла даже нежная привязанность Екиты. Почему этот справедливый, всеми уважаемый фермер, имеющий все основания быть счастливым, никогда не сияет от счастья? Почему кажется, что он может радоваться лишь чужому счастью, но не своему? Неужели его гложет какое-то тайное горе? Вот вопрос, который постоянно мучил его жену. Еките минуло 44 года. В этой тропической стране, где женщины часто становятся старухами уже в 30 лет, она тоже сумела устоять против разрушительного влияния климата. Ее слегка отяжелевшее, но еще красивое лицо сохранило благородство линий классического португальского типа, в котором гордость так естественно сочетается с душевной прямотой. Бенито и Минья на нежную любовь родителей отвечали такой же горячей привязанностью. Бенито веселый, смелый, привлекательный юноша, ему шел тогда 22-й год, с душой нараспашку отличался живостью характера от своего друга Мануэля, который был более сдержан, более серьезен. Для Бенито, проведшего целый год в Белене, вдали от родной Фазенде, было великой радостью вернуться в отчий дом со своим молодым другом, вновь увидеть отца, мать и сестру, опять очутиться среди величественной природы Верхней Амазонки, ведь он был завзятым охотником среди девственных лесов, тайны которых еще много веков останутся недоступными человеку. Миньи только что сравнялась 20 лет. У этой прелестной девушки с темными волосами и большими синими глазами казалось, вся душа отражается во взоре. Среднего роста, стройная, грациозная, она красотой напоминала мать. Характером чуть посерьезнее брата, добрая, ласковая, приветливая, она была общей любимицей, что без сомнения подтвердил бы каждый слуга на ферме. А друга ее брата Мануэля Вальдеса не стоило и спрашивать о достоинствах девушки. Он был слишком заинтересованной стороной и потому не мог бы дать беспристрастный ответ. Описание семьи Гораля было бы неполным, если бы мы ничего не сказали об их многочисленных домочадцах. Прежде всего следует упомянуть 60-летнюю негритянку Сибеллу, отпущенную хозяином на волю, но из горячей привязанности к нему и его семье, оставшуюся у них в доме. В молодости она была нянькой Екиты. Как старый член семьи она говорила «ты» и матери и дочери. Вся жизнь доброй женщины прошла на этих полях среди этих лесов, на берегу реки, которая служила границей фермы. Она попала в Екита с ребенком в ту пору, когда еще существовала торговля неграми и никогда не покидала этого селения. Здесь она вышла замуж, здесь овдовела и потеряв единственного сына осталось служить у могильянца. Она знала только ту часть амазонки, которая всегда была у нее перед глазами. Назовем также и хорошенькую веселую мулатку, считавшуюся служанкой Миньей и ее ровесницу, горячо преданную своей юной хозяйке. Звали ее Лина. Этому милому, немного избалованному созданию прощали некоторую вольность обращения. Она же обожала свою госпожу. Живая, своевольная, ласковая и насмешливая, она делала, что хотела, ей все разрешалось в этом доме. Что касается работников Азенды, то они делились на две части. Индейцы, около сотни человек, работали на ферме за плату, а негры, их было вдвое больше, оставались еще рабами, но дети их рождались уже свободными. Жоам Гораль в этом отношении опередил бразильское правительство. Надо сказать, что в этой стране, ни в пример другим, с неграми, привезенными из Бенгалы, из Конго и из Золотого берега, обычно обращались довольно мягко, и уж во всяком случае на Фазенде в Икитосе никто не проявлял жестокости к невольникам, что так часто бывало на плантациях в других странах. Глава четвертая Колебания Мануэль любил сестру своего друга Беннито, и она отвечала ему взаимностью. Каждый из них сразу оценил другого, поистине они были достойной парой. Когда у Мануэля не осталось никаких сомнений в своих чувствах к Мини, он прежде всего открылся Беннито. Дружище Мануэль, тотчас откликнулся восторженный юноша, «Как я рад, что ты хочешь жениться на моей сестре. Только позволь действовать мне. Прежде всего я поговорю с матушкой и думаю, что могу обещать тебе ее согласие». Не прошло и получаса, как все было улажено. Беннито не сообщил своей матери ничего нового. Добрая Якито давно догадалась о чувстве зародившемся в сердцах молодых людей. Десять минут спустя Беннито уже был у сестры. Надо признаться, что и здесь ему не пришлось прибегать к красноречию. После первых его слов головка милой девушки склонилась на плечо брата и Минья воскликнула от всего сердца «Как я рада!» Признание едва не опередило вопроса. Все было ясно, Беннито только того и ждал. В согласии Жуама Гараля тоже никто не сомневался, но Якито и дети не сразу посвятили его в свои планы, потому что в беседе о предстоящей свадьбе собирались затронуть еще вопрос, разрешить который, возможно, будет гораздо труднее. Вопрос о месте, где состоится венчание. В самом деле, где лучше отпраздновать свадьбу? В жалкой деревенской хижине, служившей здесь церковью? А почему бы и нет? Ведь тут же Жуам и Якито, вступая в брак, получили благословение отца Пасани, бывшего тогда священником в Якитосе. В ту пору, как и в наши дни, гражданский брак в Бразилии не отделялся от церковного. И одной записи в церковной книге миссии было достаточно, чтобы удостоверить законность союза, не засвидетельствованного никаким государственным чиновником. Наверное, Жуам Гораль захочет, чтобы венчание состоялось в Якитосе с большой торжественностью в присутствии всех обитателей Фазенды, но если такова будет его воля, то ему придется выдержать серьезную борьбу. Мануэль, сказала девушка своему жениху, если б меня спросили, чего я хочу, то я предпочла бы венчаться не здесь, а в пара. Госпожа Вальдес нездорова, она не может приехать в Якитос, а мне не хотелось бы стать его дочерью, не познакомившись с ней. И мама одобряет меня, поэтому мы постараемся уговорить отца, чтобы он отвез нас в Беллен, к той, чей дом скоро должен стать и моим домом. Вы согласны? Вместо ответа Мануэль лишь нежно пожал руку Мини. Он тоже горячо желал, чтобы мать присутствовала на его венчании. Бенито полностью поддержал этот план. Оставалось только убедить Жоама Гораля. В этот день молодые люди отправились в лес на охоту, чтобы дать Якити поговорить наедине с мужем. Итак, после обеда супруги остались одни в просторной гостиной своего дома. Жоам Гораль только что вернулся с работы и прилег на диван из плетеного бамбука, когда немного взволнованная Якито подошла и села возле него. Решение сообщить мужу о чувствах Мануэля к их дочери нисколько не тяготило Якито. Предстоящая свадьба могла только упрочить счастье Мини, и Якито не сомневалась, что Жоам Гораль с радостью раскроет объятие новому сыну, достоинство которого он давно узнал и оценил. Но Якито понимала, что убедить мужа покинуть Фазенду будет нелегко. И правда, с тех пор, как Жоам Гораль еще юношей пришел в эти края, он никогда ни на день не выезжал из Фазенды. Хотя Амазонка, медленно катившая свои воды на восток, манила его вдаль, хотя Жоам каждый год сплавлял множество плотов в Манаус и Беллен и на побережье провинции Пара, хотя Бенит ежегодно уезжал из Думу после каникул, чтобы вернуться к занятиям, казалось, Гораль никогда не приходило в голову поехать вместе с сыном. Все, что добывалось на ферме, в лесах и на лугах, владелец Фазенды продавал на месте. Можно было подумать, что он не хочет выходить ни мыслью, ни взглядом за пределы созданного им земного рая, где была сосредоточена вся его жизнь. Если в течение двадцати пяти лет Жам Гораль ни разу не переходил бразильской границы, понятно, что его жена и дочь тоже никогда не ступали на бразильскую землю. А между тем, они обе давно мечтали поглядеть на эту красивую страну, о которой им так много рассказывал Бенито. Раза два-три Якито заговаривала об этом с мужем, но она заметила, что при одной мысли покинуть Фазенду хотя бы на несколько недель, печальное лицо его еще больше мрачнело, глаза затуманивались, и он говорил с мягким упреком. «Зачем покидать наш дом? Разве мы здесь несчастливы?» И Якито не решалась настаивать, заботливость и неизменная нежность этого человека делали ее такой счастливой. Однако на этот раз у нее был очень веский довод. Свадьба Минии была совершенно естественным поводом отвезти девушку в Белин, где ей предстояло жить с мужем. Там она должна узнать и полюбить мать Мануэля Вальдеса. Что может Жуам Гораль возразить против такого законного желания? И разве ему непонятно стремление Якито познакомиться с той, кто станет второй матерью ее девочки? Разве он не разделяет ее стремлений? Якито взяла мужа за руку и сказала ласковым голосом, который был лучшей музыкой в жизни этого труженька. «Жуам, я хочу поговорить с тобой об одном плане. Мы давно мечтаем его осуществить. Я уверена, что он обрадует тебя не меньше, чем меня и детей». «Что же это за план, Якито?» спросил Жуам. «Мануэль и Минья любят друг друга, и в этом союзе они должны найти свое счастье». При первых же ее словах Жуам Гораль вскочил, не сумев сдержать это порывистое движение, затем потупился, как будто хотел избежать взгляда жены. «Что с тобой, Жуам?» «Минья собирается замуж?» пробормотал он. «Друг мой», заговорила «Разве ты имеешь что-нибудь против этого брака? Разве ты сам не замечал, какие чувства питает Мануэль к нашей дочери?» «Да, не меньше года». Жуам снова сел, не договорив. Усилием воли он взял себя в руки. Непонятное волнение, вызванное словами его жены, прошло. Мало-помало он успокоился, взглянув на Якито и, задумавшись, долго глядел на нее. Якито снова взяла его за руку. «Милый Жуам», молвила она, «Неужели я ошиблась? Разве ты сам не думал, что рано или поздно этот брак совершится и принесет счастье нашей девочке?» «Да», проговорил Жуам, «Это так, несомненно. Однако, Якито, эта свадьба, эта свадьба, которую все мы предвидели, состоится когда? Скоро?» «Мы назначим ее, когда ты захочешь, Жуам». «И мы отпразднуем ее здесь, в Якитосе?» Этот вопрос дал Яките возможность высказать свое давнишнее горячее желание. Однако, она сделала это не без некоторой вполне понятной робости. «Послушай, Жуам», начала она, немного помолчав, «по поводу этой свадьбы у меня есть план, который, я надеюсь, ты одобришь. За 20 лет нашей жизни с тобой я не раз просила тебя свести нас с Мини в провинции Нижней Амазонки и в Пара, где мы никогда не бывали. Заботы о Фазенде и разные дела, требовавшие твоего постоянного присутствия, до сих пор не позволяли тебе исполнить нашу просьбу. Отлучка даже на несколько дней могла повредить твоим делам, но теперь они идут так хорошо, как мы и мечтать не могли, и если для тебя еще не настало время полного отдыха, то ты можешь позволить себе передышку хотя бы на несколько недель». Жуам Гораль ничего не ответил, но и Кита почувствовала, что рука его дрогнула в ее руке, как от внезапной боли. Однако губы Жуама тронула легкая улыбка, словно он молча приглашал ее закончить свою мысль. «Жуам», продолжала она, «вот возможность, какой нам больше никогда не представится, ведь Мини выйдет замуж, покинет нас и будет жить далеко. Это первое огорчение, которое нам доставит наша дочка, и у меня уже сжимается сердце, как только я подумаю о близкой разлуке. Так вот, мне хотелось бы проводить ее до Белина. Разве тебе самому не кажется, что нам следует познакомиться с матерью ее мужа, которая заменит ей меня, с той, кому мы доверим нашу дочь? Да и Мини не хотела бы огорчать госпожу Вальдес, отпраздновав свадьбу без нее, если бы в ту пору, когда мы поженились с тобой, милый движением. Друг мой, снова заговорила Якито, как бы мне хотелось вместе с Минией, нашими двумя сыновьями, и с тобой посмотреть родную Бразилию, спуститься по этой прекрасной реке до провинции на морском побережье. Мне кажется, что там разлука с дочерью будет мне не так горька. Вернувшись, я смогу мысленно увидеть ее в том доме, где она найдет вторую мать. Мне не придется представлять ее себе в неведомом краю, и я не буду чувствовать себя совсем чуждой ее жизни. На этот раз Жоам пристально глядел на жену. Он долго не спускал с нее глаз, но по-прежнему не произносил ни слова. Что происходило в его душе? Почему не решался он исполнить такую законную просьбу? Сказать «да» и доставить живую радость своим близким? Забота о деле не могла быть достаточно веской причиной, несколько недель отлучки им бы не повредили. Управляющий мог на время заменить его без ущерба для фазенды, и тем не менее он все еще колебался. Якита взяла руку мужа в свои и нежно сжала ее. «Милый Жоам», сказала она, «моя просьба не каприз, нет, я долго ее обдумывала, если ты согласишься, то осуществишь мою заветную мечту. Дети знают о нашем разговоре и тоже присоединяются к моей просьбе. Минья, Бенито, Эммануэль просят нас с тобой поехать с ними, доставь же им эту радость. Я добавлю еще, что нам кажется лучше отпраздновать эту свадьбу в Белине, чем в Икитосе. Это будет на пользу нашей девочки, ведет ее в общество, упрочит ее положение. Если она приедет с родителями, то не будет часть ее жизни». Жоам Гораль облокотился на стол и закрыл лицо руками, словно хотел собраться с мыслями, прежде чем ответить. По-видимому, его мучили сомнения, и он старался их преодолеть. Жена ясно чувствовала его тревогу, но не понимала ее. Тайная борьба. Взволнованная Якито почти раскаивалась, что затеяла этот разговор. Что ж, она подчинится любому решению Жоама. Если эта поездка ему тяжела, она откажется от нее и никогда больше не предложит ему покинуть Фазенду, никогда не спросит о причине его непонятного отказа. Прошло несколько минут. Жоам Гораль встал и, не оборачиваясь, подошел к двери. Казалось, он бросает прощальный взгляд на прекрасную природу, на этот уединенный уголок, где целых двадцать лет оберегал счастье всей своей жизни. Потом он медленно вернулся к жене. Лицо его приняло совсем иное выражение. Так выглядит человек, когда после мучительных колебаний приходит к важному решению. «Ты права», твердо сказал он Еките, «это поездка необходима. Когда ты хочешь ехать?» «Ах, Жоам, милый Жоам», воскликнула Екита, просияв от радости, «как я тебе благодарна и за себя, и за детей». И слезы умиления выступили у нее на глазах, когда муж прижал ее к сердцу. В эту минуту в саду у дверей дома послышались веселые голоса. Минуту спустя на пороге появились Бенито и Мануэль, а за ними и Минья, вышедшие из своей комнаты. «Дети, отец согласен», крикнул Екита, «мы все едем в Белин». Жоам Гораль с умрачным лицом, не произнося ни слова, принял пылкую благодарность сына и поцелуи дочери. «А когда вы думаете отпраздновать свадьбу, отец?» спросил Бенито. «Когда?» «Там будет видно», ответил Жоам. «Это мы решим в Белине». «Как я рада!» твердила Минья, совсем как в тот день, когда узнала о предложении Мануэля. «Наконец мы увидим Амазонку во всем ее величии, проследим ее путь по бразильским провинциям. Ах, отец, большое спасибо». И пылкая девушка, у которой уж разыгралось воображение, позвала книги и карты, по которым можно рассмотреть бассейн Великой реки. Нельзя путешествовать вслепую. Я хочу не только все видеть, но и все знать об этой царственной реке, самой большой реке на земле». Глава пятая Амазонка «Это величайшая река в мире», говорил на другой день Бенито Мануэлю. Молодые люди сидели вдвоем на берегу Амазонки на южной границе Фазенды и смотрели, как мимо них медленно катятся воды, которые берут начало в высоких отрогах Ант и, пройдя восемьсот льей, теряются в просторах океана. «И к тому же она дает морю самое большое количество воды», заметил Мануэль. «Такое большое», добавил Бенито, «что опресняет море на очень далеком расстоянии от своего устья и силой течения заставляет дрейфовать корабли, идущие восьмидесяти лье от берега. Мощное русло этой реки тянется в длину более чем на тридцать градусов широты, а бассейн ее с севера на юг занимает не менее двадцати пяти градусов». «Бассейн», вскричал Бенито, «разве можно назвать бассейном широкую равнину, по которой течет Амазонка? Эту бескрайнюю саванну без единого холма на ее просторах, без единой горы, ограничивающей ее горизонт». «И на всем ее протяжении», подхватил Мануэль, «словно тысячи щупалец громадного спрута, в нее впадают с севера и с юга двести притоков, которые сами тоже питаются бесчисленными притоками, и рядом с ними великие реки Европы кажутся простыми ручейками». «А на ее поверхности пятьсот шестьдесят островов, не считая мелких островков, неподвижных или плавучих образует настоящий архипелаг и вполне могли бы составить целое государство. А берега ее изрезали протоки, каналы, лагуны, заливы, озера, каких не встретишь в Швейцарии, Шотландии и Канаде, вместе взятых. Эта река с питающими ее тысячу протоками сбрасывает по Атлантический океан не меньше двухсот пятидесяти миллионов кубометров воды в час. Она служит границей двум республикам, и кажется, будто через этот канал сам Тихий океан хочет перелиться в Атлантический. А ее устье настоящий морской рукав, а посередине лежит остров Моражу, более пятисот илья в окружности. Сам океан силия сдержать напор этой реки во время приливов в грандиозной схватке вздымает исполинские валы, или поророку, по сравнению с которой приливы и прибои в устьях других рек кажутся лишь рябью, поднятые легким бризом. Для этой реки понадобилось три названия, и самые крупные суда могут подниматься вверх по ее течению с полным грузом на пять тысяч километров от устья. По этой реке, по ее притокам и по притокам притоков открывается торговый водный путь через весь Север Америки, начиная от Магдалены до Артыказа, от Артыказа до Кокета, от Кокета четыре тысячи миль речного пути, и остается лишь прорыть еще несколько каналов, чтобы эта судоходная система была завершена. Словом, перед нами самая удивительная и самая громадная водная система в мире. Молодые люди говорили об этой несравненной реке с каким-то восторженным иступлением, ведь они были детьми амазонки, чьи притоки почти столь же могучие, как и она сама стали водными дорогами, бегущими через всю Боливию, Перу, Эквадор, Новую Гренаду, Венесуэлу и четыре гвианы, английскую, французскую, голландскую и бразильскую. Сколько мы знаем племен, сколько народов, происхождение которых теряется вдали времен. Точно так же и с крупными реками на нашей земле их до сих пор еще не удается исследовать до конца. Многие государства претендуют на честь считаться их родиной. Амазонка не составляет исключения. Перу, Эквадор, Колумбия долго оспаривали честь считать ее своим детищем. В наши дни, однако, признано бесспорным, что Амазонка берет свое начало в Перу в округе Гуарако, районе Тарма, и вытекает из озера Лаурикоча, расположенного поблизости между одиннадцатым и двенадцатым градусами южной широты. Тем, кому хотелось бы думать, что она берет начало в Боливии и низвергается с гор Титикако, пришлось бы доказывать, что настоящей Амазонкой является Укаяли, возникшая из слияния Пару и Апуримака, однако, ныне это мнение уже опровергнуто. Вытекая из озера Лаурикоча, река бежит к северо-востоку на протяжении 560 миль и поворачивает прямо на восток лишь после того, как принимает в себя воды Большого притока Панте. На колумбийской и перуанской территории, вдоль до бразильской границы, река называется Маранью или, правильнее говоря, Мараньяо, ибо это ее португальское название слегка о францужина. От бразильской границы до Манауса, где в нее вливается великолепное Рио-Негру, река носит название Солемаес или Солемоэнс. По имени индейского племени Солемао, остатки которого еще можно найти в прибрежных провинциях, и, наконец, от Мануаса до моря, это уже Амазонас или река Амазонок. Так прозвали ее испанцы, потомки смелого Орельяны, из восторженных, но малоправдоподобных рассказов, которого они заключили, будто некогда существовало племя женщин-воительниц, живших на реке Ньямунда, одном из средних притоков Великой реки. Уже поначалу можно предвидеть, что Амазонка превратится в могучий поток. Никакие препятствия или пороги не преграждают ей дорогу от истоков до того места, где ложе ее слегка сужается, проходя между двумя живописными горными цепями. Пороги разбивают течение лишь там, где река поворачивает к востоку, пробивая себе путь сквозь поперечный отрог Ант. Здесь встречается несколько водопадов, и если бы не это препятствие, река бы была судоходна на всем своем протяжении, от устья до истоков. Но и теперь, как правильно заметил Гумбольд, большая часть реки свободна для судоходства. И с самого начала у нее нет недостатка в притоках, которые сами питаются водами множество речушек и ручьев. Таковы Чинчипе, впадающие в нее слева, с северо-востока, и Чачапояс, справа, с юго-запада. Затем слева Марона и Пастука, а справа Гуалага, которая теряется возле миссии Лагуны. Потом слева Чаамбира и Тигры, опять с северо-востока, а справа Гуалага, которая вливается в Амазонку на расстоянии в 2800 миль от Атлантического океана. Сюда могут подниматься по ее течению более чем на 200 миль и проникать в самое сердце Перу. И, наконец, справа возле миссии Сан-Джоаким Дамагуас, величественно пронеся свои воды через Пампасы, Сакраменто, появляется прекрасный Укаяли, в том месте, где кончается верхний бассейн Амазонки. Укаяли – крупная артерия, ставшая полноводной благодаря многочисленным притокам, вытекающим из озера Чукуито, на северо-востоке Арики. Таковы главные притоки Амазонки, высшее селение Икитос. В нижнем течении притоки ее становятся такими многоводными, что русла европейских рек были бы несомненно слишком узки, чтобы их вместить. С устьями этих притоков Ужуаму-Гаралю и его семье предстояло познакомиться во время путешествия вниз по Амазонке. К красотам этой бесподобной реки, орошающей самую красивую страну на земле и протекающей почти все время на несколько градусов ниже экватора, следует добавить еще одно качество, каким не обладают ни Нил, ни Миссисипи, ни Лингвинстон, в древности называвшийся Конго-Заир Ла-Лаба. Дело в том, что Амазонка, вопреки утверждениям малоосведомленных путешественников, протекает в той части Южной Америки, где самый здоровый климат ее бассейн постоянно продувают чистые западные ветры. Воды ее текут не по узкой долине, зажатой высокими горами, а по широкой равнине, простирающейся на 350 лье с севера на юг. Лишь кое-где, покрытой невысокими холмами, ее обивают могучие потоки воздуха. Широкая долина, служащая реке ложем, доступна морским ветрам, посылаемым ей Атлантическим океаном. Вот почему провинции, которым она дала свое имя, имеют неоспоримое право считаться самыми здоровыми в стране, слывущей, к тому же, одной из самых красивых на земле. Однако, не думайте, что водяная система Амазонки мало известна. Уже в XVI веке Харельяна, наместник одного из братьев Пизарро, спустился по Риу-Негру до ее слияния с Амазонкой и в 1540 году двинулся вниз по течению Великой реки, решившись проникнуть беспроводника вглубь страны. После полутора лет плавания, о котором Арельяна рассказал много чудес, он достиг ее устья. В 1636 и 1637 годах португалец Педро Таксейро поднялся вверх по Амазонке до Напо с флотилией 47 пирог. В 1743 году Лакандамин, измерив длину дуги Меридиана под экватором, покинул своих спутников Бугера и Годена де Садоне, сел на судно, спустился по Чинчипе до ее впадения в Маранью и достиг устья Напо 31 июля, как раз к моменту появления первого спутника Юпитера, что позволило Лакандамину, этому Гумбольту 18 столетия установить широту и долготу точки, в которой он находился. Затем он смотрел деревни на обоих берегах реки и 6 сентября прибыл в форт Пара. Это громадное путешествие дало очень важные результаты. Не только было нанесено на карту русло Амазонки, но также почти доказано, что она сообщается с Ореноко. 50 лет спустя Гумбольт и Бонплан дополнили ценные труды Локандамина, продолжив карту Мараньяно до реки Напо. С тех пор не прекращались путешествия как по Амазонке, так и по ее главным притокам. Но самый замечательный факт, делающий честь бразильскому правительству, следующий. 31 июля 1857 года, после многих споров между Францией и Бразилией о границе Гвианы, воды Амазонки были объявлены открытыми для судов, плавающих под любым флагом. А чтобы практика не расходилась с высокими принципами, Бразилия заключила договоры с соседними странами, дающими им право пользоваться всеми водными путями в бассейне Амазонки. В наши дни пароходные линии прямого сообщения с Ливерпулем, обставленные с комфортом, обслуживают реку от Устья до Манауса, другие пароходы поднимаются до самого Икитоса, и, наконец, множество судов, плавающих по рекам Тапажес, Мадейро, Рионеро, Урус, проникают в самое сердце Перу и Боливии. Легко себе представить, какой размах в скором времени получит торговля во всем этом громадном и богатом бассейне, равного которому нет в целом свете. Однако у этой заманчивой перспективы есть и своя оборотная страна. За такой прогресс обычно расплачивается туземное население. В верховьях Амазонки уже исчезло немало индейских племен, в том числе Курисикуру и Соримао. Если на Патамайо еще встречаются порой представители племени Юрии, то Ягуа совсем покинули эти места и перебрались на отдаленные притоки. А немногие оставшиеся Мауро бросили родные берега и бродят в лесах Жапурры. Да, берега реки Тунантен почти обезлюдили, а в устье Журуа кочует лишь несколько индейских семей. Теффе почти совсем опустело, и только у истоков Жапуры сохранились остатки великого племени Умайя. Куари совсем заброшено. На берегах Пуруса осталась лишь горсточка индейцев Мура. Из всего старинного племени Манаос уцелело лишь несколько семей кочевников. На берегу Рио-Негру живут одни метисы, потомки португальцев и индейцев, а ведь раньше здесь насчитывалось по 24 разных народностей. Таков закон прогресса. Индейцы в конце концов исчезнут. Под владычеством англосаксонцев вымерли австралийцы и жители Тасмании. Завоеватели Дальнего Запада уничтожили индейцев Северной Америки. Быть может, настанет время, когда арабы будут истреблены французскими колонизаторами. Однако пора нам вернуться к 1852 году. Многочисленные в наше время средства передвижения в ту пору еще не существовали и путешествие Жуамо-Горалли требовало не менее четырех месяцев, принимая во внимание тогдашние условия. Вот почему, когда два друга смотрели на медленное течение реки, катившие свои воды у их ног, Бенита задумчиво проговорил. Дружище Мануэль, ведь мы не расстанемся с тобой до самого Белена, значит, поездка покажется тебе очень короткой. Да, конечно, ответил Мануэль, но и очень долго, ведь Минья станет моей женой только в конце путешествия. Глава шестая. Целый лес повержен. Итак, семья Гораль была счастлива и довольна. Все с радостью готовились к чудесному путешествию по Амазонке. В эту поездку, рассчитанную на несколько месяцев, отправлялся не только владелец Фазенде со всей семьей, но и, как мы увидим дальше, их сопровождала и часть работников фермы. Видя вокруг столько счастливых лиц, Жан Гораль должно быть, забыл тревоги и заботы, которые раньше, казалось, отравляли ему жизнь. С того дня, как он принял твердое решение, он стал другим человеком, и когда начал собираться в дорогу, к нему вернулась прежняя энергия. Домашние с искренним удовольствием наблюдали его за работой. Подъем духа вызвал прилив физических сил. Жан Гораль стал таким же бодрым и деятельным, как в былые дни. В нем снова проснулся человек, привыкший жить на свежем воздухе, в живительной атмосфере лесов и полей, у струящихся вод. К тому же, за несколько недель, оставшихся до отъезда, ему предстояло закончить немало дел. Как говорилось выше, в те времена течения амазонки еще не браздили многочисленные пароходы, компании судовладельцев еще только собирались пустить их по реке и ее притокам, речные суда держали пока частные владельцы и обслуживали главным образом прибрежные поселения. По реке ходили следующие суденышки. Особый вид пироги уба, выдолбленная топором и выжженная из целого ствола, заостренным легким носом и более тяжелой полукруглой кормой, она вмещала от одного до двенадцати грибцов и поднимала до трех и даже четырех тонн груза. Затем эгаритея, широкий грубо-сколоченный баркас, посредине которого был устроен навес из листьев со свободным проходом впереди и скамьей для грибцов. И, наконец, жангада, довольно неуклюжий плод, идущий под треугольным парусом с соломенной хижиной, служивший плавучим домом для индейца и его семьи. Эти три вида судов составляли мелкую флотилию амазонки и могли перевозить очень ограниченное количество людей и товаров. Были тут суда и побольше, так называемые выжилинды, поднимающие от восьми до десяти тонн груза с тремя мачтами и красными парусами. В тихую погоду они идут на четырех тяжелых веслах, которыми очень трудно грести против течения. Были еще большие коберта, поднимающие до 12 тонн, похожие на китайские джонки, с рубкой на корме, небольшой каютой и двумя мачтами с квадратными парусами разной величины. При противном или очень слабом ветре индейцы пользовались на них еще десятью длинными веслами, которыми гребли, стоя на полубаке на носу судна. Но все эти водные средства передвижения не устраивали Жоама Гораля. Решив спуститься вниз по течению Амазонки, он сразу надумал воспользоваться этим путешествием для переброски большого количества товаров, ждавших отправки в провинцию Пара. Этот груз не требовал срочной доставки на место, и Гораль принял решение, которое должно было прийти всем по душе, кроме разве Мануэля. Молодой человек, вероятно, предпочел бы отправиться на самом быстроходном судне, но у него была на то особая причина. Как непримитивен, даже первобытен был способ передвижения, избранный Жоамом Горалем, он позволял взять с собой множество людей и плыть по течению со всевозможными удобствами и в полной безопасности. По его плану, часть Фазенды словно отделится от берега и поплывет по Амазонке со всеми своими обитателями, хозяином Фазенда, его семьей, слугами, работниками, вместе с их домами, хижинами, шалашами. В Акитосскую Фазенду входили великолепные леса, которые в центральной части Южной Америки, можно сказать, неистащимы. Жам Гораль прекрасно умел вести лесное хозяйство в этих краях, богатых чрезвычайно ценными и разнообразными древесными породами, которые шли на изготовление мачт и на всевозможные плотничные и столярные работы. Так что торговля лесом ежегодно приносила ему немалый доход. К тому же, разве река не была у него под рукой, чтобы сплавлять дары амазонских лесов в большей сохранности и с меньшими затратами, чем по железной дороге? Итак, Жам Гораль каждый год валил несколько сотен деревьев, связывал плоты из грубо обтесанных бревен, толстых досок и брусьев, составлял громадные плавучие караваны и сплавлял их вниз по течению под надзором опытных плотогонов, хорошо знающих глубины, мели и быстрины реки. Теперь Жам Гораль собирался поступить, как и в предыдущие годы. Но на этот раз, колотив плот, он решил всю коммерческую часть дела поручить Бенито, однако нельзя было терять даром и часа. Начало июня самое благоприятное время для отплытия, ибо в эту пору река вздувается благодаря разлившимся в верховьях притокам, а затем понемногу убывает вплоть до октября. Значит, к работам следовало приступить не мешкая, тем более, что на этот раз предстояло сделать плот необычных размеров. Гораль решил вырубить половину квадратной мили леса, росшего у слияния, на ней с амазонкой, то есть целый угол прибрежного участка Фазенды, и соорудить исполинскую жангаду, или плод величиной с маленький островок. Вот на такую-то жангаду, более устойчивую, чем любое местное судно, и более вместительную, чем сто связанных вместе эгориттой или вежелинт, жангараль, и решил погрузиться вместе с домочадцами и грузом. Как хорошо он придумал, воскликнула Мини, узнав о плане отца и захлопал в ладоши. Да, сказала Якито, в таких условиях мы доплывем до Белена в полной безопасности и совсем не утонем. А во время остановок будем охотиться в прибрежных лесах, добавил Бенито. Пожалуй, плыть придется довольно долго, заметил Мануэль. Не лучше ли выбрать какой-нибудь более быстрый способ спуститься по Амазонке? Конечно, путешествие предстояло довольно долгое, но никто не поддержал предложение слишком заинтересованного Мануэля. Жангараль вызвал к себе индейца, управляющего фазендой. Через месяц, сказал он ему, Жангада должна быть готова к отплытию. Мы примемся за работу сегодня же, господин Гораль, ответил управляющий. Работа предстояла немалая, всю первую половину мая около сотни индейцев и негров трудились, не покладая рук, и сотворили просто чудеса. Быть может, некоторые добрые люди, непривычные к такому уничтожению лесов, горько сетовали бы, видя, как многобековые исполины падают один за другим под топором дровосеков. Но деревьев росло такое несметное множество, как на берегах реки, так и на островах вверх и вниз по течению до самого горизонта, что вырубка участка в полквадратной мили не могла оставить в лесу заметные прогалины. Получив приказ от Джама Горали, управляющий со своими рабочими начал с того, что очистил почву от лиан, древовидных растений, трав и зарослей кустарника. Прежде чем браться за пилу и топор рабочие вооружились резаками, орудием, необходимым для всякого, кто хочет проникнуть в амазонские леса. Это широкие, слегка изогнутые клинки длиной в 2-3 фута, крепко насаженные на рукоять, которыми местные жители владеют с исключительной ловкостью. С помощью таких резаков рабочие за несколько часов вырубили подлесок, расчистили землю и проложили широкие просеки в густой чаще. Так лесорубы с фермы подготавляли себе почву, потом со старых деревьев, увитых лианами, заросших папоротником, кактусами, бровелиями и мхом сорвали их покров и обнажили кору. Но вскоре ее должны были ободрать со стволов как кожу с живого тела. Затем весь отряд лесорубов, гоня пред собой бесчисленные стаи обезьян, которым рабочие почти не уступали в ловкости, вскарабкался на вершины деревьев и принялся отпиливать могучие ветки, пока не очистил стволы до самой верхушки. Скоро в обреченном лесу остались лишь высокие голые столбы, а спиленные ветви пошли на местные нужды. Вместе со свежим воздухом сюда ворвались потоки света, и солнце проникло до влажной земли, которую оно, быть может, еще никогда не ласкало. Каждое дерево в этом строевом лесу было пригодно для крупных плотничных или столярных работ. Словно колонны из слоновой кости с коричневыми обручами вздымались восковые пальмы высотой в 120 футов, а толщиной в 4 в основании, дающие прочное, не гниющее дерево. Рядом с ними деревья мары, дающие ценный строевой материал, баригуды, стволы которых начинают утолщаться в нескольких футах над землей и достигают 4 метров в Абхуате. Они покрыты блестящей ржеватой корой с серыми бугорками, а тонкие верхушки их переходят в широкий плоский зонтик. Высокие бамбаксы с гладкими белыми необычайно стройными стволами. Рядом с этими великолепными представителями амазонской флоры падали на землю куатибы, их розовые вершины возвышаются куполами над всеми соседними деревьями, а плоды напоминают маленькие вазочки, где плотными рядами уложены каштаны. Древесина у них светло-лилового цвета и требуется специально для постройки судов. Потом разные сорта железного дерева, особенно иберератея с почти черной древесиной, такой прочной, что индейцы делают из нее свои боевые топорики. Жакаранда, еще более ценная, чем красное дерево. Цезальпина, которую можно найти только в глубине старых лесов, куда еще не проникла рука дровосека. Сапукая, высотой до 150 футов, который служит подпорками собственные побеги, вырастающие из ее корней в трех метрах от подножия. На высоте 30 футов они обвиваются вокруг ствола, образуя арки и превращая его в витую колонну с вершиной в виде ветвистого букета, расцвеченного растениями-паразитами в желтый, пурпурный и белоснежный цвета. Через три недели после начала работы на лесистом мысу между Амазонкой и ее притоком Нанной не осталось ни одного дерева. Все было вырублено начисто. Жам-Гараль не велел оставлять даже молодую поросль, которая через 20-30 лет могла снова стать таким же лесом. Лесорубы не пощадили ни одного деревца, не оставили даже вех, чтобы наметить границы будущей вырубки. Все было снесено под гребенку. Сейчас деревья спилили под корень, а придет время, выкорчают и пни, которые будущая весна снова покроет зелеными побегами. Эта квадратная миля земли с двух сторон омываемая водами Великой реки и ее притока предназначалась для другого. Она должна быть вспахана, обработана, засажена, засеяна, а на следующий год всходы маниока, кофе, иньяма, сахарного тростника, кукуруза, арахиса покроют почву, еще недавно затененную густым тропическим лесом. Не прошла и третья неделя мая, как все деревья были уже отобраны по сортам и по степени их плавучести и симметрично разложены на берегу Амазонки. Здесь и должен был строиться исполинский плод жангада, которая с множеством построек для слуг и экипажа превратится в настоящую плавучую деревню. Потом настанет час, когда река, вздувшаяся от весеннего паводка, поднимет этот плод и унесет вдаль за сотни миль к побережью Атлантического океана. Все это время Жоан Гораль был целиком поглощен работами. Он сам руководил всем. Сначала на месте вырубки, потом на краю Фазенды возле реки, где на широком песчаном берегу были разложены составные части плота. И Кита же вместе хотя старая негритянка никак не могла понять, зачем уезжать оттуда, где всем так хорошо. «Но ты увидишь много такого, чего ты никогда не видела», твердила ей Акита. «А будет ли оно лучше того, что мы привыкли видеть?» неизменно отвечала Сибелла. Ну, а Минья и ее наперстница Лина больше думали о том, что касалось их самих. Для них дело шло не о простом путешествии, они навсегда уезжали из дому. Им надо было предусмотреть тысячу мелочей, связанных с устройством в новой стране, где юная мулатка собиралась по-прежнему жить возле той, к которой она так привязалась. У Миньи было тяжело на сердце, но хохотушку Лину ничуть не огорчала разлука с Экитосом. С Миньей Вальдесона заживет нисколько не хуже, чем с Миньей Гораль. Отучить Лину смеяться можно было бы, только разлучив ее с хозяйкой, но об этом никто не помышлял. Бенито по мере сил помогал отцу во всех работах. Таким образом, он учился управлять фазендой, владельцем которой, вероятно, станет со временем, а спускаясь вниз по реке, будет приобретать навыки в коммерции. А Мануэль делил свое время между домом, где Экитос дочерью не теряли даром ни минуты и местом вырубки, куда Бенито тащил своего друга чаще, чем тому бы хотелось. Впрочем, Мануэль делил свое время очень неравномерно, и это вполне понятно. Глава седьмая. Вслед за Лианой. Наступило воскресенье 26 мая, и молодежь решила немного отдохнуть и развлечься. Погода стояла прекрасно, и воздух освежал легкий ветерок Скородельер, смягчавший жару. Все манило из дому на прогулку. Бенито и Мануэль пригласили Минью пойти с ними в большой лес, раскинувшийся на правом берегу Амазонки напротив Азенды. Они сказали, что хотят попрощаться с чудесными окрестностями Икитоса. Молодые люди решили захватить с собой ружья, но обещали не покидать своих спутниц и не гоняться за дичью. В этом можно было положиться на Мануэля. А девушки, ибо Лина не могла расстаться со своей хозяйкой, просто пойдут с ними погулять, ведь их не испугает расстояние в два-три Илья. Жуаму и Яките было некогда гулять с ними. Во-первых, план Джангады был еще не закончен, а с постройкой плота нельзя было запаздывать, а во-вторых, Якита и Сибела, хотя им и помогала вся женская прислуга Фазенды, не хотели терять даром ни часа. Миня с радостью приняла приглашение, и так после завтрака часов в одиннадцать двое молодых людей и две девушки отправились на берег к тому мысу, где сливались две реки. Их сопровождал негр-слуга, все уселись в одну из лодок Уба, перевозивших людей с фермы, и проплыв между островами Икитос и Парианта, пристали к правому берегу Амазонки. Лодка причалила к естественной беседке из великолепных древовидных папоротников, увенчанных на высоте тридцати футов, словно ореолом из мелких покрытых зеленым бархатом веточек с тончайшим кружевом резных листочков. А теперь Мануэль сказала Минья, я покажу вам этот лес, ведь вы чужестранец в верховьях Амазонки, а мы здесь дома, позвольте же мне выполнить обязанности хозяйки. Дорогая, ответил молодой человек, вы будете такой же хозяйкой у нас в Белене, как и у себя на Фазенде в Икитосе, там, как и здесь. Послушай-ка, Мануэль, и ты, сестрица, воскликнул Бенито, надеюсь, вы пришли сюда не за тем, чтобы любезничать. Забудьте хоть ненадолго, что вы жених и невеста. Ни на час, ни на минуту, возразил Мануэль. А если Минья тебе прикажет? Не прикажет. Как знать, засмеялась Лина. Лина права, сказала Минья, протягивая руку Мануэлю. Постараемся забыть. Давайте забудем, этого требует мой брат. Мы порываем все связи. На время этой прогулки мы больше не жених и невеста. Я не сестра Бенито, а вы не его друг. Еще что, вскричал Бенито. Браво, браво, мы все незнакомы между собой, подхватила Лина, хлопая в ладоши. Мы все чужие и встречаемся в первый раз, продолжала Минья. Мы здороваемся, знакомимся. Сударня, проговорил Мануэль, низко кланясь девушке. С кем я имею честь говорить, сударь, спросила Минья с полной серьезностью. С Мануэлем Вальдесом, который будет счастлив, если ваш брат сей изволит представить его. Ох, к черту все эти проклятые церемонии, закричал Бенито. Бросьте эту дурацкую затею. Будьте уж лучше помолвлены, друзья мои, будьте помолвлены сколько угодно, хоть навсегда. Да, навсегда, отозвалась Минья. Ответ ее прозвучал так непосредственно, что Лина рассмеялась еще громче. Мануэль поблагодарил девушку нежным взглядом за это невольно вырубавшееся слово. — Если мы, наконец, пойдем, мы будем меньше болтать. Ну, путь! — крикнул Бенито, чтобы выручить смущенную сестру. Но Минья не спешила. — Погоди, Бенито, сказала она. Ты видел, я готова была слушать тебя. Ты хотел заставить нас с Мануэлем забыть, кто мы, чтобы мы не портили тебе прогулку, а теперь ты тоже исполни мою просьбу, чтобы не портить прогулки и мне. Хочешь или не хочешь, но обещай мне забыть. — Забыть? — Да, забыть, что ты охотник, дорогой мой братец. — Как ты мне запрещаешь? — Я запрещаю тебе стрелять во всех этих прелестных птичек, попугаев, кассиков, куруку, которые так весело порхают по лесу. запрещай убивать всякую мелкую дичь, которая нам сегодня совсем не нужна. Вот если какой-нибудь ягуар или другой хищник подойдет слишком близко, тогда стреляй. — Ну, начал Бениту, а то я возьму под руку Мануэля, и мы убежим, заблудимся в лесу, и тебе придется нас разыскивать. — Ну, как тебе очень хочется, чтобы я отказался? — спросил Бениту, взглянув на Мануэля. — Еще бы, ответил тот. — Так нет же, я не откажусь, я подчинюсь тебе назло. Идем. И все четверо, а за ними и негр-слуга, вошли под своды высоких деревьев, густая листва, которых не позволяла солнечным лучам проникнуть до земли. Нет места великолепнее, чем эта часть правого берега Амазонки. Здесь в живописном беспорядке растет столько разнообразных деревьев, что на пространстве в четверть квадратной мили можно насчитать до ста различных пород, и каждая из них чудо растительного царства. К тому же всякий лесник сразу заметил бы, что здесь никогда не работал топор дровосека. Если даже пройдут века после вырубки, легко обнаружить нанесенные лесу раны. Будь заново выросшим деревьям хоть сто лет, лес все равно утратил бы свой первоначальный вид. Главным образом, потому что изменились бы породы лиан и других паразитических растений. Это своеобразный признак, и местный житель тут не ошибется. Веселая компания, болтая и смеясь, пробиралась в высокой траве сквозь кустарники под ветвями под леска. Впереди шел негр, и когда заросли становились особенно густыми, расчищал путь своим резаком, разгоняя мириады пташек. Минья недаром выступила в защиту крылатого народца, порхающего среди листвы высоких деревьев. Тут встречались самые красивые представители тропического царства пернатых. Зеленые попугаи, крикливые ары, казались плодами на ветвях лесных исполинов. Многочисленные виды калибри, синегорлые, топазовые, эльфы с длинными раздвоенными хвостами, пестрели вокруг словно цветы, и казалось, что ветер перебрасывает их с ветки на ветку. Крапивники с коричневой каемкой на оранжевых перьях, снежно-белые птицы колокольчики, черные как ворон, кохлатые касики свистели и щелкали и голоса их сливались в оглушительный хор. Тукан длинным клювом долбил золотые грозди гуири, зеленый бразильский дятел кивал узкой головкой в пурпурных крапинках, все они пленяли глаз. Но это крикливое племя умолкало, замирало, как только над вершинами деревьев слышался скрипучий, словно ржавый флюгер, голос светло-рыжего коршуна, прозванного «Кошачья душа». Он гордо парил, распустив длинные белые перья на хвосте, но тотчас трусливо прятался, едва в небе появлялась гарпия, большой орел с белоснежной головой, угол всего пернатого народца. Мини уговаривал Эммануэля любоваться чудесами природы, которых он не мог увидеть в их первозданной красоте у себя, в более цивилизованных восточных провинциях. Но Мануэль больше глядел на девушку, чем слушал ее. К тому же пение и крики тысяч птиц были порой так пронзительны, что заглушали ее голос. Только звонкий, как колокольчик, смех Лины мог поспорить со всем этим пением, щебетом, свистом, воркованием, щелканьем, чириканьем, звучащим со всех сторон. За целый час молодежь прошла не больше мили. Отступая от берега, деревья меняли свой облик. Теперь жизнь животных приходилось наблюдать не на земле, а в шестидесяти или восьмидесяти футах над землей, где стайки обезьян гонялись друг за другом между ветвями. То тут, то там солнечный луч, пробивший сквозь листву, освещал подлесок. Как видно, в этих тропических лесах солнечный свет не так уж необходим для роста растений. Как будто и для деревьев, и для кустарников достаточно одного воздуха, а все необходимое им тепло они получают не из окружающей их атмосферы, а черпают прямо из почвы, где оно накапливается, как в громадном колорифере. А внизу зарослих бромелей, серпантинов, орхидей, кактусов, образующих миниатюрный лес у подножия большого, сколько невиданных насекомых, которые хочется сорвать, так похожи они на живые цветы. Тут и нестеры с синими переливчатого муара и бабочки лелюс с золотым отливом и зелеными полосками и пяденицы длиной в 10 дюймов у них как будто вместо крыльев листочки и пчелы морибунда точь-в-точь живые изумруды в золотой оправе. Целые легионы жуков и светляков с бронзовым щитком и зелеными накрыльями. Глаза их светятся желтоватым светом и с наступлением ночи они мерцают в лесу разноцветными огоньками. Вот сколько у нас чудес! То и дело восклицала восторженная девушка. Ты у себя дома, Миния, ведь ты сама это сказала, заметил Бенито. Зачем же ты хвалишься своими богатствами? Смейся, смейся, возразила Миния. Я в праве хвалить эти прекрасные творения, верно, Мануэль? Ведь они созданы рукой Божьей и принадлежат всем. Пусть Бенито смеется, сказал Мануэль. Он не хочет признаться, что в душе он и сам поэт, и не меньше нас любуются их красотой. Но когда у него в руках ружье, прощай, поэзия. Будь же сейчас поэтом, брат, попросила девушка. Ладно, буду поэтом, проговорил Бенито. О, волшебная природа! И так далее, и тому подобное. Однако, надо сознаться, что, запретив брату стрелять, Минья потребовала от него большой жертвы. В лесу было полно дичи, и Бенито не раз пожалел, что не может воспользоваться ружьем для меткого выстрела. И правда, в менее густых зарослях, на открывшихся кое-где прогалинах, нередко появлялись крупные страусы Нанду, ростом в 4-5 футов. Их сопровождали сериемы, лесные индюки, мясо которых еще вкуснее мяса крупных страусов, за которыми они следуют. «Вот чего я лишаюсь из-за моего злосчастного обещания», вскричал Бенито, который только-только приложился, чтобы выстрелить, но по знаку сестры опустил ружье. «Надо щадить серием», заметил Мануэль. «Они неутомимые истребители змей». «Надо щадить и змей, потому что они пожирают вредных насекомых, и насекомых, потому что они уничтожают еще более вредных тлей». «Если так, надо щадить всех и все». Но вскоре молодой охотник подвергся еще более тяжкому испытанию. Теперь лес так и кишил дичью, то тут, то там появлялись небольшие краксы цвета, кофе с молоком, пекари, местная порода кабанов, которых очень ценят любители дичины, агути, заменяющие в Южной Америке зайцев и кроликов, броненосцы с чешуйчатым словно мозаичным щитом, принадлежащие к отряду неполнозубых. И право же Бенито проявил не только стойкость, но и героическую выдержку, когда перед ним промелькнул топир из породы, называемый в Бразилии антас. Этот толстокожий зверь, младший брат слона, теперь почти не встречается на берегах Верхней Амазонки и ее притоков, и потому так привлекает охотников, а еще больше гурманов, ибо мясо у него вкуснее говядины. В особенности толстый загривок, поистине лакомый кусочек. Да, ружье просто жгло руки бедного юноши, но верный своему обещанию он больше не пытался им воспользоваться. И все же он предупредил сестру, что если на расстоянии выстрела увидит Тамандула, очень забавного большого муравьеда, подстрелить которого, как считают охотники, удается только мастеру, то ружье у него тогда выстрелит само. Но, к счастью, большой муравьед не попадался им на пути, так же, как ягуары и кугуары, которых в Южной Америке называют онко. Вот кого в самом деле нельзя подпускать на близкое расстояние. Ну что ж, проговорил Бенито, останавливаясь. Гулять, конечно, очень приятно, но гулять без всякой цели. Без цели, отозвалась его сестра, но ведь у нас есть цель. Смотреть, любоваться, в последний раз пройтись по здешним местам, ведь такого леса мы больше нигде не увидим и надо попрощаться с ним. А я придумала, подала вдруг голос Лина. Разве наша сумасбродка Лина может придумать что-нибудь разумное, покачал головой Бенито. Нехорошо смеяться над Линой, возразила Минья, когда она старается найти для нашей прогулки цель, без которой тебе скучно. Тем более, что моя выдумка вам понравится, я уверена. Что же ты придумала, спросила Минья. Видите эту лиану? И девушка указала на лиану из породы сипо, обвившую ствол громадной мимозы, у которой легкие, как перышки и листочки, свертывая от малейшего шума. Ну и что, спросил Бенито. Я предлагаю всем идти вдоль этой лианы, пока мы не найдем ее конец. Хорошая идея. Так у нас и впрямь будет цель, подхватил Бенито. Пойдем за лианой, какие бы не встретились препятствия, заросли, чащи, скалы, ручьи, потоки. Нас ничто не остановит, мы пойдем за ней, несмотря ни на что. А ведь ты был прав, Бенито, засмеялась Минья. Лина и впрямь у нас сумасбродка. Понятно, ответил ей брат. Ты называешь так Лину, чтобы не назвать сумасбродом меня за то, что я ее одобряю. Ну что ж, будем сумасбродом, если вам хочется, согласилась Минья. Идем вслед за лианой. А вы не боитесь, начал было Мануэль. Снова возражение я, закричал Бенито. Ах, Мануэль, ты бы не спорил, а сразу помчался вперед, если бы у конца лианы тебя ждала Минья. Молчу, молчу, ответил Мануэль. Не говорю ни слова и повинуюсь. Следуем за лианой. И они отправились веселые, как дети, в дни каникул. Эта ползучая плеть могла завести их очень далеко, если бы они упорно следовали за ней до конца, как за нитью Ариадной, с той разницей, что нить наследницы Минуса помогала выбраться из лабиринта, а лиана заводила в него все глубже. То была лиана, известная под названием красная жопеканга, длина которой достигает порой нескольких лье, но в конце концов они могли и отступиться от своей затеи, она ведь не была делом чести. Лиана перекидывалась с дерева на дерево, то обвиваясь вокруг стволов, то свисая фистонами с ветвей. Тут она протягивалась от бамбакса к палисандровому дереву, там от бертолеции к пальме баккаба, ветви которой Агасис так метко сравнил с длинными коралловыми палками, усеянными зелеными точками. Затем лиана тянулась среди тукумов с такими же причудливо изогнутыми стволами, как у столетних олив. Среди фикусов, которых насчитывается в Бразилии не менее сорока разновидностей, все они относятся к семейству тутовых и дают нам каучук. Среди гуальт, красивых пальм с гладким стройным стволом, какаовых деревьев, дикорастущих в лесу на берегах Амазонки и ее притоков, разнообразных мелостом, украшенных розовыми цветами или кистями беловатых ягод. Сколько было остановок, сколько крику, когда веселая компания думала, что потеряла путеводную нить. Приходилось снова ее отыскивать, освобождать, распутывая клубок растений-паразитов. «Вот, вот она!» кричала Лина. «Я ее вижу!» «Ошибаешься!» отвечала Миния. «Это лиана другой породы?» «Нет, нет, Лина права», говорил Бенито. «Нет, Лина ошибается», возражал И начинался спор, очень серьезный, очень обоснованный, которым ни одна из сторон не желала уступать. Тогда негр взбирался на одно дерево, Бенито на другое, они карабкались на ветве, обвитые лианой, чтобы точно определить, куда она тянется. Однако им нелегко было разобраться в этой путанице переплетающихся растений, между которыми петляла лиана, прячась среди бромелей, карата с острыми шипами, орхидеи, величиной с ладонь, с розовыми лепестками и фиолетовым пестиком, и тонких ансидий, запутанных, как клубок шерсти, попавший в лапы котенку. А потом, когда лиана вновь спускалась на землю, как трудно было отыскать ее под покровом плаунов, геликоний с большими листьями, калиандр с розовыми хохолками, репсалий, которые обвивали ее, как изоляционная лента, электрический провод среди кустов больших белых ипомей, под мясистыми стеблями ванили, в зарослях страста цвета, дикого винограда и всевозможных ползучих растений. Но зато, какой радостный вопль раздавался, когда молодежь вновь находила лиану, и с каким пылом все продолжали прерванный поход. Так пробирались они не меньше часа, но пока ничто не предвещало близость желанной цели. Порой они сильно встряхивали лиану, но она не поддавалась, и только сотни птиц разлетались в разные стороны, а обезьяны прыгали с дерева на дерево, словно указывая им путь. Если дорогу им преграждала густая чаща, тогда резак прорубал узкий проход, и все устремлялись туда. Если же перед ними вставала высокая заросшая зеленью скала, по которой лиана избивалась как змея, они карабкались вверх и преодолевали это препятствие. Наконец перед ними открылась широкая прогалина. На ней одиноко стояло большое банановое дерево, обиваемое свежим воздухом, который ему также необходим, как и солнечный свет. Этот тропический великан, по словам Гумбольта, служил человеку еще на заре культуры и был главным кормильцем жителей жарких стран. Длинная плеть лианы свисала фистонами с высоких ветвей и, пересекая прогалину, снова скрывалась в чаще. «Может, мы наконец остановимся?» спросил Мануэль. «Нет, ни за что!» закричал Бениту. «Не остановимся, пока не дойдем до конца лианы». «Однако нам придется скоро повернуть назад», заметила Минья. «О, пожалуйста, пойдем еще хоть немного», возмолилась Лина. «Дальше, дальше», твердил Бениту, и наши сумасброды снова углубились в лес, который стал пореже и позволял им идти немного быстрее. К тому же Лиана повернула на север, как будто хотела вернуться к реке, что было бы им на руку, значит, можно следовать за ней и, выйдя на правый берег, подняться к переправе. Через четверть часа все спустились во враг и остановились перед небольшим притоком Амазонки. Но через этот ручей был перекинут мостик из лиан и сплетенных ветвей, а Лиана, раздвоившись, образовала над ним как бы перила, тянущаяся на другой берег. Бенито, шедший все время впереди, уже ступил на этот зыбкий живой мосток. Мунель попытался удержать Минью. «Остановитесь, не ходите, Минья», сказал он, «пусть Бенито идет дальше, если ему хочется, а мы подождем его здесь». «Нет, идемте, идемте вперед, прошу вас, идемте», закричала Лина. «Не бойтесь, Лиана уже становится тоньше, конец». И не раздумывая, Лина смело пошла за Бенито. «Они просто дети», сказала Минья. «Пойдемте, милый Мануэль, надо идти за ними». И, перейдя мосток, который раскачивался под ними, как качели, они снова вошли под своды высоких деревьев. Но не прошли они и десяти минут, следуя за нескончаемой Лианой, как вдруг все сразу остановились и на этот раз не без причины. «Ну как, дошли мы до конца Лианы?» спросил Эмини. «Нет», ответил Бенито, «но теперь мы должны идти очень осторожно, видите?» И Бенито указал на Лиану, скрывавшуюся в ветвях высокого фикуса. Она сильно вздрагивала, словно от каких-то толчков. «Кто ее там дергает?» спросил Мануэль. «Быть может, какой-нибудь зверь, к которому следует приближаться с опаской». И Бенито, взведя курок, подал знак, чтобы за ним не ходили и сделал шагов десять вперед. Мануэль, две девушки и негр остались на месте. Вдруг Бенито вскрикнул и бросился к дереву. Все кинулись за ним. Какое неожиданное и жуткое зрелище! На конце тонкой, как веревка, лианы, завязанной петлей болтался повешенный человек и дергал ее в последних конвульсиях. Бенито бросился к несчастному и одним взмахом охотничьего ножа перерезал лиану. Повешенный свалился на землю. Мануэль тотчас склонился над ним, чтобы оказать ему помощь и вернуть к жизни, если еще не поздно. «Бедняжка», прошептала Миния. «Господи, Мануэль, господин Мануэль, он еще дышит», закричала Лейна. «Сердце бьется, ей-богу», отозвался Мануэль, «но еще немного, и все было бы кончено». Спасенный был белый на вид лет тридцати, бедно одетый, очень истощенный и, по-видимому, переживший тяжелые испытания. У ног его лежала брошенная на землю пустая тыквенная фляга и бельбокки из пальмового дерева, у которого вместо шарика болталась на шнурке черепашья головка. «Повесился, повесился», твердила Лина, «такой молодой, что могло его до этого довести». Но Мануэль вскоре привел беднягу в чувство. Он открыл глаза и охнул так неожиданно и громко, что испуганная Лина невольно вскрикнула ему в ответ. «Кто вы такой, друг мой?» спросил его Бенито. «Бывший удавленник, как я полагаю». «А ваше имя?» «Постойте минутку, дайте вспомнить». И он провел рукой по лбу. «Меня зовут Фрагазо, к вашим услугам. Если буду в состоянии, могу вас постричь, побрить и причесать по всем правилам моего искусства. я цирюльник, или лучше сказать самый несчастый Фигаро на свете». «А почему вы вздумали?» «Что поделаешь, сударь?» ответил, улыбаясь Фрагазо. «Минута отчаяния, о которой я, наверное, пожалел бы, если можно о чем-нибудь жалеть на том свете. Но мне оставалось шагать еще восемьсот Илье, а у меня не гроша в кармане. Есть отчего приуныть. Я совсем раскис. Вот в чем дело». У этого Фрагазо было добродушное и приятное лицо. Он понемногу приходил в себя. И становилось ясно, что от природы у него веселый нрав. Он был бродячим цирюльником из тех, что ходят по берегам Верхней Амазонки из деревни в деревню и занимаются своим ремеслом, обслуживая негров и негритянок, индейцев и индианок, которые очень ценят их услуги. Но бедный Фигаро, одинокий, несчастный, не евший двое суток, заблудился в лесу и в минуту отчаяния потерял голову. Остальное мы уже знаем. «А сейчас, друг мой, сказал Бениту, пойдемте с нами на фазенду в китос». «С превеликой радостью», ответил Фрагазо. «Вы вынули меня из петли, теперь я ваш. Пожалуй, для вас было бы лучше меня не трогать». «Видите, как хорошо, что мы продолжили прогулку», сказала Лина, обращаясь к Мини. «Еще бы», откликнулась Мини. «Что не говорите», заметил Бениту, «а я никогда бы не подумал, что на конце нашей лианы мы найдем человека». «Тем более беднягу цирюльника, который вздумал повеситься», подхватил Фрагазо. Он уже совсем пришел в себя, горячо поблагодарил Лину за ее удачную выдумку следовать за Лианой, и все отправились домой на Фазенту, где Фрагазо встретил такой радушный прием, что у него не было уже ни нужды, ни желания повторять свой печальный опыт». Глава восьмая. Жангада. Полквадратной мили леса было вырублено. Теперь взялись за дело плотники, чтобы сколотить из лежащих на берегу многовековых деревьев громадный плод. Легкая работа, ничего не сказать. Под надзором Жоама Гораля индейцы, работники Фазенды, должны были показать свое удивительное искусство. За что бы они ни брались за постройку дома или судна, индейцы были непревзойденными мастерами. Орудая только топором да пилой, они обрабатывали такое твердое дерево, что инструменты и те зазубривались, ведь плотникам приходилось обтесывать бревна, превращать громадные стволы в брусья и балки, распиливать их на доски, и все это без механической пилы, лишь собственными умелыми и терпеливыми руками, обладавшими врожденной ловкостью. Стволы поваленных деревьев не сразу сбрасывались в реку, Жам-Гораль действовал иным способом. Все это груду стволов симметрично раскладывали на широком плоском берегу, на котором был сделан пологий спуск к мысу, где сливаются наной с амазонкой. Здесь и должна была строиться Жан-Гада, здесь амазонка в нужную минуту сама подхватит ее, спустит на воду и понесет к месту назначения. Теперь скажем несколько слов о географическом положении этого единственного в своем роде громадного потока и о странном явлении, очевидцами которого были прибрежные жители. Две великие реки, которые по длине могут поспорить с бразильской водной артерией, Нил и Миссури-Миссисипи, текут первая с юга на север через африканский континент, а вторая с севера на юг через Северную Америку. Таким образом они пересекают территории, лежащие на разных широтах и, следовательно, в различных климатических поясах. Амазонка же напротив, начиная с того места на границе Эквадора и Перу, где она решительно поворачивает к востоку, вся целиком протекает между четвертой и второй южными параллелями. Поэтому ее громадный бассейн на всем протяжении находится в одинаковых климатических условиях. В результате здесь как будто всего два времени года, ибо периоды дождей следуют с перерывом в шесть месяцев. На севере Бразилии период дождей начинается с сентября, а на юге с марта. Поэтому правые и левые притоки Амазонки вздуваются в разное время, с промежутком в полгода. Вот почему половодье в Амазонке достигает своего высшего уровня в июне и постепенно спадает до октября. Все это Жам Гораль знал по опыту и решил воспользоваться паводком, чтобы спустить Жан Гаду на воду, когда без помех построят ее на берегу реки. Уровень воды в Амазонке колеблется и может подниматься выше среднего на 40 футов и опускаться ниже на 30 футов. Такой размах давал Горалю полную возможность действовать. Постройку начали немедленно. На берегу бревна были разложены по величине, причем принимали во внимание и их плавучесть. В самом деле среди стволов с крепкой и тяжелой древесиной находились и такие, удельный вес которых был почти равен удельному весу воды. Первый ряд бревен нельзя было класть слишком плотно, между ними оставляли небольшие зазоры, а затем их скрепляли поперечными брусьями, которые обеспечивали прочность всего сооружения. Брусья связывали канатом из пиосавы, таким же крепким, как и пеньковый. Этот канат делается из волокон особого вида пальмы, очень распространенный на берегах реки и широко применяется во всей стране. Пиосава не тонет, не впитывает воду, а изготовление ее очень дешево. Вот почему она считается ценным материалом и уже стала предметом торговли со старым светом. На двойной ряд бревен и балок настелили толстые доски, которые должны были служить полом жангада и поднимались на 30 дюймов над водой. Лесо тут пошло на весьма значительную сумму, и это не мудрено, если учесть, что плод имел тысячу футов в длину и шестьдесят в ширину, то есть составлял площадь шестьдесят тысяч квадратных футов. И правда, можно было сказать, что по Амазонке поплывет целый лес. Все строительные работы велись под бдительным надзором Жоама Гораля, но когда они были закончены, следовало решить, как разместиться на плоту, и к обсуждению этого вопроса были привлечены все, даже наш друг Фрагазо. Но сначала скажем несколько слов о том, какое положение он занял на Фазенде. С того дня, когда цирюльника приютила гостеприимная семья фермера, он был счастлив, как никогда. Жам Гораль предложил Фрагазо отвезти его в провинцию Паара, куда тот направлялся. Когда Лиана схватила его за глотку и пригвоздила на месте, по выражению Фрагазо. Он с благодарностью принял предложение Горали и с тех пор изо всех сил старался быть полезен всюду, где только мог. К тому же он оказался очень сообразительным и, как говорится, мастером на все руки. Брался за любое дело и все у него спорилось. Жизнерадостный, как и Лина, он вечно пел, благурил. За словом в карман не лез и скоро его все полюбили. Но он считал себя более всего обязанным юной мулатке. «Как вы здорово придумали играть в Лиану в ручалку!» постоянно твердил он. «Прямо скажу, замечательная игра, хотя, конечно, не каждый раз находишь на конце Лианы висящего беднягу цирюльника». «Это случайность, господин Фрагазо», смеялась Лина. «Право же, вы мне ничем не обязаны». «Как ничем?» «Я вам обязан жизнью и хотел бы продлить ее еще на сто лет, чтобы моя благодарность длилась подольше». «Понимаете, вешаться совсем не в моем характере. Если я и попытался, то только по необходимости. Я все обдумал. Лучше уж повеситься, чем помереть с голоду. Да еще, не успев окончательно помереть, достаться на съедение диким зверям. Так что эта Лиана связала меня с вами, и что не говорите». Обычно беседа продолжалась в таком же шутливом тоне. Но в душе Фрагазо был и вправду горячо благодарен юной младки, виновница его спасения Алина, не оставалась равнодушной к пылким речам славного молодого человека, такого же бесхитростного, прямого и приветливого, как и она сама. По поводу их дружбы Бенито, старая Сибела и другие уже делали шутливые намеки. Но пора вернуться к Жангаде. Итак, после обсуждения все решили обставить ее как можно удобнее и уютнее, ведь путешествие должно продлиться несколько месяцев. Семья Горали состояла из родителей, дочери и сына, Мануэля и двух служанок Сибеллы и Лины. Все они должны были занимать отдельный домик. Кроме них, на Жангаде следовало разместить 40 индейцев, 40 негров, Прагазо и Лоцмана, которому предстояло управлять Жангадой. Такого многочисленного экипажа едва хватало, чтобы обслуживать плод. В самом деле, Жангаде предстояло плыть по извилистому руслу реки среди сотен островов и островков, преграждающих течение. Амазонка будет двигать Жангаду, но отнюдь не управлять ее движением. Вот почему необходимы эти 160 рук. Им придется орудовать длинными баграми, чтобы удерживать громадный плод посреди реки на равном расстоянии от берегов. Прежде всего, занялись постройкой дома для хозяина на корме Жангады. В нем сделали пять комнат и большую столовую. Одна комната предназначалась для Жоама Гораля с женой, вторая для Лины и Сибелы. Неподалеку от их хозяек, третья для Бенито и Мануэля. Минья тоже получила отдельную комнату и далеко не худшую. Это главное строение на плоту было старательно сколочено из плотно пригнанных досок, пропитанных горячей смолой, что делало их совершенно водонепроницаемыми. В фасаде и боковых стенках прорезали окна, и дом стал светлым и веселым. Входная дверь спереди вела в общую комнату. Легкая веранда на бамбуковых подпорках защищала переднюю часть дома от прямых лучей солнца. Весь дом был выкрашен светлой охрой, отражавшей, а не поглощавшей солнечные лучи, что обеспечивало прохладную температуру в комнатах. Когда постройка дома, сделанного по плану Жамагараля, была почти закончена, Миньев попросил отца. Отец, теперь благодаря твоим заботам у нас есть стены и крыши над головой. Позволь же устроить все в доме по нашему вкусу. Внешний вид принадлежит тебе, хочется, чтобы казалось, будто наш дом переехал с Фазенда на плот, и ты бы не чувствовал, что покинул Икитос. Устраивай все, как тебе хочется, Миньев, ответил Жамагараля с печальной улыбкой, которая порой мелькала на его губах. Это будет чудесно. Я полагаюсь на твой вкус, моя девочка. И наш дом сделает нам честь, отец. Так и должно быть, ведь мы поедем в прекрасную страну, нашу родину, куда ты снова вернешься после стольких лет отсутствия. Да, Минья, конечно, ответил Жамагараль, как будто мы возвращаемся из изгнания, из добровольного изгнания. Постарайся же устроиться получше, дочка. Я во всем полагаюсь на тебя. Так молодой девушке Элиник, к которым охотно присоединились Мануэль и Фрагазо, было поручено заняться внутренним убранством дома. Обладая некоторым воображением и художественным вкусом, они могли вполне успешно справиться с этой задачей. Сначала в комнатах разместили самую красивую мебель с фазендой, ее решили отослать потом обратно из Белена с каким-нибудь попутным судном. Для плавучего дома были со вкусом подобраны столы, бамбуковые кресла, тростниковые кушетки, этажерки, резной работы, словом, все эти легкие и веселые вещи, которыми обставляют жилища в тропических странах. Сразу чувствовалось, что работу молодых людей направляла женская рука. И не подумайте, что стены жилища остались голыми, нет, их покрыли штофом, радовавшим глаз. Только штоф этот был не матерчатый, а из коры ценных деревьев и спадал широкими складками, как будто стены задрапировали дорогими и мягкими обойными тканями, парчой или шелком, какими теперь принято отделывать квартиры. На полу были брошены пестрые шкуры ягуаров или пушистые обезьяни меха, в которых тонула нога. На окнах висели легкие занавески из желтого шелка сумаума, а тюфяки, валики и подушки на кроватях, затянутых пологом от москитов, были набиты свежим и мягким волокном, которое дает растущий в верховьях Амазонки бомбакс. Повсюду на этажерках и полочках стояли хорошенькие безделушки, привезенные из Рио-де-Жанейро или из Белена, особенно дорогие для мини, так как их подарил ей Мануэль. Что может больше радовать глаз, чем эти милые пустяки, дар дружеской руки, которые так много говорят нам, хотя и без слов. Через несколько дней убранство комнат было совершено, и всякий, войдя в дом, решил бы, что очутился на фазенте. Никто не пожелал бы себе лучшего постоянного жилища под купой красивых деревьев на берегу весело журчащего ручья. Теперь, когда они поплывут вниз по великой реке, их дом не нарушит красоты живописных берегов, между которыми пройдет Жангада. Тем более, что снаружи постройка была не менее привлекательна, чем внутри. Надо сказать, что, украшая свое жилище, молодые люди соперничали, стараясь проявить изобретательность и вкус. Дом был буквально весь увид зеленью от основания до конька на крыше. Целые заросли орхидеи, бромели, всевозможных ползучих растений в полном цвету были посажены в глиняные катки, скрытые под густым зеленым покровом. Ствол мимозы или фикуса, растущих в девственном лесу, не мог бы быть украшен более роскошным тропическим убором. Сколько причудливо извивающихся стеблей, сколько красных вьюнов, золотистых лоз с разноцветными гроздями, сколько ползучих растений оплетали стены, обвивали столбы, подпиравшие крышу и стлались по карнизам. Чтобы добыть их, стоило только зайти в окружавшие фазенду леса. Громадная лиана поддерживала все эти растения-паразиты. Она несколько раз обвивала дом, цепляясь за все углы и выступы, раздваивалась, извивалась, кустилась, пускала во все стороны причудливые побеги, окончательно скрывала постройку, которую как будто спрятали в гигантский цветущий куст. Конец лианы заглядывал в окно юной мулатки, и мы без труда угадываем, от кого исходил этот трогательный знак внимания. Казалось, чья-то длинная рука сквозь щель в ставне подает ей букет всегда свежих цветов. Словом, все выглядело прелестно. Нечего и говорить, что Якито, ее дочь и Элина были очень довольны. «Если вам захочется, мы можем посадить на Жангаде деревья», сказал Бенито. «Как деревья?» удивилась Минья. «А почему бы и нет?» заметил Мануэль. «Если перенести их на этот прочный настил вместе с землей, я уверен, они хорошо приживутся, тем более, что им нечего бояться перемены климата. Ведь Амазонка все время течет по одной параллели». «К тому же», продолжал Бенито, «разве река не уносят каждый день зеленые островки, оторванные течением от островов и берегов? Они плывутся своими деревьями, рощицами, кустами, камнями, лужайками вниз по реке и, пройдя 800 лет, теряются в Атлантическом океане. Почему бы нам не превратить нашу Жангаду в такой плавучий сад?» «Целый лес, мадемуазель Лина», спросил Фрагазо, который считал, что нет ничего невозможного. «Да, целый лес», воскликнула Лина, «лес с птицами, обезьянами». «Змеями, ягуарами», подхватил Бенито. «Индейцами, кочевниками», добавил Мануэль. «И даже людоедами». «Куда же вы, Фрагазо?» окликнула его Минья, видя, что прыткий цирюльник собирается выскочить фрагазо. «Не надо, друг мой», улыбнулась Минья. «Мануэль подарил мне букет, и с меня довольна». «Правда», добавила она, показывая на дом, утопающий в цветах, «он спрятал наше жилище в свадебном букете». Глава девятая. Вечер пятого июня. Пока строился хозяйский дом, Жоам Гораль занимался также устройством служб, кухни и кладовых, где должны были храниться всевозможные запасы провизии. Главное место занимал большой запас корней деревца, вышиной от пяти до шести футов, которое дает маниок, основной продукт питания жителей тропической полосы. Корни его, напоминающие длинный черный редис, растут клубнями, как картофель. Они содержат в себе очень вредный сок, который следует выжимать под прессом. Только после этого корни сушатся и размалываются либо в муку, употребляемую для разных блюд, либо в крупу-тапиоку, в зависимости от вкуса местных жителей. Поэтому на Жан-Гаде был целый склад этого полезного продукта, который служил для всеобщего питания. Что касается запасов мяса, то помимо стада баранов, помещенных в специальном хлеву на носу Жан-Гады, было еще взято большое количество окороков местного изготовления, так называемых прессунто, прекрасного качества. Однако все рассчитывали также и на ружье молодых людей и индейцев, хороших охотников, которым на островах и в прибрежных лесах Амазонки попадается немало дичи, а уж они-то не промахнутся. К тому же и сама река должна была обильно снабжать путешественников пищей. Креветки, такие крупные, что их можно назвать раками, рыба-тамбагу, лучшая во всем бассейне Амазонки, вкус у нее еще тоньше, чем у лососины, с которой ее нередко сравнивают. Красноперая пирорука величиной сосетра в соленом виде ее продают по всей Бразилии. Кандирус ловить ее опасно, но она очень вкусна. Пиранья или рыба-черт длиной в 30 дюймов с широкими красными полосами, большие и маленькие черепахи, которые там водятся тысячами и составляют значительную часть питания местных жителей, все эти дары реки должны были разнообразить столы хозяев и слуг. Итак, каждый день при первой возможности путешественники будут заниматься охотой и рыбной ловлей. Что касается питья, то был сделан добрый запас из всех лучших напитков, производимых в стране. На плоту имелся особый погреб, он делал честь Бенито, который был главным распорядителем по этой части. Там стояло несколько сот бутылок Хереса, Сетюбали и Портвейна, и сверх того молодой виночерпий припас несколько громадных оплетенных бутылей, полных превосходной тафии или сахарной водки. Табак тоже не был забыт, но не грубые сорта, которыми довольствуются жители бассейна Амазонки, он был получен прямо из вилла Белла до императрис, стало быть, из той области, где собирают самый ценный табак во всей Центральной Америке. Итак, на корме жангады установили громадный дом со всеми службами, кухней, кладовыми, погребами, все это должно было служить членам семьи Горали и их слугам. В центральной части плота построили жилища для индейцев и негров. Они могли жить там в таких же условиях, как и на Фазенде, в Икитос и работать под постоянным надзором Лоцмана. Но чтобы разместить весь этот народ, пришлось поставить немало жилищ, что придавало жангаде Пит плавучие деревни, и в самом деле плод был застроен и заселен гуще, многие поселки верхней Амазонки. Для индейцев Жангараль соорудил шалаши, или вернее навесы, у которых легкие подпорки поддерживали крыши из листьев. Воздух свободно гулял между этими подпорками и раскачивал висевшие под навесами гамаки. Здесь индейцы, среди которых имелось три-четыре семьи, и с женами, и с детьми, должны были жить не хуже, чем на суши. Негры также получили на жангаде привычные для них ажупы, которые отличались от индейских шалашей тем, что были плотно закрыты со всех сторон, и только в одной стене оставалось отверстие для входа. Индейцам, привыкшим жить на вольном воздухе и пользоваться полной свободой, жизнь в четырех стенах показалась бы заточением, а негры предпочитали свои хижины. Наконец, на носу находились настоящие склады для товаров, которые Жуам-Гараль вез в Белен наряду с лесом. Там, под надзором Бенита, ценный груз был размещен в обширных кладовых так же тщательно, как в трюме корабля. Самую важную часть этого груза составляли 7000 аробов каучука, ибо фунт каучука стоил в ту пору 3-4 франка. На Шангаду погрузили также 50 центнеров сальсопореля, растение, которое представляет важную отрасль экспортной торговли во всем бассейне Амазонки и все реже встречается на берегах реки, так как местные жители во время сбора не заботятся о сохранении молодых побегов. Затем бобы, известные в Бразилии под названием кумару, из которых жмут несколько сортов масла, сосафраз, из которого делают целебный бальзам для лечения ран, чуки красящих растений, ящики с разными смолами, и, наконец, изрядное количество ценного дерева дополняло этот груз, продать который в провинции Пара можно было быстро и выгодно. Быть может, читатель удивится, что число негров и индейцев ограничивалось лишь теми, кто был нужен для управления жангадой. Не лучше ли было бы взять с собой побольше людей на случай возможного нападения враждебных племен с берегов Амазонки? Но это было излишне. Туземцев Центральной Америки опасаться нечего. Давно прошло время, когда приходилось принимать серьезные меры предосторожности против таких нападений. На берегу реки живут лишь мирные племена. Значит, нечего было ожидать какого-либо нападения. Подобная опасность не грозила нашим путешественникам. Чтобы закончить описание жангады, остается только упомянуть две или три постройки совсем другого типа, которые придавали ей очень живописный вид. На носу возвышалась будка лоцмана. Именно на носу, а не на корме, где обыкновенно помещается рулевой. Дело в том, что при таких условиях плавание руль не нужен. Плод был так велик, что даже длинные весла в сотне сильных рук не могли бы изменить его направление. Жангады управляли с помощью длинных шестов или багров, которыми упирались в дно и таким образом удерживали ее в фарватере или выправляли ее курс, когда она от него отклонялась. Таким же способом ее подводили к пристани или к берегу, когда по каким-либо соображениям хотели остановиться. Три-четыре убы и две пироги со всей оснасткой, взятой на Жангаду, позволяли без труда держать связь с берегом. Следовательно, роль лоцмана сводилась к тому, что он наблюдал за фарватером реки, за изменчивым течением, за водоворотами, которых надо было избегать, и высматривал удобные для стоянки бухты, для чего ему и надлежало быть на носу. Если лоцман руководил всей материальной частью этой плавучей махины, то глава икитоской миссии духовной. Такая религиозная семья, как Гораль, конечно, с радостью воспользовалась возможностью увезти с собой старого священника, которого все уважали. Отец Спасания 70-летний старик был человек почтенный, верный заветам Евангелия, сострадательный и добрый. В этих странах, где далеко не все служители церкви подают пример добродетели, он был ярким образцом благородного миссионера из тех, кто так много сделал для внедрения культуры в самых диких уголках земли. Вот уже 50 лет отец Спасания жил в икитосе и был главой тамошней миссии. Он пользовался всеобщей и заслуженной любовью. В семье Горали его очень уважали. Это он обвенчал когда-то дочь Моголианца с его молодым помощником, нашедшим приют на Фазенде. При нем родились дети Горали. Он их крестил, учил и теперь надеялся благословить их брак. Почтенный возраст отца Пасани и уже не позволял ему выполнять все его многочисленные обязанности, пришло время уйти на покой. Недавно в икитосе его заменил миссионер помоложе, и он решил вернуться в провинцию Пар, чтобы окончить свои дни в одном из монастырей, предназначенных для престарелых служителей божьих. Мог ли он ожидать более счастливого случая спуститься вниз по реке, чем с семьей, которая стала для него почти родной. Ему предложили принять участие в этом путешествии, и он согласился, радуясь, что по прибытии в Белен сам обвенчает молодую пару Минью и Манаэля. Разумеется, во время путешествия отец Пасани обедал за общим столом, и для удобства Жоам Гараль решил построить ему отдельное жилище, а икито с дочерью приложили все старания, чтобы сделать это жилище как можно удобнее. Конечно, добрый старый священник никогда не был так хорошо устроен в своей скромной хижине при церкви. Однако отцу Пасани одной комнаты было недостаточно, его хотелось иметь и часовню, и вот на самой середине Жангады воздвигли часовенку, а над ней возвышалась небольшая колокольня. Правда, часовня была тесноватая и не могла вместить всех пассажиров Жангады, но зато ее богато украсили. Если Жоам Гараль обрел на плоту свое прежнее жилище, то отцу Пасани тоже не приходилось жалеть о своей бедной церкви в Икитосе. Таково было чудесное сооружение, которому предстояло спуститься по течению Амазонки, оно оставалось на берегу, ожидая, когда река сама поднимет его. И по подсчетам и наблюдениям за подъемом воды это должно было произойти очень скоро. Все было готово к пятому июня. Прибывший накануне Лоцман, человек лет пятидесяти, прекрасно знал свое ремесло, но любил выпить. Однако, несмотря ни на что, Жангараль высоко ценил его и не раз посылал с плотами в Белен, в чем никогда не раскаивался. К тому же, следует добавить, что Араужо, так звали Лоцмана, становился особенно зорким, пропустив стаканчик другой крепкой тафии водки из сахарного тростника, от которой у него светлело в глазах, поэтому он никогда не пускался в плавание, не захватив с собой бутылки с этим напитком и не забывал к ней прикладываться. Вот уже несколько дней вода в реке заметно пребывала. Каждую минуту уровень реки все повышался и за двое суток до того, как он достиг высшей точки, река вздулась и залила берег перед фазендой, однако она была еще не в силах поднять плод. Хотя всем было ясно, что вода неуклонно пребывает и вскоре достигнет нужного уровня, участники путешествия с некоторым волнением ждали решающего часа. И не мудрено ведь, если по какой-либо необъяснимой причине вода в Амазонке не поднимется достаточно высоко, чтобы сдвинуть с места Жан-Гаду, вся их громадная работа пропадет даром. После половодия вода обычно спадает очень быстро, значит, тогда им придется ждать подходящих условий еще несколько месяцев. Итак, вечером 5 июня будущие пассажиры Жан-Гады собрались на площадке, возвышавшейся футов на сто над низким берегом. И с вполне понятной тревогой ждали, когда наступит знаменательный час. Сюда пришли Якита, Минья, Мануэль, Вальдес, Отец Спасания, Бенито, Лина, Фрагазо, Сибелла и несколько индейцев и негров-работников Фазенды. Фрагазо не стоял на месте, он ходил взад и вперед, спускался с откоса, снова взбирался на площадку, делал отметки на вехах и кричал «Ура!», когда поднимавшаяся вода покрывала их. «Он поплывет, поплывет наш плод!» кричал он, «И отвезет нас всех в Белен, пусть даже амазонка разлилась!» Жам Гараль остался на Жан-Гаде вместе с Лоцманом и многочисленной командой. Он должен был всем распоряжаться в решительную минуту. Жан-Гада была привязана к берегу крепкими канатами и течение не могло унести ее, когда она всплывет на воду. На берегу собралось человек 200 индейцев из окрестностей Икитоса, не считая жителей деревни. Всем хотелось поглядеть на это интересное зрелище. Возволнованная толпа смотрела молча, почти не переговариваясь. К пяти часам пополудни уровень воды поднялся больше, чем на фут против вчерашнего, и низкий берег скрылся под водяным покровом. Вдруг все громадное деревянное сооружение дрогнуло, но ему не хватало еще нескольких дюймов воды, чтобы оторваться от речного дна и всплыть. В течение часа толчки становились все сильнее, доски трещали со всех сторон, вода делала свое дело, понемногу отрывая бревна от песчаной отмели. В половине седьмого раздались восторженные крики. Жангада наконец всплыла, и течение повлекло ее на середину реки, но канаты крепко держали махину, она спокойно остановилась у берега. И отец спасания благословил ее, как благословил бы перед отплытием морское судно, отныне в руках Божьих. Глава десятая. От Икитоса до Певоса. На завтра, 6 июня, Жангарали его близкие простились с управляющим и со всеми рабочими индейцами и неграми, остававшимися на Фазенде. В шесть часов утра на Жангаду поднялись все ее пассажиры, правильнее было бы сказать ее жители, и каждый вошел в свою каюту или вернее в свой дом. Час отплытия наступил. Лоцман Араужо встал на носу, команда, вооружившись длинными баграми, заняла свои места. Жангараль вместе с Бениту и Манаэлем следили за всеми маневрами, пока плод не отчалил. По команде лоцмана канаты обрубили, багры уперлись в берег, отталкивая Жангаду, и течение тотчас подхватило ее. Она поплыла вдоль левого берега, оставив справа острова Икитос и Парианту. Итак, путешествие началось. Где-то оно кончится. В провинции Пара, в Белене, за 800 лье от этой перуанской деревеньки, если ничто не изменит намеченного маршрута. И чем оно кончится, пока это оставалось тайной. Погода стояла чудесная. Легкий Памперо смягчал солнечный жар. Памперо летний ветер, дующий в июне и июле с Кордильер. Он возникает за несколько сот лье и проносится над всей необъятной равниной Сакраменто. Если бы на Жангаде подняли паруса, она сразу почувствовала бы его силу и движение ее заметно ускорилось бы. Но, принимая во внимание извилистые русла реки и крутые повороты, опасные при большом разгоне, пришлось отказаться от этого двигателя. В таком плоском бассейне, как бассейн Амазонки, который можно по праву назвать бескрайней равниной, русло реки имеет лишь едва заметный уклон. Расчеты показали, что от истока Великой реки до Табатинги в Бразильской границе уровень воды на каждое лье понижается лишь на 1 дециметр. Ни одна река в мире не имеет такого незначительного уклона. Из этого следует, что скорость течения Амазонки при среднем уровне воды достигает не более двух льев в сутки, а порой в периоды засухи и того меньше. Однако в половоде скорость течения увеличивается до 30 и даже до 40 километров. К счастью, Жангаде предстояло плыть именно в таких условиях, но она была слишком тяжела, чтобы двигаться с той же скоростью, что и течение, и отставала от него. Если учесть задержки из-за крутых поворотов реки, из-за необходимости огибать многочисленные острова, из-за мелей, которые следовало обходить и добавить еще остановки в темные ночи, когда плыть небезопасно, то ничего было и надеяться делать больше 25 километров в сутки. К тому же поверхность реки в эту пору отнюдь нельзя назвать гладкой. Большие еще зеленые деревья, обломки ветвей, глыбы земли, поросшие травой, постоянно отрывающиеся от берегов, образуют целую флотилию, которая несется по течению и затрудняет быстрое движение по реке. Вскоре Жангада миновала устье Наной, и оно скрылось за уступом левого берега, покрытого ковром и запаленных солнцем порыжевших злаков, которые как бы образовали теплый передний план в картине с уходящими за горизонт зелеными лесами. Жангада скоро вышла на быстрину и понеслась по течению между живописными островами, которых от Икитоса до Пукальпы насчитывается не меньше дюжины. Арауджа, не забывавший просветлять себе зрение и память, прикладываясь к упомянутой бутылке, очень ловко маневрировал среди этого архипелага. По его команде с каждой стороны плота одновременно поднимались пятнадцать багров и размеренным движением спускались в воду. За ними было интересно наблюдать. Тем временем Якито с помощью Лины и Сибелы наводила в доме порядок, а кухарка индианка готовила завтрак. Минья и оба юноши прогуливались по плоту с отцом Пасанией, и девушка порой останавливалась, чтобы полить излейки цветы, посаженные перед домом. — Скажите, отец Пасани, спросил Бенито, знаете ли вы более приятный способ путешествия? — Нет, милый сын мой, право можно сказать, что мы путешествуем, не выходя из дома. — И ничуть не устаем, добавил Мануэль. Так можно проехать и сотни миль. — Надеюсь, вы не пожалеете, что отправились в путешествие с нами, сказала Минья. — Вам не кажется, что мы забрались на остров, а он оторвался от дна и со своими лужайками и деревьями спокойно поплыл по течению? — Только... — Только? — спросил отец спасания. — Остров этот мы сделали сами, своими руками, он принадлежит нам и нравится мне больше всех островов на Амазонке, и я имею право им гордиться. — Да, дочь моя, — ответил отец спасания. — Я прощаю тебе твою гордость, и к тому же я не позволил бы себе бронить тебя при Мануэле. — Что вы, пожалуйста, весело отозвалась девушка, надо научить Мануэле бронить меня, когда я того заслуживаю, он слишком снисходительен к моей скромной особе, а у меня немало недостатков. — Тогда, милая Минья, я воспользуюсь вашим позволением, проговорил Мануэль, и напомню вам, о чем же, что вы очень усердно занимались в библиотеке Фазенды, обещали просветить меня и рассказать все, что знаете о Верхней Амазонке. Мы в Паро очень мало знаем о ваших краях, а теперь Жан-Гада миновала уже несколько островов, а вы и не подумали сказать мне, как они называются. — А кто же их знает? — воскликнула Минья. — Да, кто их знает? — повторил Бенито. — Кто может запомнить сотни названий, данных им на наречии Тупи? — В них слишком трудно разобраться, а вот американцы более практичны. Острова на Миссисипи они просто перенумеровали. — Как они нумеруют улицы в своих городах, заметил Мануэль. — Откровенно говоря, мне не очень нравится эта цифровая система. Остров 64-й или Остров 65-й ничего не говорит нашему воображению, как и 6-я улица, угол 3-я авиним. Вы согласны со на мине. — Да, Мануэль, наперекор моему братцу, ответила девушка. Но хоть мы и не знаем, как называются острова на нашей великой реке, они все же очень красивы. Посмотрите, как они хороши под тенью громадных пальм с низко склонившейся листвой. Их окружает кольцом густой тростник, сквозь который едва проскользнет даже узкая пирога. А толстые корни высоких манглей причудливо изгибаясь выступают над берегом, словно лапа чудовищных крабов. Да, эти острова прекрасны, слов нет, но они неподвижны, не то, что наш. — Наша минья сегодня в восторженном настроении, заметил отец спасания. — Ах, отец, я так счастлива, когда вижу, что все счастливы вокруг. Тут послышался голос якиты, звавшей минью в дом, и девушка убежала, улыбаясь. — У вас будет прелестная подруга, Мануэль, сказал отец спасания. — С вами улетит самая большая радость этой семьи, друг мой. — Милая моя сестренка, воскликнул Бенито, отец спасания прав, нам будет очень недоставать ее, а может быть, ты раздумаешь жениться, Мануэль, еще не поздно, и она останется с нами. Она и так останется с вами, Бенито, ответил Мануэль. — Поверь мне, я предчувствую, что будущее нас всех соединит. Первый день прошел отлично, завтрак, обед, отдых, прогулки, все шло так, будто Жан-Гараль с семьей по-прежнему жили в уютной и китосской фазенде. За первые сутки Жан-Гада благополучно прошла мимо устья рек Бакали, Чачио, Пукальпа на левом берегу Амазонки и Теникари, Манити, Мойок и Туюка на правом, а также мимо одноименных островов. Ночью ярко сияла луна, что позволило не делать остановки, и длинный плод спокойно скользил по глади великой реки. На завтра, 7 июня, Жан-Гада проплыла мимо деревни Пукальпа, которую называют также новым Ораном. Старый Оран, расположенный на 15 километров ниже по течению на том же берегу, теперь заброшенные его жители индейцы племени Майоруна и Орихона переселились в Новый Оран. Трудно найти более живописный уголок, чем это селение на высоком, словно разрисованном красным карандашом берегу с недостроенной церковкой, скрытыми соломой хижинами под тенью высоких пальм и несколькими убами, наполовину вытащенными из воды. Весь день 7 июня Жанга дошла вдоль левого берега реки и проплыла мимо нескольких небольших и неизвестных притоков. Была минута, когда плод чуть не зацепился за далеко выступающий мыс острова Синекуру, но лоцману с его умелой командой удалось благополучно избежать опасности и выйти на середину реки. Утром 8 июня путешественники проплыли мимо островка Манго, который разделяет приток Напо на два рукава, прежде чем он вольется в Амазонку. Через несколько часов на невысоком берегу показались купы стройных деревьев, окружавших деревню Белла Виста, скрытыми соломой хижинами. Невысокие бананы склоняли над ними свои широкие листья, похожие на струи воды, текущие из переполненной чаши. Потом Лоцман, следуя новому курсу, направил плод к правому берегу реки, к которому он раньше не приближался. Маневр этот был довольно труден, но Лоцман успешно справился с ним, после того, как несколько раз приложился к заветной бутылке. Это позволило пассажирам поглядеть мимоходом на темные воды многочисленных лагун, которые тянутся вдоль всего течения Амазонки и часто даже не сообщаются с нею. В небольшую лагуну Оран, однако, вода вливалась через широкий пролив. Посреди ее водной глади виднелась живописная группа островов побольше едва-три совсем маленьких островка, а на дальнем берегу Бенито указал место, где прежде находился старый Оран, от которого остались лишь едва заметные следы. Следующие два дня, в зависимости от перечуд течения, Жанга доплыла то вдоль правого, то вдоль левого берега, ни разу ни за что не зацепившись своим деревянным каркасом. Пассажиры ее уже вполне освоились с новой жизнью. Жанга Раль предоставил сыну вести все коммерческие дела, связанные с этим путешествием, а сам чаще всего проводил время в своей комнате, где размышлял и писал. Он что он пишет, даже Яките, между тем труд его все разрастался, превращался в целое исследование. Бенито зорко следил за всем, толковал с лоцманом и проверял правильность взятого курса. Якито с дочерью Эммануэлем почти всегда держались вместе и либо обсуждали планы на будущее, либо прогуливались, как было в парке Фазенды. Право жизнь у них нисколько не изменилось. И даже Бенито не упускал случая охотиться, если порой ему не хватало лесов и китоса с их хищниками, агути, пекари, зато у берегов целыми стаями летали птицы и случалось даже садились прямо на Жангаду. Когда они годились пищу, Бенито стрелял. И тут уж Минья не возражала, ибо эту дичь подавали к столу пассажирам. Но когда появлялись серые и желтые цапли или розовые и белые ибисы, которых так много водится на берегах реки, он щадил их ради сестры. Только одной птице из породы поганок, хотя она и несъедобна, молодой человек не давал пощады. Птица Кайарара, которая одинаково ловко плавает, ныряет и летает, голос у нее пренеприятный, но зато она имеет очень ценный пух, которым торгуют на всех рынках в бассейне Амазонки. Наконец, миновав деревню Амагва и Устье Амбиаку, Жангада к вечеру 11 июня пришла в Певас и причалила к берегу. До наступления темноты оставалось еще несколько часов, и Бениту, взяв с собой расторопного фрагозо, вышел на берег и отправился поохотиться в чаще неподалеку от селения. Один Агути и один Кабия, не считая дюжины куропаток, пополнили путешественников после этой удачной вылазки. С восходом солнца Жангада снова двинулась в путь и вошла в небольшой архипелаг, образуемый между островами Ятье и Кошикинус, оставив справа деревеньку того же названия. Проплывая между островами, путешественники разглядели на правом берегу несколько безымянных притоков. Один раз там ненадолго показалась кучка туземцев с бритыми головами, татуировкой на щеках и на лбу, с круглыми металлическими пластинками в ноздрях и в нижней губе. Они были вооружены стрелами и сарбаканами, но не пустили их в ход и даже не пытались войти в сношение с Жангадой. Глава одиннадцатая. От Певаса до границы. Прошло несколько дней, плавание продолжалось без всяких происшествий, ночи стояли такие ясные, что длинный плод скользил по течению нигде не причаливая. Казалось, живописные речные берега по обе стороны сами двигаются назад, как уходящие за кулисы театральные декорации. Глаз не мог противиться этому обману зрения, и всем чудилось, будто Жангада стоит неподвижно между двумя уплывающими берегами. Пока плод шел без остановок, Бенито, конечно, не мог охотиться на берегу, но тогда охоту вполне успешно заменяла рыбная ловля. В реке водилось множество превосходной рыбы пако, суруби, гаметана, очень нежные на вкус, большие скаты, дуридари с розовым брюхом и черной спиной, покрытые ядовитыми шипами. Ловили тут и уйму мелких кондиру из породы сомовых, они бывают микроскопически малы и густо облепляют ноги неосторожного купальщика, заплывшего в их стаю. Воды амазонки богаты и многими водяными животными, которые порой часами следовали за плотом. Среди них встречались гигантские пироруки длиной в 10-12 футов, покрытые панцирем из широких чешуек салой каймой, мясо которых ценят только туземцы. Поэтому путешественники их не ловили, так же, как и грациозных речных дельфинов, сотни которых резвились вокруг Жангады и порой даже были хвостом по бревнам. Выскакивая то спереди, то позади нее, взметая фонтаны волн, они оживляли водную гладь, переливаясь на солнце, а солнечные лучи, преломляясь в брызгах, сверкали всеми цветами радуги. 16 июня Жангада, приближаясь то к одному, то к другому берегу, благополучно миновала ряд мелей и прошла мимо большого острова Сан-Пабло, а вечером следующего дня остановилась у деревни Моро-Морос на левом берегу Амазонки. Сутки спустя она проплыла мимо устьев Атакуари и Коча, затем мимо Пуро, то есть канала, соединяющего реку с озером Кабелло-Коча на правом берегу и вошла в гавань у миссии Коча. Во главе миссии Коча стоял в ту пору францисканский монах, который посетил отца Павсанию. Жуам Гораль очень радушно встретил гостя и пригласил его отобедать на Жангаде. В этот день как раз был обед, делавший честь индианке-поварихе. Традиционный бульон, приправленный душистыми травами, лепешки, которые в Бразилии часто заменяют хлеб и делаются из маниоковой муки, пропитаны мясным соком и протертыми томатами, дичь с рисом под острым соусом из уксуса и малагета, овощное блюдо с перцем, холодный пирог посыпанный корицей. Вот обед, который мог соблазнить бедного монаха, вынужденного сидеть на скудной монастырской пище. Все уговаривали его остаться. Якита вместе с дочерью прилагала все усилия, чтобы его удержать, но францисканец должен был вечером навестить больного индейца в Коча. Он поблагодарил гостеприимных хозяев и ушел, унося с собой подарки, которые должны были прийтись по вкусу новообращенным членам миссии. Два дня у лоцмана Араужа было очень много хлопот. Русло реки мало-помалу расширялось, но островов появлялось все больше, и течение, стесненное этими препятствиями, становилось все быстрее. Пришлось принимать большие предосторожности, чтобы пройти между островами Кабелло-Коча, Тарапот, Какао, и делать много остановок, высвобождая Жангаду, которая не раз чуть не садилась на мель. В таких случаях вся команда дружно бралась за дело. После довольно беспокойного плавания к вечеру 20 июня вдали показалась Нуэстро Синьора де Лоретто. Лоретто был последним перуанским городом на левом берегу реки, перед бразильской границей. В настоящее время это просто небольшая деревня с двумя десятками домов, расположенных на холмистом берегу, глинистые склоны которого как будто окрашены охрой. В Лоретто живет несколько перуанских солдат и два-три португальских купца, торгующих хлопчатобумажными тканями, соленой рыбой и сальсапарелью. Бенито высадился на берег, чтобы купить несколько тюков сальсапарели, имеющие всегда большой спрос на рынках амазонки. Жуам Гораль, по-прежнему поглощенный работой, занимавший все его время, не сошел с Жангады, и Якито и Минья тоже остались на борту в обществе Мануэля. Дело в том, что Лоретто славится москитами, которые отпугивают всех приезжих, не желающих пожертвовать талику своей крови для насыщения этих двухкрылых кровососов. Мануэль только что рассказал собравшимся кое-что об этих насекомых, и никому не захотелось подвергаться их укусам. Говорят, добавил Мануэль, все десять пород москитов, которые отравляют берега Амазонки, устраивают слеты в Лоретто. И я готов этому поверить, не проверяя на своей шкуре. Здесь, милая Минья, у вас будет богатейший выбор. Москит серый, мохнатый, белоногий, карликовый, трубач, флейтист, жгучий нос, орликин, большой негр, рыжий лесовик. Впрочем, выбирать будете не вы. Они сами изберут вас своей жертвой, и вы вернете сюда неузнаваемый. Поистине эти злобные двукрылые охраняют бразильскую границу лучше, чем бедняги-солдаты несчастные заморышек, которых мы видим на берегу. Но если в природе все имеет назначение, спросила девушка, то для чего нужны москиты? Для счастья энтомологов, ответил Мануэль. Ей-богу, мне очень трудно найти лучшие объяснения. Мануэль сказал о москитах истинную правду, и когда Бенита, окончив закупки, вернулся на Жангаду, лицо и руки у него были покрыты тысячу красных волдырей, не говоря уж о том, что клещи, несмотря на кожаные сапоги, впились ему в ноги. Прочь, прочь отсюда, ни медли, ни минуты, закричал Бенита, иначе полчища этих проклятых москитов налетят на Жангаду и жить в ней станет невозможно. И мы привезем их в провинцию Пара, добавил Мануэль, а там и своих предостаточно. И так, не задерживаясь на ночь у этих берегов, Жангада отчалила и снова поплыла по течению. От Лоретта Амазонка слегка поворачивает на юго-восток и течет между островами Арава, Куяри, Урукутеу. Жангада поплыла под темным водом Кожару, сливающимся со светлыми струями Амазонки. Вечером 23 июня, пройдя этот левый приток реки, она уже спокойно скользила вдоль большого острова Жахума. Ясный закат на безоблачном небосводе предвещал дивную тропическую ночь, каких не знают в умеренном климате. Легкий ветерок освежал воздух, на небо скоро должна была взойти луна и заменить своим светом сумерки. Их не бывает на этих широтах, а пока в темноте звезды сияли необычайно ярко. Огромная равнина бассейна реки казалось уходит в безбрежную даль, словно море и над ней на высоте 200 тысяч миллиардов лье сверкал на севере единственный алмаз полярной звезды, а на юге четыре бриллианта южного креста. На левом берегу острова Жахума выступали черные силуэты полуосвещенных деревьев. Их можно было узнать лишь по общим очертаниям. Вот стройные как колонны стволы капаюсов с раскинувшимся словно зонтики вершинами. Вот купы сандисов, из которых добывают густой и сладкий молочный сок, пьянящий как вино. Вот несколько винных деревьев высотой 18 футов, стрепещущей от малейшего ветерка листвой. Воистину можно сказать, какая прекрасная поэма эти амазонские леса, и добавить, какой величный гимн эти тропические ночи. Слышались последние вечерние песни лесных птиц, бентивисов, которые подвешивают свои гнезда на прибрежном камыше. Местных куропаток неамбу, песенку которых, состоящую из четырех нот, повторяют многие пернатые подражатели. Жалобный напев камичи, крик зимородка, словно по сигналу отвечающего на последние выкрики собратьев, звонки, как труба голоса канинде, и красных попугаев ара, прикорнувших в ветвях жакетибы, сложив крылья, яркие краски которых погасила спустившаяся ночь. Команда жангады оставалась на своих местах, но отдыхала. Только лоцман стоял на носу, его высокая фигура едва выделялась в сгустившейся темноте. Вахтенные, застывшие на борту с длинными баграми на плече, напоминали стан татарских всадников, бразильский флаг на носу жангады неподвижно повис на древке, и у ветра не хватало силы его развернуть. В восемь часов с колокольни маленькой часовни раздались первые три удара колокола, возвещавшие начало вечерней молитвы, затем прозвучало еще два раза по три удара, и вскоре вечерняя закончилась частым перезвоном. Между тем семья Гораля вышла на веранду подышать свежим воздухом после жаркого июльского дня. Так бывало всякий вечер. Жуам Гораль обычно молчал, прислушиваясь к разговорам, а молодежь весело болтала, пока не наступало время ложиться спать. «Ах, как хороша наша река, наша величавая Амазонка!» воскликнула Минья, которая не уставала восхищаться могучим водным потоком. «И правда, несравненная река», отозвался Мануэль, «я тоже оценил ее гордую красоту». «Сейчас мы плывем по ней, как в прошлом веке Орельяна и Лакандамин, и я не удивляюсь, что они оставили нам такие восторженные описания». «И при том, не очень правдоподобные», заметил Бенито. «Брат», строго остановил его Минья, «не говори дурно о нашей Амазонке». «А я и не говорю, хочу только напомнить, что о ней сложили немало легенд». «Да, много, и среди них есть чудесные». «Какие легенды?» спросил Мануэль. «Должен признаться, они не дошли до пара, во всяком случае, я их не слышал». «Чему же тогда вас учат в Белянских школах?» засмеялась Минья. «Теперь я понимаю, что ничему», ответил Мануэль. «Как, сударь?» спросила Минья шутливой строгостью. «Вы не знаете старых преданий? Например, о том, что на Амазонке время от времени появляется громадный змей Миньо-Као, и что вода в реке поднимается или убывает, смотря по тому, ныряет ли этот змей или выходит из воды, до того он велик». «А вы сами видели когда-нибудь этого диковинного Миньо-Као?» спросил Мануэль. «Увы, нет», вздохнула Лина. «Какая досада», сказал Фаргазо. «Есть у нас еще Майя д'Агуа», продолжала Минья. «Прекрасная, но страшная женщина. Она завораживает взглядом и увлекает в реку неосторожных путников, вздумавших поглядеть на нее». «О, Майя д'Агуа в самом деле существует», воскликнула простодушная Лина. «Говорят, она бродит по берегам реки, но стоит только к ней подойти, тотчас исчезает, как и русалки». «Ну и что ж, Лина, если ты ее увидишь, тотчас позови меня», пошутил Бенито. «Чтобы она вас схватила и утащила на дно ни за что. Да ведь она этому верит», вскричала Минья. «Что ж, многие верят и в ствол Манао», заметил Фаргазо, всегда готовый вступиться за Лину. «В ствол Манао?» спросил Манаэль. «А это что еще за штука?» «Господин Манаэль», ответил Фаргазо с комической важностью. «Говорят, что есть, или, вернее, был когда-то ствол Турумы, который каждый год в одно и то же время спускался вниз по Рио-Негро, останавливался на несколько дней в Манаусе и отправлялся дальше в провинцию Пара, заходя по пути в каждую гавань, где туземцы благоговейно украшали его флажками. Доплыв до Белена, он останавливался, поворачивал назад, поднимался вверх по Амазонке, затем по Рио-Негро и возвращался в лес, откуда так таинственно приходил. Как-то раз его хотели вытащить на берег, но река забурлила, разлилась и взять его не удалось. В другой раз капитан какого-то судна зацепил его багром и попытался тащить за собой на буксире. Но и на этот раз река разгневалась, оборвала канат и ствол чудесным образом скрылся. «А что с ним было потом?» спросила юная мулатка. «Говорят, в последний раз он сбился с пути», ответил Фаргазо, «и вместо того, чтобы подняться по Рио-Негро, поплыл дальше по Амазонке. С тех пор его больше не видели». «Ах, как хотелось бы его встретить!» воскликнула Лина. «Если мы его встретим, сказал Бениту, мы тебя, Лина, посадим на него, он везет тебя в свой таинственный лес и ты тоже сделаешься сказочной наядой». «А почему бы и нет?» задорно ответила девушка. «Вот сколько у вас легенд», проговорил Мануэль. «И должен сказать, ваша река их вполне достойна. Но с ней связаны и правдивые истории, стоящие этих легенд. Я знаю одну такую быль. И если бы не боялся вас опечалить, ибо она в самом деле печальна, я бы ее вам рассказал». «Ох, расскажите, господин Мануэль», вскричала Лина. «Я так люблю истории, от которых хочется плакать». «А разве ты умеешь плакать, Лина?» спросил Бениту. «Умею, но со смехом пополам». «Ну, тогда рассказывай, Мануэль». «Это история француженки чьи несчастья прославили эти берега в восемнадцатом столетии». «Мы вас слушаем», сказала Минни. «Итак», начал Мануэль, «в 1741 году два французских ученых, Бугер и Лакандамин, были посланы в экспедицию для измерения дуги меридиана под экватором, а после к ним прислали известного астронома по имени Годен де Одоне. Этот Годен де Одоне отправился в Новый Свет, но не один, он взял с собой молодую жену, детей, тести и брата жены. Путешественники прибыли в Кито в добром здравии, но тут на семью дес Одоне посыпались несчастья, и меньше, чем за год они потеряли нескольких детей. В конце 1759 года Годен де Одоне окончил работу, и ему пришлось переехать в Кито в Кайену. Прибыв в этот город, он хотел вызвать к себе и свою семью, но тут началась война, и ему пришлось добиваться у португальского правительства пропуска на госпожу де Одоне со всеми домочадцами. Трудно поверить, но проходили годы, а он все не мог добиться нужного разрешения. В 1765 году Годен де Содоне в отчаянии от этой задержки решил подняться по Амазонке и взять семью из Кито. Но перед самым отъездом он внезапно заболел и не мог выполнить своего плана. Однако, в конце концов, хлопоты его увенчались успехом, и португальский король дал госпоже де Содоне разрешение снарядить судно, чтобы спуститься по реке и соединиться с мужем. В то же время был отдан приказ, чтобы в миссиях Верхней Амазонки ее ждал конвой. Госпожа де Содоне, как вы увидите дальше, была женщина необыкновенно отважная. Она, не колеблясь, отправилась в путь через весь континент, несмотря на опасности этого путешествия. «Таков долг верной жены, Мануэль», сказала Якито, «и я поступила бы также на ее месте». Госпожа де Содоне, продолжал Мануэль, отправилась в Рио-Бамбо к югу от Кито, взяв с собой детей, брата и француз-врача. Им надо было добраться до миссии на бразильской границе, где их ожидало судно и конвой. Сначала путешествие шло благополучно, они спускались в лодки по притокам Амазонки, но с каждым днем затруднений и опасностей становилось все больше. К тому же, в этой местности свирепствовала оспа. Разные проводники, предлагавшие им свои услуги, через несколько дней сбегали, а последний, не покинувший их, погиб в реке, бросившись спасать тонущего французского врача. Скоро лодка, которая билась о скалы и сталкивалась с плывущими по реке бревнами, вышла из строя. Пришлось высадиться на берег, и там на опушке непроходимого леса путешественники построили себе шалаши из веток. Врач вызвался пойти вперед вместе с негром-слугой, который никогда не покидал госпожу Дес-Одане. Они отправились, их ждали много дней, но напрасно. Так они и не вернулись. Между тем запасы провизии иссякли, всеми покинутые путники попытались спуститься по реке на плоту, но потерпели неудачу. Они вернулись на берег, им пришлось двинуться в путь пешком сквозь почти непроходимую чащу. Бедным измученным людям это уже было не под силу. Они умирают один за другим, несмотря на все старания стойкой француженки их спасти. Проходит несколько дней и погибают все. Дети, родные, слуги. Несчастная женщина, воскликнула Лина. Госпожа Дес-Одане осталась совсем одна, продолжал Мануэль, одна за тысячу миль от океана, до которого ей надо было добраться. Теперь несчастную мать, своими руками похоронившую детей, вела вперед нематеринская любовь, ее поддерживала только привязанность к мужу. Она шла день и ночь и, наконец, вышла на берег Бобонаса. Здесь ее подобрали доброжелательные индейцы и вывели к Миссии, где ее ждал конвой. Но она пришла туда одна, а за ней остался путь, усеянный могилами. Затем она попала в Лоретто, где мы были несколько дней назад. Из этой перуанской деревни она спустилась по Амазонке, как мы спускаемся сейчас, и, наконец, встретилась с мужем после девятнадцати лет разлуки. Бедная женщина, вздохнула Минья. Бедная мать, прежде всего, сказала Якито. В эту минуту на корму пришел лоцман Араужо и доложил. Жам, Гараль, мы подходим к дозорному острову, где пересечем границу. Границу, повторил Гараль. Он стал, подошел к борту Жан-Гады и долго смотрел на островок, о которой разбивалось течение реки. Потом провел рукой по лбу, будто хотел прогнать какие-то воспоминания. Границу, прошептал он и невольно опустил голову. Но прошла минута, он снова выпрямился, лицо его выражало решимость выполнить свой долг до конца. Глава двенадцатая. Фрагазо за работой. Браза, раскаленный уголь, слово, вошедшее в испанский язык еще в двенадцатом веке. От него произошло слово Бразиль, обозначающее дерево, из которого добывают красную краску. Отсюда и название Бразилия, данное обширному краю в Южной Америке, через который проходит экватор, и где часто встречается это дерево. С давних времен с северянами велась торговля этим деревом. Хотя в местах, где оно растет, его называют Иберопетунга, за ним сохранилось и название Бразиль, данное потом стране, которая под лучами тропического солнца пылает, как громадный раскаленный уголь. Первыми заняли Бразилию португальцы в начале 16 века. Плотсман Альварес Кабраль присоединил ее к португальским владениям. И хотя затем Франция и Голландия тоже кое-где выдворялись в этой стране, она все же оставалась португальской и обладает всеми качествами, какими отличается этот небольшой, но мужественный народ. Теперь она стала одним из самых крупных государств Южной Америки. И во главе ее стоит умный и талантливый король Дон Педро. Вечером 25 июня Жан-Гада остановилась перед Табатингой, первым бразильским городом на левом берегу Амазонки. У самого устья ее притока, от которого город и получил свое название. Жан-Гараль решил провести здесь больше суток, чтобы дать отдохнуть всему экипажу. Итак, отъезд назначили на утро 27-го. На этот раз Якито с дочерью, которым меньше угрожала опасность стать жертвами местных москитов, выразили желание сойти на берег и познакомиться с городком. В Табатинге насчитывалось в то время 400 жителей, почти одних индейцев, в том числе и кочевников, которые чаще бродили по берегу Амазонки и ее притоков, чем сидели на месте. Уже несколько лет, как пост на острове Дозорном, забросили и перенесли в Табатингу, так что теперь это гарнизонный городок. Однако гарнизон его состоит всего из девяти солдат, индейцев и одного сержанта, который и считается настоящим комендантом форта. Берег высотой в 30 футов, с кое-как вырубленными в нем ступенями, осыпающиеся лестницы образуют крепостной вал перед этим крошечным фортом. Помещением для коменданта служат две хижины, поставленные под прямым углом и друг к другу, а солдаты занимают длинный барак в ста шагах от него под высоким деревом. Группа хижин на берегу, как две капли воды, похожа на все селение и деревушки, разбросанные по берегам Амазонки. Ее отличает только бразильское знамя на длинном шесте, поднятое над вечно пустующей будкой часового, да еще четыре бронзовые камнеметные пушечки, готовые обстрелять всякое судно, приближающееся к берегу, не соблюдая правил. Что касается самой деревни, то она разместилась внизу, по ту сторону крепости. Дорога, или вернее овражек, затененной фикусами и миртами, приводит к ней через несколько минут. Там, на крутом растрескавшемся глинистом берегу, стоит вокруг сельской площади дюжина крытых пальмовыми листьями хижин. Все это не очень интересно, но зато окрестности Табатинга очаровательны, особенно близ устья Жавари, которая здесь очень широка. На берегу растут прекрасные деревья, и среди них много пальм. Из гибких пальмовых волокон плетут гамаки и рыболовные сети, предметы местной торговли. Это один из самых живописных уголков на верхней Амазонке. В недалеком будущем Табатинга должна стать довольно крупной гаванью, и, наверное, начнет быстро развиваться. Тут будут останавливаться бразильские пароходы, идущие вверх по реке, и перуанские суда, спускающиеся в ее низовье. Здесь будут перегружаться товары и пересаживаться пассажиры. Для английской или американской деревни этого было бы достаточно, чтобы на несколько лет превратиться в крупный торговый центр. На этом отрезке река очень красиво. Разумеется, в Табатинге, расположенной более чем в шестистах лье от Атлантического океана, обычно не чувствуется морских приливов и отливов. Но Парарока, громадный водяной вал, сталкивается с течением реки и во время солнечного противостояния трое суток вздувает воды, амазонки гонят их назад со скоростью 17 км в час. Говорят, что в таких случаях уровень воды в реке поднимается от устья до самой бразильской границы. На другой день, 26 июня, семья Гораль собралась сойти на берег и осмотреть город. Жоам, Бенито и Мануэль уже бывали во многих бразильских городах, а Якита и Минни никогда. Для них это было первое знакомство с Бразилией. Не мудрено, что они придавали ему большое значение. С другой стороны, если Фрагазо, как бродячий цирюльник, исколесил немало провинций в Центральной Америке, то Лина, как ее юная хозяйка, еще не ступала на бразильскую землю. Прежде чем сойти с Жангады, Фрагазо зашел к Жоаму Горалю и между ними произошел следующий разговор. «Господин Гораль», сказал Фрагазо, «с того дня, как вы приютили меня на Фазенде, одевали, кормили, поили, словом, оказали редкое гостеприимство, я должен вам». «Вы мне ровным счетом ничего не должны, друг мой», ответил Жангараль. «Так что не стоит и говорить». «О, я не о том», воскликнул Фрагазо. «Ведь я сейчас не в состоянии отблагодарить вас. Вдобавок ко всему, вы еще взяли меня на Жангаду и дали возможность спуститься вниз по реке. Ну, а теперь мы на бразильской земле, которую мне никогда не довелось бы увидеть, ка бы не та лиана». «За это вам надо благодарить Лину, только Лину», остановил его Жоам Гораль. «Да, я знаю», ответил Фрагазо, «и никогда не забуду, чем я обязан, и ей, и вам». «Можно подумать, Фрагазо, что вы пришли попрощаться со мной», заметил Гораль. «Разве вы собираетесь остаться в Табатинге?» «Ни за что, господин Гораль, раз уж вы позволили мне ехать с вами до Беленат, где я, надеюсь, снова заняться своим делом». «А коли так, о чем же вы хотите меня просить, мой друг?» «Я хотел только спросить вас, разрешите ли вы мне заниматься моим ремеслом и по дороге, у меня уже чашутся руки, ведь этак можно и сноровку потерять. К тому же несколько горсточек рейс так приятно звенят в кармане, особенно когда их честно заработаешь». «Вы знаете, господин Гораль, что цирюльник, он же и прихмахер, я не смею сказать, он же и лекарь из уважения к господину Манаэлю, всегда находит себе клиентов в деревнях на верхней Амазонке». «Особенно среди бразильцев», заметил Жам Гораль, «потому что туземцы...» «Прошу прощения», возразил Фрагазо, «особенно среди туземцев, правда, им не приходится брить бороду, ведь природа поскупилась и лишила их этого украшения, но всегда находятся головы, которые нужно причесать по последней моде. Туземцы очень это любят, и мужчины, и женщины. Стоит не только выйти на площадь в таботинге с бильбоке в руках. Сначала их привлекает бильбоке, я очень недурно играю, и не пройдет и десяти минут, как меня со всех сторон обступят индейцы и индианки. Они ссорятся, добиваясь моего внимания. «Останься я здесь на месяц, и все племя Тикуна было бы причесано моими руками». Тотчас разнесся бы слух, что горячие щипцы, так они меня прозвали снова в таботинге. Я побывал тут уже два раза, и мои ножницы и гребенка права творили чудеса, но только нельзя слишком часто возвращаться на то же место. Сеньоры индианки причесываются не каждый день, как наши модницы в бразильских городах. Нет, уже если они причешутся, так не меньше, чем на год, и целый год изо всех сил стараются не повредить сооружения, которые я строю из их волос и довольно ловко, смею вас уверить. Вот уже скоро год, как я не был в таботинге. Наверное, я найду все свои постройки в развалинах, и если вы ничего не имеете против, господин Гораль, мне хотелось бы еще раз доказать, что я достоин репутации, которую заслужил в этих краях. Но для меня это прежде всего вопрос денег, а не самолюбия, уверяю вас. «Действуйте, мой друг», сказал, улыбаясь Жам Гораль. «Но действуйте быстро. Мы проводим в таборинге только один день, а завтра на рассвете отправимся дальше». «Я не упущу ни минуты», ответил Фрагазо, «только захвачу свой инструмент и бегу. Ступайте, и пусть деньги сыплются на вас дождем». «Да, это благодатный дождь, но он никогда не баловал вашего преданного слугу». С этими словами Фрагазо убежал. Минуту спустя вся семья, кроме Жоама Гораля, сошла на берег. Жангада смогла пристать к нему вплотную, так что это не представляло труда. Путешественники поднялись на площадку по ступеням изрядно разрушенной лестницы, вырубленной в высоком берегу. Якиту и ее спутников встретил комендант форта, который, хоть и был весьма небогат, однако знал законы гостеприимства, и пригласил их позавтракать у него в доме. По площади ходили взад-вперед солдаты гарнизона, а из дверей казармы выглядывали их жены из племени Тикуна с довольно невзрачными ребятишками. Поблагодарив за приглашение, Якита сама пригласила коменданта с женой позавтракать на Жангаде. Он не заставил себя долго просить, и встреча была назначена на 11 часов. А пока Якита с дочерью, служанкой и, конечно, в сопровождении Манаэля, отправилась погулять в окрестностях форта, оставив Бенито улаживать с комендантом дела по оплате стоянки в порту и таможенных сборов, так как сержант был одновременно и военачальником и начальником таможни. Закончив дела, Бенито собирался, как всегда, поохотиться в окрестных лесах. Но на этот раз Мануэль отказался идти с ним. Тем временем Фрагазо уже покинул Жангаду, но вместо того, чтобы подняться в деревню через ображек, тянувшиеся справа и выходившие прямо на площадь, он вполне разумно рассчитывал больше на местное население Табатинги, чем на солдат гарнизона. Без сомнения, жены солдат были бы рады отдать свои головы в его ловкие руки. Но их мужья не собирались попросту тратить рейсы на всякие причуды своих кокетливых подруг. У туземцев же все было иначе. Веселый цирюльник прекрасно знал, что здесь и жены, и мужья окажут ему самый радушный прием. Итак, Фрагазо поднялся по затененной густыми фикусами дороги и вышел в самый центр Табатинги. Едва знаменитый парикмахер появился на площади, как его тотчас заметили, узнали, окружили. У Фрагазо не было ни барабана, ни бубна, ни трубы, чтобы взывать клиентов. Не было у него и фургона с блестящими медными украшениями, яркими фонарями и зеркалами, или громадного зонта. Вообще ничего такого, чем привлекают толпу на ярмарках. Нет. У Фрагазо был только бильбоке, но зато как ловко плясала в его руке эта игрушка. С каким искусством он насаживал головку черепахи, привязанную на шнурке вместо шарика, на шпенек, торчащий из ручки. С каким изяществом он заставлял этот шарик лететь по точно рассчитанной кривой, которую, пожалуй, не могли бы вычислить даже математики, рассчитавшие знаменитую кривую, по которой собака бежит за хозяином. На площади собрались все местные жители, мужчины, женщины, старики и дети в своей неприхотливой одежде. Они смотрели во все глаза и слушали, развесив ужи. Веселый фокусник балагурил, как всегда, и нес всякий вздор, наполовину по-португальски, наполовину по-индейски, поглядывая на всех самым разудалым видом. Он говорил все, что кричат балаганные зазывалы, предлагая публике свои услуги. Выступает ли испанский Фигаро или французский парикмахер? У него была та же самоуверенность, тоже знание человеческих слабостей, те же затасканные остроты, тоже забавное фиглярство и изворотливость отуземцы слушали, с таким же изумлением, любопытством и доверчивостью, что и зеваки цивилизованного мира. Вот почему не прошло и десяти минут, как завороженные зрители столпились вокруг нашего Фигаро, устроившегося на площади в ложе, то есть в ловчонке, служившей и кабаком. Эта ложа принадлежала бразильцу-жителю Таботинки. Здесь за несколько ватемов, местная монета стоимостью в 20 рейсов или 6 сантимов, жители могли пить туземные напитки, чаще всего асаи. Это довольно густой ликер, изготовленный из пальмовых плодов, и пьют его из куй, то есть из половинки выдолбленной тыквы. Такими сосудами широко пользуются в бассейне Амазонки. Теперь мужчины и женщины спешили занять место на табуретке перед цирюльником, причем мужчины торопились не меньше, чем дамы. Ножницам Фрагазо приходилось бездействовать, ибо не могло быть и речи о том, чтобы остричь эти роскошные шапки волос, отличавшиеся тонкостью и густотой. Но зато его гребню и щипцам, которые уже накалялись на жаровне в углу, предстояла немалая работа. А как наш мастер подзадоривал толпу! Глядите, глядите, друзья мои, кричал он, вы увидите, как прочно будет держаться завивка, только не сомните ее, когда ляжете спать. Она продержится целый год, а ведь это самые модные прически в Белене и в Рио-де-Жанейро. Королевские фрейлины и те причесаны не лучше. И обратите внимание, я не жалею помады. Что и говорить, помады он не жалел. Правда, он брал просто немного топленого сала и подмешивал к нему сок душистых цветов, но смесь эта застывала как цемент. Воистину, сооружение, созданное рукой Фрагазо, можно было бы назвать волосяными дворцами, в которых сочетались все архитектурные стили. Локоны, кольца, завитки, косички, кудряшки, волны, штопоры, букли, всему находилось место. И никакой подделки ни накладных волос, ни валиков, ни фальшивых шиньонов. Волосы у туземцев не какая-нибудь чахлая лесная поросль, истощенная частыми вырубками. Это скорее густой лес во всей его девственной силе. Однако, Фрагазо не пренебрегал и украшениями. Он добавлял то несколько живых цветов, то две-три длинные рыбные кости, то кое-какие медные или костяные побрякушки, которые приносили ему местные щеголихи. Уж, наверное, щеголихи времен директории позавидовали бы изысканности этих причудливых причесок, уложенных в три, а то и в четыре яруса. И сам великий Леонар, пожалуй, преклонился бы перед своим заморским соперником. Вот тут-то ватемы и рейсы, единственные деньги, на которые жители Амазонки обменивают свои товары, потекли в карманы Фрагазо, который принимал их с явным удовольствием. Однако, вскоре стало очевидно, что до наступления вечера он не успеет обслужить клиентов, которые все пребывали. У входа в ложу теперь толпились не только жители Табатинги. Весть о приезде Фрагазо мгновенно облетела округу, туземцы стекали со всех сторон индейцы Тикуна, слева берега, майоруна, справа, пришли и те, кто жил на берегах Кажуру, и те, кто поселился в деревнях на Жаваре. На площади выстроился длинный хвост нетерпеливых клиентов. Счастливцы и счастливицы, побывавшие в руках у Фрагазо гордо ходили из дома в дом хвастой своей прической, но двигались с опаской, совсем как большие дети, какими они и были. Понятно, что когда пробило полдень, наш занятый по горло Фигаро не мог уличить минуты, чтобы сбегать позавтракать на Жангаду. Ему пришлось ограничиться стаканчиком Асаии, горстью вареной тапиоки и черепашьими яйцами, которые он глотал между делом, продолжая орудовать щипцами. Кабатчик тоже немало заработал, ведь каждая прическа обильно обмывалась напитками из погребов его ложи. Воистину, приезд знаменитого Фрагазо, штатного и сверхштатного парикмахера племен Верхней Амазонки, был для Табатинги крупным событием. Глава тринадцатая. Торос Пять часов вечера Фрагазо трудился по-прежнему. Он вывелся из сил и боялся, как бы ему не пришлось провести здесь всю ночь, чтобы обслужить ожидающих клиентов. В эту минуту на площадь вышел какой-то незнакомец и, увидев, сборище туземцев подошел к кабачку. Несколько минут он внимательно и недоверчиво разглядывал Фрагазо. По-видимому, этот осмотр его удовлетворил, потому что он вошел в кабачок. Незнакомцу было лет тридцать пять. Довольно изящный дорожный костюм подчеркивал странность его фигуры, но густая черная борода, которой, как видно, давно не касались ножницы и слишком длинные волосы настоятельно требовали вмешательства парикмахера. «Здорово, приятель!» сказал он, слегка хлопнув Фрагазо по плечу. Фрагазо обвернулся, услышав эти слова, произнесенные на чистом бразильском языке. А не на смешанном местном наречии. «Соотечественник?» спросил он, продолжая трудиться над непокорным завитком на голове индианки. «Да», ответил незнакомец, «соотечественник, который нуждается в ваших услугах». «С моим удовольствием, си минутку», сказал Фрагазо, «как только я обслужу эту даму». И он закончил прическу двумя взмахами щипцов. Хотя новоприбывший не имел права занять освободившееся место, он уселся на табуретку, что не вызвало возражений среди туземцев, вынужденных уступить ему очередь. Фрагазо отложил щипцы и взялся за ножницы, спросив по обычаю своих собратьев, «Что прикажете?» «Подстричь бороду и волосы», ответил незнакомец. «Слушаюсь», и Фрагазо запустил гребень в густые волосы своего клиента. Ножницы тотчас принялись за дело. «Вы прибыли издалека», заговорил Фрагазо, который не мог работать и не болтать. «Из окрестностей Икитоса». «Скажите, и я тоже», воскликнул Фрагазо. «Я спустился по Амазонке от Икитоса до Тоботинга. Разрешите узнать ваше имя?» «Пожалуйста», ответил незнакомец. «Меня зовут Торрес». Когда волосы клиента были обстрижены по последней моде, Фрагазо перешел к его бороде. Но, взглянув ему прямо в лицо, невольно остановился. Однако он тут же снова заработал ножницами и, наконец, спросил. «Послушайте, господин Торрес, ваше лицо мне знакомо. Не встречались ли мы где-нибудь с вами?» «Не думаю», поспешно ответил Торрес. «Стало и Фрагазо снова углубился в работу. Минуту спустя Торрес вернулся к разговору, прерванному вопросом Фрагазо. «На чем вы ехали из Икитоса?» «От Икитоса до Таботинки?» «Да». «На громадном деревянном плоту, по приглашению достойного хозяина Фазенда, который плывет по Амазонке со всей своей семьей». «Ах, вот как!» откликнулся Торрес. «Вам повезло, ваш хозяин согласился взять и меня?» «А разве вы тоже собираетесь спуститься вниз по реке?» «Вот именно». «До пара?» «Нет, только до Манауса. Там у меня дела». «Ну что ж, мой хозяин человек любезный, я думаю, он охотно окажет вам эту услугу». «Вы думаете?» «Могу сказать, я в этом уверен». «А как зовут этого владельца Фазенды?» небрежно спросил Торрес. «Жоам Гораль», ответил Фрагазо и, отвернувшись, пробормотал про себя. «Ей богу, я где-то видел это лицо». Торрес был не из тех, кто прекращает разговор, который его интересует, да еще по серьезной причине. «Значит», продолжил он, «Вы думаете, что Жоам Гораль согласится взять меня с собой?» «Повторяю, я в этом не сомневаюсь. То, что он сделал для такого бездомного бродяги, как я, он, конечно, не откажется сделать и для вас, своего соотечественника. Он плывет один на своей Жангаде?» «Нет, я же вам только что сказал, он плывет со всей своей семьей, и все они прекрасные люди, уверяю вас, а также с экипажем из индейцев и негров, рабочих фазенды». «А он богат этот Жангараль?» «Еще бы, даже очень!» «Строевой лес, из которого связана которые на ней везут, уже составит целое состояние». «Значит, Жангараль только что пересек бразильскую границу вместе со своей семьей?» повторил Торос. «Ну да», ответил Фрагазо, «с женой, сыном, дочерью и ее женихом». «Так у него есть дочь?» «Да, и при том красавица». «И она собирается замуж за славного молодого человека военного врача из Беленского гарнизона». «Отлично», сказал, улыбаясь Торос. «Значит, это почти что свадебное путешествие». «Путешествие свадебное, увеселительное и деловое», сказал Фрагазо. «Госпожа Якита, Гораль и ее дочь никогда не была на бразильской земле, а Жангараль первый раз пересек границу с тех пор, как поселился на ферме старого Могальяноса». «Я полагаю, что их сопровождает и кое-кто из прислуги». «Разумеется, старая Сибелла, она 50 лет прожила на ферме, и прелестная была от Калина. Скорее подруга, чем горничная молодой хозяйки. Ах, что за милый характер, какое сердце, какие глаза! И обо всем имеет собственное суждение, например, о лианах». Сев на своего конька, Фрагазо, наверное, еще долго не мог бы остановиться, изливая свои восторги по адресу Лины, если бы Торрес не встал с табуретки, чтобы дать место следующему клиенту. «Что я вам должен?» спросил он у цирюльника. «Ничего», ответил Фрагазо. «Какие могут быть счеты между земляками, встретившимися на границе?» «Однако, я хотел бы», возразил Торрес, «ладно, ладно, сосчитаемся потом на Джангаде». «Не знаю, право, осмелюсь ли я просить Джоама Гораля принять меня. Не робейте, если хотите, я поговорю с ним. Он, наверное, будет рад оказать вам услугу». В эту минуту Мануэль и Бенито, отправившиеся после обеда в город, зашли посмотреть, как Фрагазо справляется с работой и показались на пороге ложи. Торрес обернулся и вдруг воскликнул. «Э, вот два молодых человека, которых я знаю или, вернее, узнаю». «Узнаете?» с удивлением спросил Фрагазо. «Да, разумеется. С месяц тому назад в лесу под Экитосом они выручили меня из большой беды». «Так ведь это как раз Бенито Гораль и Мануэль Вальдес?» «Да, знаю. Они назвали себя, но я никак не ожидал встретиться с ними здесь». И Торрес и Торрес подошел к молодым людям, которые смотрели на него, не узнавая. «Вы не помните меня, господа?» спросил он. «Погодите», ответил Бенито, «господин Торрес, если мне не изменяет память, это у вас в Экитосском лесу вышли неприятности с Гуарибой». «Вот-вот, именно у меня», подтвердил Торрес. «Уже шесть недель, как я иду вдоль Амазонки и перешел границу в одно время с вами». «Рад вас видеть», сказал Бенито. «А вы не забыли, что я приглашал вас на фазенду моего отца?» «Нет, не забыл». «Вам следовало принять мое приглашение, сударь. Вы могли бы подождать нашего отплытия, отдохнуть бы после странствий и добраться бы с нами до границы. Вы избежали бы многих дней трудного пути». «Ваша правда», согласился Торрес, «наш земляк не задержится на границе», заговорил Фрагазо. «Он направляется в Манаус». «Ну что ж», заметил Бенито, «если вы посетите Жангаду, вы встретите радушный прием, и я уверен, что отец сочтет своим долгом предложить вам место на ней». «Охотно приду», ответил Торрес, «и позвольте заранее поблагодарить вас». Монаэль не принимал участия в разговоре. Он не мешал великодушному Бенито предлагать свои услуги, а сам внимательно разглядывал Торреса, внешность которого ему не нравилась. В самом деле во взгляде этого человека не чувствовалось никакой искренности. Глаза его так и бегали, как будто боялись остановиться на собеседнике. Но Монаэль ничем не выдал своего впечатления, не желая повредить нуждающемуся помощи соотечественнику. «Господа», сказал Торрес, «если вы согласны, я готов следовать за вами в гавань». «Идемте», ответил Бенито. Четверть часа спустя Торрес был на Жангаде. Бенито представил его Жоаму Горалю, рассказал, при каких обстоятельствах произошла их первая встреча, и попросил разрешение довести Торреса на Жангаде до Манауса. «Я буду очень рад, сударь, оказать вам эту услугу», ответил Жангараль. «Благодарю вас», проговорил Торрес, и хотел было протянуть ему руку, но удержался, как бы, помимо своей воли. «Мы отплываем завтра на рассвете», добавил Жангараль, «и вы можете сейчас же устроиться на борту». «О, устроиться мне недолго», ответил Торрес. «Я налегке, у меня с собой ничего нет». «Ну что ж, будьте как дома», сказал Жангараль. В тот же вечер Торрес занял комнату неподалеку от Цирюльника, а Фрагазо, только восемь часов вернувшись на Жангаду, подробно рассказал юной младке о своих подвигах и не без гордости повторял, что его слава знаменитого Цирюльника еще возросла в бассейне Верхней Амазонки. Глава 14. Вниз по реке. На рассвете 27 июня концы были отданы и Жангада вновь заскользила вниз по реке. Теперь на борту стал одним пассажиром больше. Но откуда взялся этот человек, никто не знал. Куда он направлялся? По его словам, в Манаус. Однако Торрес тщательно скрывал все, что относилось к его прежней жизни. Помалкивал о своей профессии, которую бросил всего два месяца назад. И никто не подозревал, что на Жангаде нашел себе приют бывший лесной стражник. А Жангараль не хотел отравлять назойливыми расспросами услугу, оказанную им Торресу. Приняв путника на борту, Жангараль действовал из гуманных побуждений. На безлюдных просторах Амазонки, особенно в ту пору, когда большие пароходы еще не браздили ее воды, было очень трудно найти быстрый и надежный способ передвижения. Сюда ходили нерегулярно и путешественникам чаще всего приходилось пробираться пешком сквозь леса. Так странствовал и продолжал бы странствовать и Торрес, если бы счастливый случай не привел его на Жангаду. Теперь, когда Бенито представил Торреса отцу и рассказал, при каких обстоятельствах повстречался с ним, Торрес мог считать себя полноправным пассажиром и вести себя как на большом пароходе, участвовать в общей жизни, если ему захочется, или держаться особняком, коли у него необщительный нрав. Торрес ни с кем не пытался сближаться, особенно в первые дни. Он вел себя очень сдержанно, отвечал, когда к нему обращались, но сам ни о чем не спрашивал. Если он и бывал разговорчив, то лишь сфрагазо. Быть может, потому что тот подал ему счастливую мысль пуститься в путь на Жангаде. Порой он расспрашивал своего веселого спутника о положении семейства Гараль в Икитосе, о чувствах дочери хозяина к Мануэле Вальдосу, но и тут говорил с осторожностью. Чаще всего он любил прогуливаться в одиночестве на носу Жангаде, либо сидел в своей комнате. Завтракал и обедал он вместе с Жамом Гаралем и его семьей, но почти не принимал участия в общей беседе и по окончании трапезы тотчас удалялся. Все утро Жангада плыла среди живописной группы островов, расположенных в широком лимане Жаварии. Этот крупный приток Амазонки течет к юго-западу, а на всем его пути от истока до устья не встречается ни острова, ни порога. Его устье шириной около трех тысяч футов начинается на несколько миль выше места, где прежде стоял город Жаварий, право владеть которым долго оспаривали испанцы и португальцы. До утра 30 июня путешествие продолжалось без всяких происшествий. Порой навстречу Жангаде попадалась вереница скользящих вдоль берега лодок, связанных с цепочкой, так что один туземец мог управлять всеми сразу. Вскоре позади остались острова Арария, архипелаг Кальдерон, остров Капиату и многие другие еще неизвестные географом. 30 июня Лоцман указал на правом берегу реки деревушку Журупари Таперу, где решено было сделать остановку на 2-3 часа. Мануэль и Бенито отправились поохотиться в окрестностях и принесли кое-какую пернатую дичь, которой оказали радушный прием на кухне. Молодым людям удалось также убить и зверя, но он представлял больший интерес для естествоиспытателя, чем для кухарки на Жангаде. Это было четвероногое с темной шерстью, чем-то напоминавшее большого Ньюфаундленда. «Вот муравье от редкой породы», провозгласил Бенито, бросая его на палубу Жангады. «И прекрасный экземпляр, который послужил бы украшением коллекции в музее», добавил Мануэль. «Наверное, нелегко словить этого диковинного зверя», спросила Минья. «Еще бы, сестренка», ответил Бенито. «К счастью, тебя с нами не было, чтобы вымолить ему пощаду. Ох, и живучи же эти твари. Я истратил не меньше трех пуль, пока не уложил его». Это был в самом деле великолепный муравьед с длинным сероватым хвостом, узкой мордой, которую он засовывает муравейник, главной пищей служат ему муравьи, и длинными худыми лапами, с острыми пятидюймовыми когтями, которые сжимаются, как пальцы на руке. Но что за рука? Если муравьед что-нибудь схватил, то уж не выпустит, остается только отрубить ему лапу. А сила у него такая, что путешественник Эмиль Каррей справедливо заметил, хватка у него железная, даже тигр не может вырваться из его костей». Утром 2 июля Жангада подошла к Сан-Паулу де Оливенца. Раскользнув среди множества островов, круглый год покрытых зеленью и затененных величественными деревьями. Самые крупные из этих островов называются Журупари, Рита, Мараканатена и Курурусапо. Несколько раз Жангада проплывала и мимо устьев небольших притоков с черной водой, так называемых Игуарапе. Цвет этих вод любопытное явление, свойственное многим притокам Амазонки и малым и большим. Мануэль обратил внимание на то, как тёмен этот цвет и как резко выделяются тёмные струи на белесоватой поверхности реки. Учёные по-разному объясняют причины такой окраски, сказал он, но, кажется, ни один не нашёл достаточно убедительного объяснения. Вода тут совсем тёмная с чудесным золотистым отливом, заметила Минья, указывая на переливающуюся водную гладь вокруг Жангады. Да, согласился Мануэль, ещё Гумбольд, как и вы, дорогая, наблюдал этот странный оттенок. Но, присмотревшись внимательнее, вы увидите, что среди многих цветов здесь преобладает цвет сепии. А вот вам ещё явление, вскричал Бенито, о котором учёные спорят и не могут прийти к соглашению. Быть может, стоило бы спросить мнение кайманов, дельфинов и ламантинов, заметил Фаргазо, потому что они выбирают именно тёмные воды для своих игр. Несомненно, тёмная вода особенно привлекает этих животных, подтвердил Мануэль. Но почему? На это очень трудно ответить. Обязана ли вода своим цветом, содержащемуся в ней раствору углерода, или она темнеет, протекая по торфяному руслу, пробиваясь сквозь слои каменного угля и антрацита, или её окрашивает множество мельчайших растений, которые она уносит своим течением. Тут нельзя сказать ничего определённого. Во всяком случае, это превосходная питьевая вода. Она отличается редкой в этом климате свежестью, не имеет никакого привкуса и совершенно безвредна. Зачерпните немного воды, милая мини, и попробуйте, вы можете пить её без всяких опасений. И правда, вода была свежая и прозрачная. Она вполне могла бы поспорить с водой, подаваемой к столу в Европе. На Жангаде ею наполнили несколько бутылей для нужд кухни. Как сказано выше, утром 2 июля Жангада прибыла в Сан-Паулу де Оливенце, где изготавляют чётки из скорлупы кокосовых орехов и затем нанизывают на тысячи длинных нитей. Эти чётки очень ходкие товар. Быть может, покажется странным, что прежние хозяева страны тупинамбы и тупеники теперь более всего занимаются изготовлением предметов католического культа. А, впрочем, почему бы и нет? Ведь нынешние индейцы не то, что прежние. Они сменили свои национальные костюмы, головные уборы из перьев ара, луки и сарбаканы на американскую одежду, белые штаны и пуншо из полотна, вытканного их жёнами, которые стали мастерицами в этом деле. Сан-Паулуди Оливенса довольно значительный город, в нём не меньше двух тысяч жителей, выходцев из всех соседних племён. Теперешняя столица Верхней Амазонки когда-то была просто миссией, основанной в 1692 году португальскими кармелитами, а теперь перешедшей в руки миссионеров и иезуитов. В былые времена вся страна принадлежала племени Амагуа, что по-индейски означает плоскоголовые. Название это произошло от варварского обычая сдавливать головку новорождённого между двумя дощечками, чтобы придать ей удлинённую форму, что считалось в ту пору очень модным. Но, как всякая мода, это тоже прошла. Головы у Амагуа теперь естественной формы, и среди местных ремесленников, делающих чёткий, вы уже не встретите никого с таким изуродованным черепом. Вся семья, за исключением Жама Гораля, сошла на берег. Торос предпочёл остаться на берегу и не выразил никакого желания познакомиться с Сан-Паулу ди Оливенса, хотя, по-видимому, не знал этого города. Надо признать, что этот авантюрист был не только молчалив, но и нелюбопытен. Бениту без труда произвёл обмен товарами и пополнил груз на Жан-Гаде. Вместе со всей семьёй он встретил самый радушный приём у городских властей, коменданта крепости и начальника таможни, которым их должность нисколько не мешала заниматься торговлей. Они даже передали молодому человеку кое-какие местные товары, поручив ему продать их в Манаусе или Белене. Город состоял из 60 домиков, разбросанных на небольшом плато, возвышавшемся над берегом реки. Некоторые были крытые черепицы, что встречается довольно редко в здешних краях. И даже скромная церковь, посвященная святым Петру и Павлу, стояла под соломенной крышей. Комендант, его адъютант и начальник полиции приняли приглашение отобедать на Жангаде, и Жоам Гораль принял их с подавающей их званию учтивостью. Во время обеда Торрес был разговорчивее, чем обычно. Он рассказывал о своих путешествиях вглубь Бразилии, как человек, знающий эту страну. Но, говоря об этих путешествиях Торрес в то же время бы спрашивал у коменданта, знает ли он Манаус, там ли сейчас комендант города, не отлучается ли в жаркое время года главный судья. Задавая все эти вопросы, Торрес украдкой поглядывал на Жоама Гораля. Это было так видно со стороны, что Бенито, с удивлением наблюдавший за ним, отметил про себя, как внимательно его отец прислушивается к странным вопросам Торреса. Комендант Сан-Паулоди Оливенца заверил Торреса, что власти в Манаусе находятся на своих местах и даже попросил Жоама Гораля передать им поклон. По всей вероятности Жан-Гада прибудет в этот город самое позднее недель через семь, между двадцатым и двадцать пятым августа. Вечером гости простились с семьей Горалей, а наутро третьего июля Жан-Гада снова двинулась вниз по течению. В полдень она проплала мимо устья Якурупы, оставив его влево от себя. Этот приток, напоминающий просто канал, соединяется с Исой, которая сама представляет собой левый приток Амазонки. Любопытное явление, в некоторых местах река питает собственные притоки. К трем часам пополудни Жан-Гада прошла мимо устья Жан-Диатубы, которая катит с юга-запада черной воды и оросив земли индейцев Кулино, вливается в великую водную артерию, образуя устья шириной в 400 метров. Жан-Гада миновала множество островов Пиматикаэра, Катурия, Чико, Матачино, одни были населены, другие необитаемы, но все покрыты роскошной растительностью, которая тянется сплошной зеленой каймой вдоль всей Амазонки. Глава пятнадцатая. Все еще вниз по реке. Наступил вечер пятого июля. Со вчерашнего дня воздух стал душным и тяжелым, предвещая грозу. Крупные рыжеватые летучие мыши носились над самой водой, широко взмахивая крыльями. Среди них попадались темно-коричневые перо-валадоры со светлым брюшком, к которым Минья и еще больше Лина чувствовали инстинктивное отвращение. Это действительно мерзкие вампиры. Они высасывают кровь у скота и порой нападают даже на человека, когда его сморит сон на равнине. Ох, какие гнусные твари! вскрикнула Лина, закрывая руками глаза. Я их боюсь! Они в самом деле опасны, заметила Минья. Верно, Мануэль? Да, очень опасны, ответил он. У этих вампиров особое чутье, они как будто знают, где легче высасывать кровь, например, за ухом. При этом они не перестают махать крыльями, навевая приятную прохладу, и уснувшие продолжают крепко спать. Я слышал про людей, которые, не почувствовав боли, несколько часов подвергались такому кровопусканию и уже больше не проснулись. Не рассказывайте нам таких ужасов, Мануэль, сказала Якито, а то Минья и Лина всю ночь не сомкнут глаз. Не бойтесь, ответил Мануэль, если понадобится, мы будем охранять их сон. Тише, вдруг перебил его Бенито. В чем дело, спросил Мануэль, разве вы не слышите какой-то странный шум оттуда? И Бенито указал на правый берег. А ведь и в самом деле, заметила Якито. Что это за шум, спросила Минья, кажется, будто по берегу перекатывают гальку. Понял, я знаю, в чем дело, вскричал Бенито. Завтра на рассвете любители черепашьих яиц и маленьких свежих черепах найдут на берегу богатое угощение. Он не ошибся. Шум производило бесчетное множество черепах всевозможной величины, выползавших на берег для кладки яиц. Эти присмыкающиеся выбирают себе подходящее место в песке на берегу и закапывают туда яйца. Начинают они на закате солнца и кончают на рассвете. В эту минуту черепаха вожак уже вышла из воды, чтобы найти удобное место. Тысячные стаи черепах вылезли следом за ней и принялись рыть лапами ямки. Проделав эту работу, черепахи откладывают туда яйца, а затем им остается только засыпать ямки песком и хорошенько утрамбовать своим брюхом. Для индейцев, живущих на берегах Амазонки и ее притоков, кладка черепах и яиц очень важное событие. Они подкарауливают черепах, сзывают племя барабанным боем, выкатывают яйца и делят добычу на три части. Одну для караульщиков, другую для всего племени, а третью для береговой охраны, которая наряду с полицией собирает дань с местных жителей. Те отмели, что обнажаются во время спада воды и привлекают наибольшее количество черепах, называются королевскими пляжами. Конец сбора черепашьих яиц праздник для индейцев. Начинаются игры, пляски, пиршества. Это праздник и для кайманов, которые пожирают обедки. Черепахи и черепашьи яйца занимают очень значительное место в торговле по всему бассейну Амазонки. Когда черепахи возвращаются к реке после кладки яиц, их ловят, переворачивают на спину, а затем сохраняют живыми, либо помещая в огороженные садки, вроде садков для рыбы, либо привязывая к колышкам на веревке такой длины, чтобы они могли бродить по берегу и плавать в реке. Таким образом, можно всегда иметь маленькими, только что вылупившимися черепахами. Их не надо ни сажать в садки, ни привязывать, панцирь у них еще совсем мягкий, а мясо чрезвычайно нежное, и их едят точно так же, как устриц, но только вареными. В таком виде их поглощают в больших количествах, однако в провинциях Амазонки и Пара чрезвычайно распространен еще один способ употребления черепашьих яиц. Из них изготавливают так называемые черепаховое масло, которое не уступает лучшему маслу Нормандии или Британии. На это уходит от 250 до 300 миллионов яиц в год, но в водах бассейна Амазонки бесчетное количество черепах, и они закапывают в песчаные берега несметное количество яиц. И все же вследствие того, что за черепахами охотятся не только местные жители, но также береговые птицы из отряда голенастых, пернатые хищники, Урубу и речные Кайманы, число их значительно уменьшилось, и цены на них все растут. Наутро чуть свет, Бенитов, Прагазо и несколько индейцев сели в пирогу и отправились на один из больших островов, мимо которых они проплыли ночью. Жангаду незачем было останавливать, им будет легко ее догнать. На берегу виднелись небольшие холмики, указывавшие, где этой ночью были зарыты кучки яиц. Под каждым холмиком их лежало от сорока до шестидесяти штук. Однако охотники не собирались их откапывать. Два месяца назад здесь была заложена первая кладка, и в горячем песке из яиц вылупились тысячи маленьких черепашек, бежавших теперь по берегу к воде. Охота была удачная, пирога быстро наполнилась забавными животными, которые прибывали на Жангаду как раз к завтраку. Добычу разделили между пассажирами и командой, и к вечеру от нее уже ничего не осталось. К утру 7 июля Жангада подошла к Сан-Хозе де Матура, поселку, расположенному у маленькой речки, заросшей высоким камышом, а утром 8 июля путешественники увидели деревню Сан-Антонио, всего 2-3 домика, прятавшихся за высокими деревьями, и вышли к устью Исы или Утаймайо, шириной в 900 метров. Путамайо один из самых крупных притоков Амазонки. Эта река течет к востоку с гор Пасто, на северо-восток от Кито, сквозь прекрасные леса диких какаовых деревьев. Она судоходна, на протяжении 140 лье для пароходов с осадкой не более 6 футов, и со временем должна стать одним из главных водных путей Западной Америки. Между тем, настала плохая погода. Пока не было длительных дождей, но порой налетала гроза. Эти атмосферные явления не могли замедлить ход Жангады, которая не зависела от ветра и благодаря своей длине не поддавалась качки, даже когда на реке вздымались волны, но во время коротких ливней семье Гораль приходилось прятаться в дом. Тогда, чтобы заполнить часы досуга, заводили беседы, делились впечатлениями, и языки всегда находили себе работ. Вот тогда Торрес начал понемногу принимать все большее участие в разговорах. Разные случаи из его многочисленных путешествий по Северной Бразилии служили ему темой для рассказов. Этот человек несомненно много повидал, но рассуждения его были так циничны, что чаще всего коробили слушавших его прямодушных людей. Надо сказать, что он оказывал особое внимание Минье, однако не так назойливо, чтобы Мануэль, которому это совсем не нравилось, счел себя вправе вмешаться. К тому же девушка испытывала к Торресу инстинктивную неприязнь и отнюдь не пыталась ее скрывать. 9 июля на левом берегу реки показалась устье Тунантино. Этот приток, текущий с запада северо-запада, орошает земли индейцев Кассена и вливает свои черные воды в Амазонку, образуя лиман шириной в 400 футов. В этом месте Амазонка становится поистине величественной, но русло ее все больше загромождают всевозможные острова и островки. Лосману пришлось приложить все свое искусство, чтобы ввести Жангаду сквозь этот архипелаг, лавировать между берегами, избегать мели, обходить водовороты и не терять главного направления. Он мог бы войти в Агуати-Пара на своеобразный естественный канал, который отходит от Амазонки чуть повыше устья Тонантино и позволяет вернуться в нее на 120 миль ниже по течению через устье реки Япуры. Но если этот канал в самом широком месте достигает 150 футов, то в самом узком не превышает 60, и Жангаде там было бы трудно пройти. Короче говоря, 13 июля, миновав остров Капура и устье Жутаи, которая течет с юга запада и вливает в Амазонку свои темные воды, образуя бухту в 1500 футов шириной, наши путешественники продолжали путь. Наглядевшись на полчища примилых светло-серых обезьян с красными, словно киноварь, мордочками, которые жадно уничтожали орехи с пальм, давших название реке Жутаи, они причалили у маленького городка Фонте-Боа. Здесь Жангада сделала остановку на 12 часов, чтобы дать отдохнуть экипажу. Фонте-Боа, как и большинство поселков Миссии на Амазонке, не раз перекочевывал с места на место по воле его непостоянных жителей. Однако, возможно, что этот городок уже покончил с кочевой жизнью и впредь станет оседлом. Тем лучше для него, потому что у него прелестный вид, три десятка крытых листьями хижин разбросаны вокруг церкви гвадалубской Божьей Матери, темнолицей Мексиканской Богородицы. В Фонте-Боа насчитывается около тысячи жителей, индейцев с обеих берегов реки, которые выращивают большие стада скота на богатых окрестных пастбищах. Но этим их занятие не ограничивается. Они еще и бесстрашные охотники, или вернее, бесстрашные ловцы ламантинов. В тот же вечер молодые люди присутствовали при очень интересной ловле ламантинов. Два этих животных были недавно замечены в темных водах реки Кайарату, впадающей в Фонте-Боа. На ее поверхности двигалось шесть бурых точек. То были две толстые морды и четыре плавника ламантинов. Неопытные рыбаки приняли бы эти точки, заплывущие по течению обломки дерева, но жители Фонте-Боа не могли ошибиться. Действительно, вскоре ламантинов выдало громкое фырканье. Животные шумно выдыхали застоявшийся в легких воздух. Две убы с тремя ловцами на каждой отошли от берега и приблизились к ламантинам, но те тотчас обратились в бегство. Бурые точки прочертили длинный след на поверхности воды и разом исчезли. Ловцы осторожно двигались вперед. Один из них, вооруженный самым примитивным гарпуном, палкой с длинным гвоздем на конце стоял на носу пироги и два других гребли бесшумно опуская весла. Они ждали, когда необходимость набрать воздуха выгонит ламантинов на поверхность. Пройдет минут десять и животные снова вынырнут на сравнительно небольшом расстоянии. Так и случилось. Едва истекло это время, как невдалеке вновь появились бурые точки и кверху с шумом взметнулись два фонтана, смешанные с воздухом воды. Убы подошли ближе, разом взвились два гарпуна. Один пролетел мимо, но другой вонзился в хвостовой позвонок ламантина. Этого было достаточно, чтобы парализовать животное, которое теряет способность защищаться, как только его ранит гарпун. Ламантина мало-помалу подтянули на веревке к убе, а потом подтащили к берегу у самой деревни. Это оказался маленький ламантин, не больше трех футов длины. Этих бедняк так беспощадно истребляют, что в водах Амазонки и ее притоков они встречаются все реже. Им не дают времени вырасти, и теперь эти водяные великаны достигают здесь не более семи футов. Разве можно сравнить их с двенадцати и пятнадцати футовыми ламантинами, которых еще так в реке. Однако помешать их истреблению очень трудно. Мясо ламантинов превосходно на вкус, лучше даже свинины, а из его сала в три дюйма толщиной вытапливают жир, который ценится очень высоко. В копченом виде мясо их сохраняется очень долго и служит здоровой пищей. К тому же выловить ламантина довольно легко, поэтому нечего удивляться, если этот вид животных будет скоро уничтожен. В наши дни взрослый ламантин, который прежде приносил два чана жира по 180 фунтов, теперь дает только четыре испанских ароба, то есть всего 200 фунтов. 19 июля на рассвете Жангада покинула Фонтибуа и поплыла между пустынными берегами вдоль очень живописных островов, поросших какаовыми деревьями. Небо было по-прежнему обложено тяжелыми насыщенными электричеством тучами, которые предвещали новые грозы. Вскоре на правом берегу показалась река Журуа, текущая с юга запада. Если подняться вверх по этому чистому потоку, питаемому множеством родников, то можно добраться до самого Перу, не встретив непреодолимых препятствий. Быть может, заметил Мануэль, именно в этих краях следует искать потомков воинственных амазонок, которыми так восхищался Орельяна. Однако надо сказать, что теперь здешние женщины не живут обособленно, по примеру своих прародительниц, они попросту жены своих мужей, сражаются бок о бок с ними и славятся своей храбростью. Жан-гада продолжала плыть вниз по течению, но теперь амазонка представляла собой настоящий лабиринт. Река Япура, один из самых крупных притоков Амазонки, устья которого было на 80 километров ниже, текла почти параллельно великой реке. Между ними образовались каналы, протоки, лагуны, временные озера, запутанная сеть водных дорог, что очень усложняло гидрографию местности. Но хотя у Арауджи и не было гидрографической карты, вернее, всякой карты, служил ему опыт, и можно было залюбоваться, как ловко он маневрирует в этом лабиринте, никогда не сбиваясь и не теряя основного русла. Итак, благодаря его стараниям, 25 июля после полудня, пройдя мимо деревни Парани-Тапера, Жангада остановилась у входа в озеро Эга, или Фетте, куда не имело смысла заходить, иначе пришлось бы возвращаться обратно, чтобы продолжить путь по Амазонке. Но город Эга довольно интересен, стоило остановиться, чтобы его осмотреть, поэтому решили, что Жангада пробудет здесь до 27 июля, а завтра, 26 вся семья отправится на берег в Большой Пироге, таким образом, усердный экипаж Жангада получит заслуженный отдых. Ночь провели на якоре возле довольно высокого берега, и ничто не нарушало покоя путешественников. Кое-где на горизонте вспыхивали зорницы, но гроза прошла стороной, миновав озеро. Глава 16 Эга 26 июля в 6 часов утра Якита, Минья, Лина и двое молодых людей готовились сойти на берег. Жангараль, вначале не выражавший желание покидать Жангаду, на этот раз по настоятельной просьбе жены и дочери решил отложить свою ежедневную изнурительную работу и сопровождать их во время прогулки. А Торос не собирался осматривать Эгу к великому удовольствию Мануэля, который чувствовал к нему отвращение и ждал только случая, чтобы его выказать. Что касается Фрагазо, то он был больше заинтересован в посещении Эги, чем Табатинги, которая по сравнению с Эгой была лишь бледным поселком. Эга главный город округа насчитывает полторы тысячи жителей, в нем находятся все власти, представляющие администрацию такого значительного по местным масштабам города. Военный комендант, начальник полиции, мировой судья, начальник таможни, школьный учитель и воинская часть под командой офицеров разных чинов. Если в городе живет столько должностных лиц с женами и детьми, то надо думать, там нет недостатка в цирюльниках и перехмахерах. Поэтому Фрагазо не ожидал там для себя никакой поживы. Хотя наш Фигаро и не собирался заниматься в Эге своим ремеслом. Он, разумеется, хотел участвовать в общей прогулке, потому что Лина сопровождала свою молодую хозяйку. Но когда все общество покидало Жангаду, он остался по просьбе Лины. «Господин Фрагазо», сказала она, отведя его в сторону. «Что, сударыня?» спросил Фрагазо. «Кажется, ваш друг Торос не собирается идти с нами в Эгу». «Да, он и впрямь остается на Жангаде, но я вас очень прошу не называть его моим другом». «А разве не вы надоумили его попроситься на Жангаду, ведь сам бы он не додумался?» «Да, боюсь, в тот день, если говорить на чистоту, я сделал большую глупость». «Если говорить на чистоту, этот человек мне совсем не нравится». «А мне и того меньше, притом мне все время кажется, что я его уже где-то видел, но у меня осталось лишь смутное воспоминание и ясно только одно впечатление было неприятное». «Где и когда вы могли встретить этого Тороса, неужели вы не можете вспомнить? А ведь было бы неплохо узнать, кто он особенно, кем он был». «Нет, как я не стараюсь, когда это было, в каких краях, при каких обстоятельствах, никак не могу припомнить». «Господин Фрагазо». «Что, сударыня?» «Вам надо остаться на Жангаде, чтобы следить за Торосом, пока нас не будет». «Что?» «Не идти с вами в Эгу и целый день вас не видеть?» «Я вас прошу». «Это приказ?» «Нет, просьба». «Я остаюсь». «Господин Фрагазо». «Что, сударыня?» «Благодарю вас». «В благодарность пожмите мне покрепче руку», ответил Фрагазо. «Я право заслужил». Лина протянула руку доброму малому, и тот на минуту удержал ее в своей, любуясь прелестным личиком девушке. Вот почему Фрагазо не отправился со всеми и принялся украдкой следить за Торосом. Чувствовал ли Торос, что возбуждают всеобщую неприязнь? Возможно, но, по-видимому, у него были веские причины не обращать на это внимание. От места стоянки Жангады до Эгги было четыре лье. Чтобы пройти туда и обратно, то есть восемь лье, пироги с двумя гребцами и шестью пассажирами потребовалось бы несколько часов, не говоря о том, как утомительно путешествие по такой жаре, хотя небо и было покрыто легкими облаками. Но, к счастью, с северо-запада задул свежий попутный ветер, так что пирога могла пройти под парусом по озеру Тефе до Эгги, даже не лавируя. А если ветер не переменится, то быстро вернутся обратно. Итак, на пироге подняли парус, Бенито сел за руль, Лина махнула рукой, напоминая фрагозо, чтобы он хорошенько караулил и лодка отчалила. Два часа спустя пирога вошла в гавань этой основанной кармелитами миссии, которая в 1759 году стала городом и отошла к Бразилии. Пассажиры вышли на плоский берег, возле которого выстроились не только местные суденушки, но и несколько небольших шхун, ведущих каботажной плавани вдоль Атлантического побережья. Все удивляло девушек, когда они высадились в Эгги. «Какой большой город!» вскричала Минья. «Сколько домов, сколько людей!» вторила Елина, у которой просто глаза разбегались. «Еще бы!» смеясь подхватил Бениту. «Полторы тысячи жителей, не меньше двухсот домов, есть даже двухэтажные и две-три настоящие улицы!» «Милый Мануэль», сказала Минья, только потому, что сам уже побывал в самых красивых городах на Амазонке. «Значит, он смеется и над своей матерью», добавила Екита. «Признаюсь, я тоже никогда не видела ничего подобного». «Тогда, матушка и сестра, берегитесь обе», заявил Бениту. «Вы придете в восторг, увидев Манаус, а, приехав в Беллен, упадете в обморок». «Не беспокойся», сказал, улыбаясь Мануэль. «Наши дамы понемногу привыкнут восхищаться, побывав в первых городах Верхней Амазонки». «Как и вы, Мануэль», воскликнула Минья, «Вы заодно с Бенитом? Вы тоже насмехаетесь?» «Нет, Минья, клянусь». «Пускайте насмешники смеются», перебила его Лина, «а мы с вами будем смотреть во все глаза. Тут так красиво». «Красиво». «И всего-то куча глинобетонных или побеленных известью домиков, крытых чаще всего соломой или пальмовыми листьями. И лишь кое-где каменная или деревянная постройка с верандой, ярко-зелеными деревьями и ставнями, окруженные садиком с цветущими апельсинами. Было там, правда, и два-три учреждения, одна казарма и церковь Святой Терезы, которая по сравнению с якитосской часовней казалась собором. Оглянувшись на озеро, можно было увидеть красивую панораму, обрамленную каймою кокосовых пальм, подступающих вплотную к водной глади, а в трех милях подальше на другом берегу живописную деревню Нагейра, домишки которые выглядывали из густой листвы старых олив. Но восхищение обеих девушек вызвало иное зрелище. Зрелище особенно интересное для женщин. Они залюбовались нарядами местных щеголих, носивших непростенькие платья уроженок племени мурас, а одетых как настоящие горожанки. Да, жены и дочери здешних чиновников и крупных торговцев гордо носили парижские туалеты, правда, довольно старомодные, но ведь эго находится за пятьсот лье от пара, а пара за несколько тысяч лье от Парижа. Глядите, глядите скорее, да чего же красивые дамы и какие на них прелестные платья. Боюсь, они сведут нашу Лину с ума, засмеялся Бенито. Если бы эти дамы умели носить свои красивые платья, заметила Миня, они, может, не казались бы такими смешными. Поверьте, дорогая, сказал Мануэль, в вашем скромном сицевом платье и соломенной шляпке вы куда изящнее всех этих дам в высоченных токах и юбках с валанами, которые чужды и их стране, и их народу. «Если я вам нравлюсь и так», ответила девушка, «то мне некому и нечем завидовать». Но ведь они пришли сюда, чтобы все осмотреть, поэтому они побродили по улицам, где оказалось больше ларьков, чем магазинов, погуляли по площади, где встречались местные франты и франтихи, задыхавшиеся в своих европейских костюмах, и даже позавтракали в гостинице, смахивавшей на постоялый двор, где они пожалели о вкусных блюдах, подаваемых каждый день на Жангаде. После обеда, состоявшего исключительно из черепашьего мяса, в разных видах, горали, отправились еще раз полюбоваться озером, сверкавшим в лучах заходящего солнца, и вернулись на пирогу, пожалуй, немного разочарованные в красоте города, которые можно было осмотреть за один час. И немного уставшие от прогулки по раскаленным улицам, таким непохожим на тенистые тропинки Икитоса, и даже восторг любопытной Лины немного поостыл. Каждый занял свое место в пироге, ветер по-прежнему дул с северо-запада и к вечеру немного посвежел. Подняли парус и пустились в обратный путь по озеру, питаемому темными водами реки Тефе, по которой, как говорят индейцы, можно 40 дней плыть на юго-запад, и она все будет судоходна. Восемь часов вечером пирога вернулась домой и пристала к Жангаде. Как только Лину влучила минуту, она отозвала Фрагазо в сторону. — Ну как, заметили вы что-нибудь подозрительное? — спросила она. — Нет, ничего. Торос почти не выходил из своей комнаты. Он все время что-то читал и писал. — А он не входил в дом, не заходил в столовую, как я опасалась? — Нет, только иногда прогуливался на носу Жангады. — И что он делал? — Держал в руке какую-то старую бумагу, как будто изучая ее, добромотал под нос что-то непонятное. — Все это может быть совсем не так просто, как вы думаете, господин Фрагазо. И чтение и писание и старые бумаги что-то за этим кроется, ведь этот буквоет и писака не учитель и не адвокат. — Ваша правда. — Последим еще, господин Фрагазо. — Будем следить, сударыня. Назавтра, 27 июля, как только расцвело, Бенито дал Лоцману приказ отчаливать. Между островами, разбросанными по всему заливу Арипану, на минуту показалось устье Япуры шириной в 6600 футов. Этот могучий приток разветвляется на несколько рукавов и вливается через 8 устьев в Амазонку. Раскинувшуюся здесь, как море или морской залив, Япура бежит издалека с высоких гор Колумбии и течение ее лишь один раз преграждают водопады в 210 Илье от впадения в Амазонку. Жангада плыла весь день и к вечеру поравнялась с островом Япура, после которого остров стал меньше и плыть было значительно легче. К тому же довольно медленное течение позволяло без труда обходить островки и Жангада ни разу не ткнулась в берег и не села на мель. На другой день Жангада плыла мимо широких покрытых высокими дюнами берегов образующих песчаный вал за которым тянутся огромные пастбища где можно было бы вырастить и откормить скот со всей Европы считается что это самые богатые черепахами берега во всем бассейне Верхней Амазонки. Вечером 29 июля Жангада крепко пришвартовалась у острова Катуа здесь решили провести ночь которая обещала быть очень темной. Солнце еще не зашло когда на острове показалась толпа индейцев Мурас потомков древнего и могучего племени которая занимала когда-то более столье вдоль побережья между Тефе и Мадейрой. Индейцы расхаживали взад и вперед по берегу рассматривая неподалеку стоявший плод их было около сотни человек вооруженных собаканами из местного тростника вставленного для прочности в пол и ствол карликовой пальмы. Жоам Гораль оторвавшись на минуту от работы занимавший его все время приказал хорошенько следить за этими индейцами и не раздражать их. В самом деле борьба с ними была бы неравной. Индейцы необыкновенно ловко мечут из сарбаканов отравленные ядом стрелы которые летят на 300 шагов и наносят неизлечимые раны. К счастью индейцы не предприняли никаких враждебных действий хотя известно что они ненавидят белых. Правда они не так воинственны как были их предки. Когда стемнело на острове за деревьями послышались звуки дудочки наигрывавшей печальную мелодию ей ответила другая дудочка эта музыкальная перекличка длилась 2-3 минуты а затем индейцы исчезли. Фрагазо развеселившись решил спеть им в ответ песню на свой лад но Лина вовремя остановила его прикрыв его рот рукой и не дала блеснуть своими певческими талантами. 2 августа в 3 часа пополудни пройдя еще 20 лет Жангада подошла к озеру Апуара из которого вытекает река того же названия а два дня спустя остановилась около пяти часов у озера Куари. Это одно из самых больших озер сообщающихся с Амазонкой оно служит водоемом для нескольких рек в него впадают 5 или 6 потоков там они смешивают свои воды и через узкий проток вливаются в главную водную артерию. Путешественники издали посмотрели на высокие домики деревни Такуамири стоящие на сваях как на ходулях чтобы спастись от наводнений при половоде часто заливающем эти низкие места и вскоре Жангада пристала на ночь к берегу. Плод остановился против селения Куари состоящего из дюжины довольно ветхих хижин которые прячутся в густой чаще апельсиновых и тыквенных деревьев. Вид этой деревушки очень часто меняется в зависимости от подъема или спада воды. Порой озеро представляет собой обширный водоем порой превращается в узкую протоку такую мелкую что даже перестает сообщаться с амазонкой. На рассвете 5 августа Жангада снова пустилась в путь прошла мимо протока Юкуры входящего в запутанную сеть озер и рукавов и утром 6 августа подошла к озеру Миана. За это время на плоту не случилось ничего нового жизнь там текла с почти методичной размеренностью. Фрагазо по настоянию Лины не переставал следить за Торосом. Несколько раз он пытался выведать у него что-нибудь о его прошлом но авантюрист упорно уклонялся от таких разговоров и в конце концов замкнулся и стал чрезвычайно осторожен с цирюльником но с семейством Гараль его отношения не изменились с Жоамом он говорил мало зато охотно обращался к Еките и ее дочери делая вид что не замечает их явной холодности впрочем обе утешали себя тем что по прибытии Жангады в Манаус Торос уйдет и они никогда больше о нем не услышат Екита следовала советам отца опасаний который уговаривал ее набраться терпения но доброму пастырю было труднее удержать Манаэля решительно желавшего поставить на место втершегося к ним наглеца которого незачем было пускать на Жангаду в тот вечер случилось лишь одно небольшое происшествие спускавшаяся вниз по течению пирога по приглашению Жама Гараля пристала к Жангаде ты плывешь в Манаус спросил он индейца стоящего в пироге с веслом да ответил индейц когда ты там будешь через неделю значит ты попадешь туда гораздо раньше нас не передаш ли ты это письмо по адресу охотно возьми же его мой друг и отвези в Манаус индейц взял протянутое ему Гаралем письмо вместе с горстью рейс в награду за услугу никто из членов семьи Гараля уже ушедших в дом не узнал об этом случае свидетелем его был только Торос он даже слышал разговор жама Гараля с индейцем и по его нахмурившемуся лицу было нетрудно понять что отправка письма неприятно удивила его глава 17 нападение между тем Мануэль так ничего и не сказав Торосу чтобы избежать какой-нибудь бурной сцены на Жангаде решил на другой день договориться о нем с Бенито Бенито начал он уведя его на нос Жангаде мне надо с тобой потолковать Бенито всегда такой веселый взглянув на Мануэля остановился и лицо его омрачилось я знаю о чем о Торосе да я тоже собирался поговорить с тобой Мануэль значит и ты заметил что он волочится за Миньей воскликнул Мануэль бледнее надеюсь ты не станешь ревновать ее к подобному человеку вспыхнул Бенито конечно нет боже у меня упаси нанести такое оскорбление девушки которая скоро будет моей женой не от Бенито она сама не выносит этого проходимца дело совсем не в этом но мне противно смотреть как этот прайдоха навязывает свое общество твоей матери и сестре как он старается втереться в вашу семью которую я считаю своей Мануэль я разделяю твое отвращение к этому подозрительному субъекту мрачно сказал Бенито и если бы считался только со своими чувствами я бы давно выгнал его с Жангады но я не смею не смеешь скричал Мануэль схватив Бенито за руку как не смеешь послушай Мануэль продолжал Бенито ты хорошо присмотрелся к Торосу правда ты заметил что он увивается за моей сестрой да в этом нет сомнения но ты увидел одно а другое проглядел этот подозрительный человек глаз не сводит с моего отца следит за ним с непонятным упорством как будто замышляет против него что-то злое что ты говоришь Бенито разве у тебя есть основания думать что Торос желает зла твоему отцу никаких ничего такого я не думаю это только предчувствие но понаблюдай хорошенько за Торосом за выражением его лица и ты увидишь как он злобно усмехается стоит ему только взглянуть на отца тогда тем больше причин его прогнать тем больше или тем меньше я боюсь Мануэль чего и сам не знаю но убедить отца высадить Тороса быть может неблагоразумно повторю тебе я боюсь хотя у меня нет ни одного факта который объяснил бы мой страх произнося эти слова Бенито весь дрожал от гнева значит ты думаешь проговорил Мануэль что надо выждать да выждать и пока не принимать решения а главное быть все время на чеку в конце концов дней через двадцать мы будем в Манаусе заметил Мануэль там Торос должен остаться он нас покинет и мы навсегда от него избавимся а до тех пор не будем спускать с него глаз ты понимаешь меня Мануэль конечно понимаю мой друг мой брат хоть я и не разделяю не могу пока разделять твоих опасений какая может быть связь между твоим отцом и этим проходимцем то отец несомненно никогда его не видел я не говорю что отец знает Тороса ответил Бенито но мне кажется Торос что-то знает об отце что делал этот человек возле нашей фазенды когда мы встретили его в лесу почему он отказался тогда от предложенного ему гостеприимства а потом все так подстроил чтобы мы взяли его на плод мы прибываем в Таботингу а он уже тут как тут словно дожидался нас случайно ли эти встречи или они произошли по заранее обдуманному плану наблюдая упорный и в то же время ускользающий взгляд Тороса я снова вспоминаю эти странные совпадения не знаю я теряюсь и ничего не могу объяснить и как это пришло мне в голову пригласить его на нашу Жангаду успокойся Бениту прошу тебя Мануэль воскликнул Бениту не в силах справиться с волнением поверь если б дело шло обо мне я не раздумывая выкинул бы за борт этого человека который внушает нам такое отвращение но если и правда дело идет об отце я боюсь что поддавшись своим чувствам только на порчу внутреннее чутье говорит мне что опасно действовать против этого коварного врага пока он сам себя не выдаст и тогда это уже будет наше право и долг в сущности на Жангаде он всегда на виду и если мы будем оба оберегать отца мы рано или поздно заставим Тороса сбросить личину и выдать себя как бы искусно он не вел игру значит надо подождать появление как мог как мог как мог как мог воплощение благородства быть связанным с другим разумеется сам того не зная при таком положении вещей когда молодые люди объяснились и за Торосом стали следить с одной стороны Бенито и Мануэль а с другой Лина и Фрагазо вряд ли ему удалось бы сделать какой-нибудь ход который они бы тотчас не пресекли быть может Торос это понял но так или иначе он этого не показал и ни в чем не изменил своего поведения довольные тем что объяснились Мануэль и Бенито дали друг другу слово неотступно следить за Торосом стараясь однако не вызвать у него подозрений в следующие дни Жангада прошла мимо рек Камара Ару Журепари которые текут параллельно правому берегу Амазонки но не втекают в нее а убегают на юг где сбрасывают свои воды в реку Пурус и уже вместе с ней вливаются в великую реку 10 августа в 5 часов вечера Жангада стала на якорь у Кокосового острова здесь находился поселок Серенгейро или заготовителей каучука добывается он из дерева Серенгера которое ученые называют Сифония Эластика говорят что вследствие плохого ухода за деревьями и неумелой эксплуатации число их в бассейне Амазонки уменьшается но все же леса каучуковых деревьев на берегах Мадейры Пуруса и других притоков Великой реки еще очень обширны на Кокосовом острове десятка два индейцев добывали и обрабатывали каучук что делается чаще всего в мае июне и июле убедившись что стволы деревьев которые во время половодия фута на 4 погружаются в воду уже вполне пригодны для добычи каучука индейцы принимаются за дело сделав глубокий надрез в заболоне дерева они привязывают под ним небольшие горшочки которые за сутки наполняются густым млечным соком этот сок можно собирать и с помощью бамбуковой трубочки опущенной в стоящий под деревом сосуд добытый сок индейцы окуривают на костре чтобы сохранить содержащееся в нем смолистое вещество набрав сок деревянным совком его держат в дыму отчего сок почти сразу густеет принимает желтовато-серую окраску и понемногу затвердевает образующийся каучук снимают совка слой за слоем и сушат на солнце после чего он еще твердеет и становится обычного коричневого цвета тогда каучук готов Бенит воспользовавшись случаем скупил у индейцев весь каучук хранившийся в их стоявших на своих хижинах назначенная им цена была достаточно высокая и они остались очень довольны спустя четыре дня 14 августа Жангада подошла к устью Пуруса это река еще один из самых больших притоков на правом берегу Амазонки судоходно даже для крупных судов на протяжении свыше пятисот лье она течет с юго-запада и устья ее достигает четырех тысяч футов ширины течение ее затеняют фикусы тахуарисы пальмы нипа цикропии при впадении в Амазонку они разделяются на пять рукавов в этом месте лоцману Араужа было легко управлять Джангадой в реке было значительно меньше островов к тому же ширина ее достигала тут не менее двух миль поэтому течение спокойно несло Джангаду и 18 августа она остановилась на ночь у деревни Пискейро солнце уже стояло совсем низко над горизонтом и с быстротой присущей ему на этих широтах скатилась вниз почти отвесно словно громадный огненный шар ночь здесь сменяет день почти без сумерек как в театре где изображая ночь сразу гасит огни рампы Жуам Гараль с женой Лины и старой Сибелой сидели перед домом Торрес сначала вертелся около Жуама Гараль как будто хотел поговорить с ним наедине но должно быть ему помешал отец спасания который подошел пожелать всем доброй ночи и Торрес отправился в Освояси индейцы и негры лежали у бортов Жангады на своих местах Араужа сидел на носу наблюдая за течением которое убегало прямо вперед Мануэль и Бенито с беспечным видом болтали и курили прогуливаясь посреди палубы перед сном но зорко следили за всем вдруг Мануэль протянув руку остановил Бенито и сказал что за странный запах а может мне кажется ты не чувствуешь пахнет как будто как будто мускусом ответил Бенито здесь должно быть на берегу спят кайманы вот как природа мудро распорядилась наделив их запахом который их выдает да это большое счастье потому что они довольно опасны чаще всего когда наступает вечер эти крокодилы выходят на берег чтобы с удобством провести ночь там пятясь задом они заползают в ямы и засыпают выставив голову широко разинутой пастью если только не подстерегают какую-нибудь добычу этим хищникам ничего не стоит броситься за своей жертвой либо вплавь под водой работая одним хвостом либо бегом по берегу и притом с такой быстротой что человеку от них не спастись тут на этих широких берегах кайманы рождаются живут и умирают отличаясь необыкновенным долголетием старых столетних кайманов можно узнать не только по зеленоватому мху покрывающему их спину и бородавкам усеявшим кожу но и по кровожадности которая с возрастом все усиливается как правильно сказал Бенито эти животные бывают очень опасны и нужно остерегаться их нападения вдруг впереди раздались крики кайманы кайманы Мануэль и Бенито вздрогнули и посмотрели вперед трем большим кайманам длиной от 10 до 12 футов удалось взобраться на жангаду хватайте ружья хватайте ружья закричал Бенито делая знак индейцам и неграм чтобы они отошли назад бегите домой подхватил Мануэль прячьтесь скорее в самом деле нечего было и пытаться сразу напасть на кайманов значит прежде всего следовало укрыться от них в одно мгновение все разбежались семья горали скрылось в доме к ней тотчас присоединились и двое молодых людей индейцы и негры попрятались в своих шалашах и хижинах запирая двери дома Мануэль спросил а где Минья ее здесь нет ответила Лина выбегая из комнаты своей хозяйки великий боже где же она ужаснулась мать и все принялись громко звать Минья Минья никакого ответа неужели она на нас у жангады спросил Бенито Минья крикнул Мануэль оба юноши Фрагазо Жамгараль не думая об опасности бросились из дома с ружьями в руках не успели они выйти на палубу как два каймана повернулись и побежали им навстречу меткая пуля бенито попала в глаз одному из чудовищ и смертельно раненый кайман опрокинувшись на бок забился в предсмертных судорогах но тут подоспел второй он несся вперед и удержать его было невозможно громадный хищник бросился на Жамагараля сбил его с ног ударом хвоста и прыгнул на него разину в пасть в эту минуту из каюты выскочил торос с топором в руке и нанес такой ловкий удар что топор вонзился по самую рукоятку в челюсть каймана где и застрял кровь заливала зверю глаза он бросился в сторону свалился в реку и исчез Минья Минья вне себя звал Мануэль прибежавший на нос Жангады вдруг девушка появилась сначала она спряталась в будке Арауджо но третий кайман опрокинул будку мощным ударом хвоста и теперь Минья бежала к корме преследуемая по пятам чудовищем которое уже было от нее шагах в шести Минья упала второй выстрел Бенито не остановил каймана пуля скользнула по шкуре животного не пробив ее Мануэль кинулся к девушке чтобы подхватить унести и вырвать ее у смерти но сильный удар хвоста сбил с ног и его Минья потеряла сознание казалось она погибла пасть каймана уже раскрылась над ней но тут на него ринулся Фрагазо и вонзил ему кинжал в самую глотку рискуя что кайман откусит ему руку если вдруг сомкнет свои страшные челюсти Фрагазо вовремя одернул руку но не успел увернуться и кайман падая сбросил его в воду на которой расплывались большие красные пятна Фрагазо Фрагазо закричала Лина упав на колени у борта Жангады минуту спустя Фрагазо показался на поверхности реки он был цел и невредим с опасностью для жизни спас он девушку которая уже понемногу приходила в себя теперь все протягивали ему руки Мануэль Якито Минья Лина так что Фрагазо растерялся и в конце концов пожал руку юной младки однако если Фрагазо спас Минью то Жангараль был несомненно обязан своим спасением Торосу значит авантюрист не желал смерти Гараля приходилось признать этот очевидный факт Мануэль Мануэль путешествие скоро окончится и через несколько дней нам придется расстаться я вам обязан вы мне ничем не обязаны Жангараль перебил его Торос ничьей жизнью я так не дорожу как вашей но если вы позволите я передумал я не хочу сходить на берег в Манаусе а предпочел бы доплыть до Белена вы согласны взять меня с собой Жангараль кивнул головой услышав просьбу Тороса Бенита в невольном порыве хотел было вмешаться но Мануэль остановил его и молодой человек удержался хотя это и стоило ему большого труда глава 18 праздничный обед на утро после ночи которой едва хватило чтобы успокоить людей перенесших столько волнений Жангада отчалила от этого кишившего кайманами берега и двинулась дальше если в пути не встретится никаких препятствий она должна дней через пять войти в гавань Манаус теперь Минья совсем оправилась от прежнего испуга ее глаза и улыбка благодарили всех кто рисковал жизнью стараясь ее спасти Лина же казалось была еще более признательна храброму Фрагазо чем если он спас жизнь ей самой я отблагодарю вас Фрагазо рано или поздно вот увидите сказала она ему улыбаясь а как позвольте вас спросить о вы сами знаете как тогда раз уж я знаю сделайте это рано а не поздно с этого дня было решено что прелестная Лина невеста Фрагазо что они отпразднуют свадьбу вместе с Миней и Мануэлем и останутся жить у них в Белине как хорошо все сложилось твердил Фрагазо но я право не думал что пара так далеко Мануэль и Бенито долго обсуждали вдвоем последние события нечего было и пытаться уговорить Джоама Гораля высадить Джанга до его спасителя ничей жизнью я так не дорожу как ваш и сказал Торос этот вырвавшийся у авантюриста слишком пылкий и загадочный ответ Бенито услышал и запомнил и так молодые люди пока ничего не могли предпринять теперь им тем более оставалось только ждать и ждать уже не 4-5 дней а еще 7-8 недель то есть пока Жангада не приплывет в Белян за всем этим кроется какая-то тайна но разгадать ее я не могу заметил Бенито да но мы избавились хоть от одной тревоги ответил Мануэль теперь нам ясно Бенито что Торрес не хочет смерти твоего отца к тому же мы будем по-прежнему следить с этого дня Торрес как будто стал вести себя более сдержанно он не навязывал Горалям свое общество и даже менее настойчиво ухаживал за Миньей словом напряженная обстановка которую чувствовали все за исключением быть может одного жама Гораля немного разрядилась к вечеру Жангада обошла справа остров Бороза расположенной в устье одноименной реки именовало озеро Манаоари питаемое множеством небольших притоков ночь прошла без происшествий но Жангараль велел всем быть настороже на завтра 20 августа лоцман державший близко правому берегу Амазонки так как у левого были водовороты повел Жангаду между правым берегом и островами здесь простиралась территория усыпанная большими и малыми озерами с темной водой такими как Кальдерон и Гуарандейра и многими другими этот озерный край указывал на близость Ривнегру самого значительного из притоков Амазонки до этого места великая река еще называлась Солимоэнс но после впадения в нее Ривнегру она обретала то название под которым известно как самая крупная река на свете В этот день Жангаде пришлось плыть в очень своеобразных условиях Рукав выбранный лоцманом между островом Кальдерон и берегом был очень узок хотя и издали казался широким Дело в том что часть острова лишь чуть-чуть поднималась над водой и была еще затоплена после половодья По обеим сторонам протоки стояли рощи исполинских деревьев кроны которых уходили ввысь на 50 футов а широко раскинутые ветви сплетались над водой образуя своды громадной зеленой аркады Трудно себе представить что-нибудь более живописное чем этот затопленный лес на левом берегу как будто посаженный посреди озера могучие стволы вставали из спокойной и прозрачной воды в которой сложное переплетение ветвей отражалось необыкновенной четкостью отражение деревьев не могло бы быть совершеннее даже если бы они были вставлены в огромное зеркало наподобие тех миниатюрных клумб которыми украшают праздничные столы и никто бы не уловил разницы между отражением и реальностью казалось деревья стали вдвое длиннее и заканчивались внизу и наверху широким зеленым шатром образуя как бы два полушария между которыми плыла жангада лоцману пришлось пропустить плод под эти аркады о которых тихо плескалась вода отступать было поздно но лоцман маневрировал с большой осторожностью чтобы избежать толчков и слева и справа тут арауджа показала все свое искусство причем ему отлично помогала его команда деревья служили прочной опорой их длинным баграм и плод не терял нужного направления малейший толчок мог повернуть жангаду и наскочив на деревья эта махина развалилась бы на куски тогда погиб бы если не экипаж то по меньшей мере ценный груз как здесь красиво сказала миния и как было бы приятно всегда плыть вот так по спокойной воде под защитой от солнечных лучей это было бы приятно но опасно милая миния ответил манель пироги здесь конечно нечего опасаться но длинному плоту гораздо спокойнее плыть по широкой водной глади реки не пройдет и двух часов как этот лес останется позади сказал лоцман тогда давайте смотреть во все глаза воскликнула Лина ведь эта красота так быстро промелькнет ах поглядите вон стаи обезьян они резвятся на верхушках деревьев а вон птицы они отражаются в прозрачной воде а цветы распускаются на самой поверхности реки и течение колышет их словно ветерок подхватила минья а длинные лианы причудливо извиваясь перекидываются с дерева на дерево прибавила юная мулатка но на конце лианы не висит фрагазо откликнулся ее жених признайтесь Лина в икитосском лесу вы сорвали редкий цветок полюбуйтесь ка на этот цветок другого такого не найдешь насмешливо ответила Лина ах посмотрите сюда какие чудесные растения и она указала на кувшинки с гигантскими листьями и бутонами величиной с кокосовый орех а дальше там где вырисовывался залитый водой берег виднелись заросли тростника мукумус с широкими листьями и глубокими стеблями которые словно расступаются пропуская пирогу а потом сами смыкаются за ней здесь было раздоле для охотника так как среди густых зарослей качавшихся по воле волн водилось несметное множество водяных птиц ибисы стоящие неподвижно как нарисованные на прокинутом старом стволе важные фламинго издали похожие на розовые зонтики раскрытые в зеленой листве серые цапли застывшие на одной ноге и другие птицы всех видов оживляли эту недолговечную заводь но на поверхности воды скользили даже длинные и вертки ужи а может и страшные электрические угри которые своими частыми электрическими разрядами парализуют и человека и самого сильного зверя и в конце концов убивают их вот кого следовало остерегаться а еще больше пожалуй водяных удавов анаконд они замирают обившись вокруг дерева и вдруг развертываются растягиваются хватают добычу и душат ее в своих кольцах которые сжимаются с такой силой что могут задушить бы и быка в лесах амазонки эти присмыкающиеся бывают до 30 футов длиной а по рассказам Корея встречаются даже длиной до 47 футов и толщиной чуть ли не с бочонок если бы на Жангаде появилась анаконда она пожалуй была бы не менее опасна чем Кайман к счастью нашим путешественникам не пришлось бороться ни с электрическими угрями ни со змеями и плавание по затопленному лесу длившееся часа два закончилось без происшествий прошло три дня Жангада приближалась к Манаусу еще сутки и она подойдет к устью Рио-Негро и остановится напротив столицы Амазонской провинции в самом деле 23 августа в пять часов вечера она остановилась перед северным мысом острова Муррос у правой берега Амазонки оставалось только наискось пересечь реку и пройдя около трех миль войти в гавань но лоцман Араужо вполне разумно не хотел двигаться дальше ввиду приближения ночь чтобы пройти оставшиеся три мили потребуется около трех часов а чтобы пересечь течение лоцман должен прежде всего ясно видеть этот день завершавший первую часть пути решили закончить торжественным обедом половина Амазонки была пройдена и это следовало отметить веселой трапезой все сговорились выпить за здоровье реки Амазонки стаканчик другой благородного напитка который изготовляют на холмах Порто и Сетубала заодно решили отпраздновать и помолвку Фрагазо с прелестной Линой помолвку Мануэля и Мини уже отпраздновали на Фазенде в Икитосе несколько недель тому назад после молодых господ настала очередь и этой верной пары и так вместе со всей почетной семьей Горали за стол села Лина которая должна была остаться в услужении у своей молодой хозяйки и Фрагазо собиравшейся поступить на службу к Мануэлю Вальдосу молодая пара заняла отведенное им почетное место Торос естественно тоже присутствовал на этом обеде поддержавшим честь поварихи и славу кухни на Жангаде авантюрист сидевший против Жама Горали был молчалив и больше слушал чем говорил Бенита из-под тишка внимательно наблюдал за ним Торос пристально смотрел на Жама и глаза его странно сверкали так хищник старается заворожить свою жертву прежде чем броситься на нее Мануэль больше разговаривал с невестой но то и дело поглядывал на Тороса однако он лучше чем Бениту применился к создавшемуся положению которое если и не изменится в Манаусе то наверняка изменится в Белене обед прошел довольно весело Лина оживляла его своим радостным смехом а Фрагазо забавными шутками отец спасания приветливо поглядывал на маленькое общество которое он так любил и на две юные пары которые вскоре благословит его рука кушайте кушайте отец сказал Бениту под конец присоединяясь к общему разговору окажите честь этому обручальному обеду вам надо набираться сил чтобы обвенчать сразу такую уйму людей ничего мой милый ответил отец спасания найди-ка и ты красивую и честную девушку которая согласится выйти за тебя и ты увидишь достанет ли у меня сил обвенчать заодно и вас прекрасный ответ вскричал Мануэль выпьем за скорую свадьбу Бениту мы подыщем ему в Белене хорошенькую молодую невесту поддержала его Минья тогда он не отвертится поступит так же как и все за свадьбу господина Бенитова провозгласил Фаргазо который был бы рад чтобы все переженились вместе с ним они и правы сынок заметила Якито я тоже выпью за твою свадьбу и дай бог чтобы ты был так же счастлив как будут Минья с Мануэлем и как были мы с твоим отцом и надо надеяться будете всегда вставил вдруг Торос и ни с кем не чокнувшись выпил стакан портвейна каждый из нас кузнец своего счастья трудно сказать почему но это пожелание в устах авантюриста произвело на всех тягостное впечатление Мануэль желая развеять неприятное ощущение сказал послушайте отец раз уж мы об этом заговорили нет ли на Жангаде еще какой-нибудь пары которую надо бы обвинчать как будто нет ответил отец спасания вот разве Торос вы кажется не женаты нет я холост и всегда был холостяком тут Бенито и Мануэле показалось что сказав это Торос заглянул в глаза Миньи что же мешает вам жениться продолжал отец спасания в Беляне вы можете найти себе подходящую по возрасту жену и вам надо попробовать устроиться в городе это куда лучше бродячей жизни которая до сих пор не принесла вам никакой пользы вы правы отец ответил Торос и я бы не отказался к тому же добрый пример заразителен и глядя на всех этих обрученных я тоже не прочь бы жениться но я никого не знаю в Беляне и устроиться мне будет очень трудно если не помогут какие-нибудь особые обстоятельства а сами вы откуда спросил Фрагазо который все не мог отделаться от ощущения что уже где-то встречался с Торосом из провинции Минос-Жеранс а родились в Тежоке главном городе Алмазного округа всякого кто взглянул бы в эту минуту на Жаама Гораля поразил бы его пристальный взгляд скрестившийся со взглядом Тороса глава девятнадцатая старая история тем временем Фрагазо продолжая разговор спросил как вы родились в самом Тежоке да подтвердил Торос разве и вы оттуда родом нет я с побережья Атлантического океана и родился на севере Бразилии а вам не знакома эта страна алмазов господин Моноэль спросил Торос в ответ молодой человек лишь отрицательно покачал головой а вы господин Бенето обратился Торос к младшему Горалю которого он видимо хотел втянуть в разговор вы никогда не бывали в алмазном округе хотя бы из любопытства никогда сухо ответил Бенето ах как бы мне хотелось побывать в этих местах воскликнул Фрагазо который сам того не замечая играл на руку Торосу мне кажется уж я бы там нашел хоть один драгоценный алмаз и что вы сделали с вашим драгоценным алмазом Фрагазо спросила Лина продал бы так что теперь вы бы были богаты очень так вот если бы были богаты три месяца назад вам бы в голову не пришла мысль мысль о той Лиане правда а если бы эта мысль не пришла мне в голову вскричал Фрагазо не пришла бы ко мне и очаровательная девушка которая нет воистину что бог не делает все к лучшему вы в этом убедились Фрагазо проговорила Минья ведь он женит вас на моей милой Лине алмаз за алмаз вы ничего не потеряли в этой Минья напротив сударыня любезно ответил Фрагазо я только выиграл Торос как видно не хотел менять темы разговора так как снова заговорил а ведь в тяжоке бывало что люди разом становились богачами и многие от этого теряли голову слыхали вы когда-нибудь о знаменитом алмазе из Абаэте оцененном более чем в два миллиона контррейс так вот этот камешек весом в одну унцию был найден в бразильских копьях и нашли его три преступника да три преступника приговоренных к пожизненной ссылке нашли случайно в реке Абаэте за девяносто лье от серродов Рио и они сразу разбогатели спросил Фрагазо но нет ответил Торос алмаз был передан управляющими копьями когда его оценили португальский король Иоанн шестой вилял его просверлить и носил на шее в торжественных случаях а ссыльные получили свободу и это все но человек поизворотливее извлек бы из этого немалую выгоду вы например сухо спросил Бенито да я а почему бы и нет ответил Торос а вы когда-нибудь бывали в алмазном округе обратился он вдруг к Жуаму Горалю никогда ответил тот пристально глядя на Тороса очень жаль отозвался Торос вам следовало бы когда-нибудь съездить туда это очень любопытно уверяю вас алмазный округ как бы вклинивается в самое сердце обширных бразильских владений похож на большой парк двенадцати лье в окружности а своей природой растительностью своими песчаными пустошами окруженными колодцем высоких гор он резко отличается от соседних провинций как я уже говорил это самое богатое место на земле с 1807 по 1817 год там ежегодно добывали около 18 тысяч карат алмазов да вот где люди могли разом разбогатеть и не только те кто обшаривал горы взбираясь до самых вершин в поисках драгоценных камней но и контрабандисты сбывавшие их тайком теперь добывать их не так-то легко и две тысячи негров работающих в государственных копиях вынуждены отводить воду из рек чтобы добывать со дна песок в котором вкраплены алмазы прежде все было гораздо проще что говорить откликнулся фрагазо прошли хорошие времена однако и теперь нетрудно добыть алмаз незаконным путем попросту говоря украсть вот так в 1826 году мне было тогда 8 лет в тяжоке произошла ужасная драма показавшая что преступники ни перед чем не остановятся когда могут совершив дерзкий налет сразу захватить целое состояние но вам это должно быть неинтересно напротив торс продолжайте ответил Жан Горальдо странности спокойным голосом хорошо так так вот на этот раз дело шло о краже алмазов а горсть этих крошечных камешков стоит миллион а то и в два и торс лицо которого вдруг выразило неизменную алчность невольно раскрыл и сжал руку в кулак вот вот было дело продолжал он в тяжоке имеют обыкновение один раз в год вывозить все собранные алмазы за год их делят на части раскладывают по величине пропустив сквозь двенадцать сит с разным отверстием затем их зашивают в мешки и отправляют в Рио-де-Жанейро но груз этот стоит несколько миллионов и как вы догадываетесь его хорошо охраняют служащие назначены управляющим копьями четверо конных и десяток пеших солдат из стоящего в провинции полка таков обычно конвой сначала они заезжают в Виллорику где главные управляющие ставят на мешки свою печать а потом продолжают путь до Рио-де-Жанейро надо добавить что из осторожности день отъезда всегда держится в тайне в 1826 году молодой чиновник по фамилии до Коста лет 23 некоторое время уже служивший в тяжоке в канцелярии главного управляющего придумал следующий смелый ход он сговорился с шайкой контрабандистов и сообщил им день выхода конвоя хорошо вооруженная и довольно многочисленная шайка злоумышленников тотчас приняла меры в ночь на 22 января за Виллорикой грабители неожиданно напали на солдат охраны конвой мужественно защищался но был весь перебит за исключением одного солдата несмотря на тяжелые раны ему все же удалось бежать и сообщить об ужасном нападении бандиты не пощадили чиновника сопровождавшего ценный груз он пал под ударами злодеев и тело его наверное было сброшено в пропасть потому что его так и не нашли а что же до коста спросил Жоам Гораль преступление не пошло ему на пользу обстоятельства сложились так что подозрения вскоре пали на него его обвинили в том что он руководил грабежом напрасно уверял он что невиновен по своему положению он должен был знать на какой день назначен выход конвоя он один мог предупредить шайку злодеев он был обвинен брошен в тюрьму осужден и приговорен к смерти а смертный приговор приводился в исполнение через 24 часа и несчастный был казнен спросил Фрагазо его заключили в тюрьму в Виларике и ночью за несколько часов до казни то ли действуя в одиночку то ли с помощью сообщников но он бежал из тюрьмы и с тех пор никто никогда не слыхал об этом человеке спросил Жоам Гораль никогда ответил Торос должно быть он уехал из Бразилии и живет теперь припеваючи где-нибудь в далеких краях накраденные деньги пусть лучше живет в нищете проговорил Жоам Гораль и пусть господь покарает его послав угрызение совести за содеянное преступление добавил отец спасания тут собеседники кончив обедать встали из-за стола и вышли подышать свежим вечерним воздухом солнце садилось но до наступления ночи оставалось еще не меньше часа такие истории не назовешь веселыми заметил Фрагазо и начало нашего обручального обеда было гораздо приятнее конца и все из-за вас Фрагазо ответила Лина как из-за меня зачем вы все время расспрашивали об этом округе и об алмазах какое нам до них дело а ведь и верно черт побери воскликнул Фрагазо но я никак не думал что разговор закончится так печально выходит вы первый виноваты и первый наказан потому что не слышал вашего смеха за десертом вся семья отправилась вперед на нос Жангады Мануэль и Бенито шагали рядом не говоря ни слова и Кита с дочерью следовали за ними тоже молча всех охватила непонятная тоска словно предчувствие нависшей опасности Торос не отходил от Джоама Гораля который опустив голову казалось глубоко задумался вдруг Торос положил ему руку на плечо Джоам Гораль сказал он мне надо поговорить с вами вы можете уделить мне четверть часа Джоам Гораль посмотрел на него здесь нет наедине ну что ж пойдемте оба повернули назад вошли в дом и дверь за ними захлопнулась трудно описать что почувствовали оставшиеся когда Джоам Гораль и Торос ушли вдвоем что могло быть общего между этим авантюристом и достойным хозяином и Китас казалось угроза страшного несчастья нависла над семьей Горалей но никто не решался об этом заговорить Мануэль сказал Бенито схватив его за руку и отводя в сторону что бы ни случилось этот человек высадится завтра в Манаусе да это необходимо ответил Мануэль а если из-за него если из-за него с моим отцом случится какое-нибудь несчастье я его убью глава двадцатая лицом к лицу одни в комнате где их никто не мог не видеть не слышать Жоам Гораль и Торос с минуту смотрели друг на друга не произнося ни слова неужели авантюрист не решался начать разговор или он предвидел что Жоам Гораль ответит на все его вопросы презрительным взглядом да конечно и потому Торос не спрашивал с самого начала он утверждал выступал в роли обвинителя Жоам начал он ваша фамилия не Гораль а Дакоста услышав эту фамилию Жоам Гораль невольно вздрогнул но ничего не ответил вы Жоам Дакоста продолжал Торос двадцать три года вы служили в управлении Чижокского рудника и вас приговорили к смерти по делу об ограблении и убийстве Жоам Гораль не ответил ни слова и его спокойствие по-видимому удивило авантюриста неужели он ошибся обвиняя своего гостеприимного хозяина нет иначе Жоам Гораль возмутился бы услышав эти страшные обвинения должно быть он просто ждет чтобы узнать к чему клонит Торос Жоам Дакоста продолжал Торос повторяя это вас арестовали за кражу алмазов судили и приговорили к смерти это вы бежали из тюрьмы в Виларике за несколько часов до казни что же вы не отвечаете наставил Торос какого ответа вы ждете от меня твердо спросил Гораль такого ответа медленно произнес Торос который помешал бы мне пойти в Манаусе к начальнику полиции сказать ему здесь находится человек которого нетрудно опознать даже после двадцати четырехлетнего отсутствия человек этот подстрекатель и участник кражи алмазов тяжоке он сообщник убийц конвоя это осужденный сбежавший перед казнью это Жоам Дакоста назвавшийся Жоамом Горалем значит сказал Жоам Гораль мне нечего опасаться вас Торос если я отвечу вам как вы хотите конечно потому что тогда ни вам ни мне не будет никакого расчета говорить об этом деле ни вам ни мне проговорил Жоам Гораль значит я должен заплатить вам за молчание не деньгами нет сколько бы вы мне не предложили чего же вы хотите Жоам Гораль я оставлю одно условие но не спешите отвергать его помните что вы в моей власти каково же ваше условие Торос минуту помедлил и удивляло поведение этого человека жизнь которого была в его руках он ждал ожесточенного торга прось слез перед ним был преступник осужденный за тихчайшее злодеяние но он даже не дрогнул наконец скрестивший руки торос сказал у вас есть дочь она мне нравится и я хочу на ней жениться как видно Жоам Гораль ожидал всего от подобного человека и потому выслушав его не потерял самообладание стало быть проговорил он достопочтенный торос хочет войти в семью убийцы и грабителя а уж это дело мое я сам знаю как мне поступать буркнул торос я хочу быть зятем Жоам Горали и буду им однако вам кажется известно торос что моя дочь выходит замуж за Мануэля Вальдеса откажите Мануэля Вальдесу а если моя дочь не захочет я знаю ее если вы ей расскажете все она согласится бесстыдно ответил торос все все коли понадобится если ей придется выбирать между собственным чувством и честью семьи жизнью отца она не станет колебаться какой живым мерзавец торос спокойно сказал Жоам Гораль который по-прежнему не терял хладнокровие мерзавец и убийца всегда могут столковаться тут Жоам Гораль встал подошел к негодяю и глядя ему прямо в глаза проговорил торос если вы хотите войти в семью Жоама до Косты значит вы знаете что Жоам до Косты не повинен в преступлении за которое был осужден вот как и добавлю еще у вас должно быть имеется доказательство его невинности которое вы собираетесь огласить в тот день когда женитесь на его дочери давайте говорить на чистоту Жоам Гораль сказал понизив голос торос и посмотрим откажетесь ли вы отдать мне свою дочь когда вы слушаете меня я слушаю вас торос ну что ж это правда произнес авантюрист медленно словно неходя цедя слова это правда вы невиновны я знаю это потому что мне известно имя настоящего преступника и я могу доказать вашу невиновность а где негодяй совершивший преступление он умер умер поскликнул Жоам Гораль побледнев как будто это слово отнимало у него всякую надежду оправдаться умер повторил торос но этот человек с которым я познакомился через много лет после преступления не подозревая что он преступник написал своей рукой историю кражи алмазов со всеми подробностями незадолго до смерти его стали мучить угрызения совести он знал где скрывается Жан Дакоста и под каким именем невинно осужденный начал новую жизнь знал что Дакоста богат живет в кругу счастливой семьи но знал также что осужденный не может быть счастлив так вот он решил вернуть ему счастье восстановив его доброе имя на которое тот имел право но смерть настигла его и он поручил мне своему товарищу сделать то чего сам не успел он отдал мне доказательство невиновности Дакоста велел передать ему эту бумагу и умер имя этого человека волнение Жангараль невольно повысил голос вы узнаете его когда мы породнимся а где его записка Жангараль был готов броситься на Тороса обыскать его и вырвать у него это доказательство своей невиновности записка в надежном месте ответил Торос и вы получите ее только после того как ваша дочь станет моей женой ну что вы и теперь откажете мне да сказал Жангараль но за эту записку я даю вам половину моего состояния половину согласен но при условии что Миния принесет ее мне в виде приданого ответил Торос так вот как вы выполняете волю умирающего грешника в порыве раскаяния попросившего вас исправить содеянное им зло да так еще раз говорю вам Торос вы последний из мерзавцев пускай а так как я не убийца то нам не столковаться стало быть и вы отказываетесь отказываюсь тогда вы губите себя Жангараль в вашем судебном деле все против вас вас приговорили к смерти а вы сами знаете правительство запрещает смягчать наказание осужденным за подобные преступления если на вас донесут вас арестуют как только арестуют вас казнят а я на вас донесу как не владел собой Жангараль он не мог больше сдерживаться еще миг и он бросился бы на Тороса но мошенник сделал ход который заставил его опомниться берегитесь ваши дети не знают что отец их Жангараль сказал он Жангараль остановился он снова овладел собой и лицо его приняло обычное спокойное выражение наш разговор слишком затянулся сказал он направляясь к двери теперь я знаю что мне делать берегитесь Жангараль снова пригрозил ему Торос который еще не верил что гнусное вымогательство провалилось Жангараль ничего не ответил он распахнул дверь на веранду знаком велел Торосу следовать за ним и оба направились к середине Жангады где собралась вся семья Горалей Бенито Мануэль а за ним остальные встали сильно встревоженные они заметили что Торос вышел с угрожающим видом и глаза его горят злобой Жангараль напротив вполне владел собой и был почти весел оба остановились против якиты с детьми никто не решался заговорить Торос первый прервал это тягостное молчание сказав глухим голосом с присущей ему наглостью последний раз я требую вас ответа Жангараль слушайте же мой ответ и Жангараль обратился к жене якита особое обстоятельство вынуждает меня изменить решение принятое нами относительно свадьбы Мини и Мануэля наконец-то вскричал Торос Жангараль не удостоив его ответ там бросил на авантюриста взгляд полный глубокого презрения но у Мануэля от волнения чуть не разорвалось сердце Мини побледнев как полотно встала и шагнула к матери как бы ища у нее защиты а якита раскрыла ей объятия отец воскликнул Бенито становясь между отцом и Торосом что вы хотите сказать я хочу сказать громко ответил Жангараль что ждать приезда в Белен чтобы обвенчать Минию с Мануэлем слишком долго завтра же отец спасания обвенчает их здесь на Жангаде если после разговора со мной Мануэль не захочет отложить свадьбу ах что вы отец воскликнул молодой человек подожди называть меня отцом Мануэль промолвил Жангараль и в голосе его зазвучала невыразимая боль Торос стоял скрестив руки и оглядывал всех с беспримерной наглостью стало быть это ваше последнее слово спросил он протягивая руку к Жангаралю нет не последнее что же вы скажете еще вот что Торос я здесь хозяин и вы тотчас угодно вам или неугодно покинете Жангаду да тотчас вскричал Бениту или я выкину его за борт Торос пожал плечами оставьте угрозы бросил он они ни к чему я и сам хочу немедленно сойти на берег но вы еще вспомните обо мне Жангараль мы снова увидимся с вами и очень скоро если это будет зависеть от меня ответил Жангараль то быть может даже скорее чем вам бы хотелось завтра же я буду у суди Риберу главного суди провинции я предупредил его о моем приезде Манаус если посмеете приходите туда и вы к судье Риберу пробормотал Торос явно сбитый с толку да к судье Риберу повторил Жангараль затем он презрительным жестом указал Торосу на пирогу и приказал четырем грибцам немедленно высадить его на ближайшем берегу острова и негодяй скрылся наконец вся семья еще не оправившись от волнения молча ждала когда заговорит ее глава но тут Фрагазо не вполне отдавая отчет себе в серьезности положения со свойственной ему живостью обратился к Жангаралью если господин Мануэль обвенчается завтра на Жангаде вы обвенчаетесь одновременно с ним друг мой ласково ответил Жангараль и сделав разговор Жангаралья с Мануэлем продолжался около получаса но всем казалось что прошла целая вечность пока дверь снова не отворилась Мануэль вышел один в глазах его сверкала благородная решимость подойдя к Еките он назвал ее матушкой Минью своей женой Абиниту братом затем повернувшись к линии Фрагазо сказал до завтра и ушел теперь он знал все что произошло между Жангаральем и Торосом держку судьи Рибейро с которым без ведома семьи уже год состоит переписки что он разъяснил судье свое дело и убедил его в своей невиновности Гораль смело пустился в это путешествие с единственной целью добиться пересмотра несправедливого обвинения жертвой которого он стал и не дать дочери и зятю попасть в такое же ужасное положение какое ему пришлось так долго терпеть самому да теперь Мануэль все это знал он знал Гораль или вернее Жам Дакоста невиновен и благодаря своему несчастью этот человек сделался Мануэлю еще дороже но одного он не знал что существует письменное доказательство невиновности Жама Гораль и что оно находится в руках у Тороса Жам Гораль хотел предоставить судье возможность воспользоваться этим доказательством которое должно было принести ему оправдание если только Торос не солгал а пока Мануэль сказал что пойдет к отцу пасани и попросит его все приготовить для венчания обеих пар на завтра 24 августа за час до начала брачного обряда большая пирога отчалив от левого берега пристала к Жангаде 12 грибцов быстро пригнали ее из Манауса в ней сидели полицейские и начальник полиции который назвав себя поднялся на Жангаду в эту минуту Жангараль и его близкие уже в праздничном платье вышли из дома где Жангараль спросил начальник полиции это я ответил Жангараль Жангараль проразгласил начальник полиции вас звали раньше Жангда Коста один человек носил два имени вы арестованы услышав эти слова ошеломленные Якито и Мини замерли не в силах двинуться с места Мой отец убийца закричал Бенито и хотел броситься к Жангаралю но отец знаком приказал ему замолчать Я позволю себе задать только один вопрос твердым голосом сказал он обращаясь к начальнику полиции Кто дал приказ о моем аресте главный судья Риберро Нет ответил тот приказ о немедленном аресте дал его заместитель У сиди Риберро вчера вечером был апоплексический удар а в два часа ночи он умер не приходя в сознание Умер вскричал Жангараль которого казалось сразило это известие Умер Умер Но вскоре он снова поднял голову и обратился к жене и детям Дорогие мои один судья Риберро знал что я невиновен Его смерть может оказаться роковой для меня но все же не надо приходить в отчаяние Начальник полиции подал знак полицейским и они подошли чтобы увезти Жангараля Говорите же отец закричал Бенито обезумев от горя Скажите слово и мы вас отстоим Мы готовы с силой исправить ужасную ошибку жертвой которой вы стали Здесь нет ошибки мой сын Жангараля 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 Я честный Пусть сверху Пусть свершится людское правосудие сказал он пока не свершилось правосудие Божие И высоко подняв голову вошел в пирогу Воистину казалось что из всех присутствующих один Жангараль выдержал не дрогнув обрушившийся на него тяжкий удар Субтитры сделал DimaTorzok